Девушки отдыхают 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 Подумай, слышь, Серёжа. Субтитры создавал DimaTorzok Мама! Серёжа, Серёжа, Серёженька! Ты, родной мой, что ж ты ничего не написал, не сообщил? Ой, слава Богу, увиделись. Не ушла на тот свет, не простившись. Мам, ну ты чего? Я же здесь живой, здоровый. Дай хоть раз смотрю-то тебя. Похудел, осунулся. Это надолго. Поехали. Молодец ты, Ань. Копошишься всё с детьми. Увлечь стараешься. Скоро эти мальчики и девочки подадутся в город и останутся у нас тут два с половиной стирика. Так, новых надо рожать, детишек. Семьи молодые создавать, пока есть кому. Ты сама-то о семье не думала? Женщина, ты молодая, красивая. Рядом с такой должен быть мужчина. Соответствующий. Не век же одной быть. Я решила, что мне лучше одной, Андрей. А что так? Ну, не у всех же обязательно должен быть муж. Ты так говоришь, потому что в твоей жизни мужика нормального не было. И куда же ты поедешь, сынок? Не знаю, мам. Может, на север. Найду там себе какую-нибудь работу. Там рабочие руки всегда нужны. Решил бросить профессию? Это не я решила, это жизнь за меня так решила. А здесь не хочешь остаться? Ну, со своими это проще как-то, чем одному-то в чужом городе. Иногда лучше одному. Там, где тебя никто не знает, где всегда можно начать жизнь заново. Если получится. Если получится. Значит, попрощаться приехал. КОНЕЦ КОНЕЦ Пап, чего это ты тут делаешь? Вот, дочка. Ружье зачем? Вот, почистить решил. Ружьюшка ухода требует. Пап, ты опять? Мама же будет ругаться. Это мамке не говори. Я-то не скажу. Она же все равно заметит, ты же ее знаешь. Коля! Ты что расселся-то? Ружьишко очищу. Что, с утра уже? Ружьишко-то начистил. Да. Ты что, Ксюша? Ты что выдумываешь-то? Не стыдно, нет? Ты себя со стороны-то видел? Алкан-алканом. Мам. Че, мам? Че, мам? Защищаешь его? Хочешь, как сосед, под забором замерз? Зачем ребенку такие вещи говорить? Борис Степановна, это я. Письмо вам наконец пришло. Ой, Анюта, проходи. Сынок мой приехал. Добрый день. Письмо, наверное, уже не актуально. Да положи, я потом прочту. Смотри, какой красавец сын мой. Я вас помню очень хорошо. К сожалению. Мне удивительно. Я была совсем девчонкой. Да что ты стоишь-то, как неродная? Садись с нами чай пить. Да не, я пойду. Вам тут не до меня. Какая девка хорошая выросла. А ведь это она придумала, чтобы ты мне письма писал до востребования. Сама вызвалась в город ездить за ними. А то знаешь, как тут в деревне-то сразу разнесут. Да еще приплетут, чего не было. Я ж никому тут не рассказывал. Мама. Ничего, ничего. Сейчас отпустят. Переволновалась. Коля, да ведь что? Все-все. Все прошло. Давно было у врача. Сережа. Ну какие тут врачи? От них скорее помрешь, чем от старости. Болелась-то, маленькая моя. Надо держаться, милая. Надо держаться. А то бабка твоя тоже расстроится, если ты не поправишься. Да? Все. Все-все. Все будет хорошо. Все. Попробуем антибиотики подавать. А вось охлевается. Ой, хотя где их взять-то? Месяц уже посылку из города жду. Разберемся. Вот сглазил кто-то мою зореньку. Ничего. Повоюем еще. Повоюем. Все, пошел. Красавица ты моя. Хорошая ты моя. Анюта, здравствуй. Добрый день, Летина Ивановна. Новость-то слышала? Марий, сынок, приехал, Сережка. Да, я знаю. Красавец такой. Только что-то не то с ним. Другой какой-то. Вроде Сережка, а вроде не он. Люди меняются. Вы же вас столько лет не видели. Ну да, да. Ой, Аня, у меня же письмо к тебе. Сейчас, погоди-ка, куда делать-то? А, вот. На-ка, здесь. Ага, ну да. Оля. А-ка, ну да. Оля, Оля! Черт, ворожью. Оля, держись. Надя, Гарина, чубики. Слышишь, милая? Давай, бегу, быстрее. Держись. Ой, держись, милая. Держись. Оля, я не могу. Оля, я не могу. Так, что ты будешь делать, а? Сейчас. Что ж так? А ты связь поганая, а? А что ты будешь делать? Ушел, Горыныч, на осмотр пошел. Вот здесь должна ловить хорошо. Сейчас, сейчас, Нанька. Сейчас. Не, мы так с тобой до морковного заговения будем звонить. Вот что, Наденька. Так. О, я тебе даю бинт. Иди домой. Пусть мама попробует тугую повязку наложить. Поняла? Тугую. Давай. Я Горыныча пойду. Поищу. Где? Там, там во дворе. О, ты господи. Прижил, прижил. Ну, что тут вот? Вот, ума палаты говорила, что дружья этого чертова не было дома. Нет же, все, наперекур надо. О, Николай. Как ты умудрился-то, ну? Я рассчитал. О, ты господи. Плохое дело. Пуля, должно быть, там застряла. Ее же это, вытаскивать надо. Держи. Держи вот так вот. Держи. Это же целая операция. О, господи. Там же нервы. Скорая на твоем вызове. Сосуды. Надо это, в больницу ехать, в больницу надо. Никуда я не поеду. Тихо. А помирать ты начнешь? Я что с тобой здесь буду делать? Держи. Не дождешься? Род свой закрой. Горыныч, делать что? Скорая не приедет, они на другом вызове. Машину искать, в больницу поедем. Держи. Держи вот так вот. Николай, смотри. Смотри на меня. Видишь? Вот. Держи. Держи, ты главное не открутяйся. Надюша? Ой, тетя Ани, я вас не заметила. Что случилось? Пап, я к плечу выстрел. Срочно в больницу надо. Мама сказала, идти к участковому. Машину нужно выстрелить. Ложе, сейчас я позвоню Андрею Витальевичу. Алло, Андрей? Андрей, ты меня слышишь? Крутого надо. Срочно в больницу. Ты слышишь меня? Да ну что ж такое? Легче добежать. Если вы к Андрею Витальевичу, его нет. Как нет? Ну вот так, в город уехал. Это что, папа теперь умрет? Нет, конечно, нет. Что ты такое говоришь? А что случилось-то? Машина нужна. Срочно в больницу ехать. Николай поранил себя. Ну, это у вас не получится. Дороги размыла. У участкового хотя бы УАЗик есть, а у остальных легковушки не пройдут. Ну, ладно. Пока. Так. Дорогая, не плачь. Не плачь. Сейчас что-нибудь придумаем. Так. Знаешь что, ты беги домой, а я одного доктора приведу. Хорошо? Беги, беги. Сергей, срочно нужна ваша помощь. В чем дело? Крутов выстрелил в себя, истекает кровью. Некому везти в больницу. Нужен хороший доктор. Я не могу. Что? Как-то вы не можете. Человек умирает. Как вы можете быть таким равнодушным? У него ребенок. Анна, я вам сказал, я не могу. Субтитры сделал DimaTorzok Коль, ты потерпи. Слышь? Милый, потерпи. Сейчас Аня доктора приведет. Ну, где доктор твой? Коль, не придет. Как не придет? Что, что делать, что? Да я боюсь! Как бы хуже не сделать. Я же ветеринар, корову могу вывесить, а тут вон… Ну, делать-то что-то надо! Отойдите. Пуля застряла в плече. Место неудачное, рядом сосудистый пучок. Еще и встала поперек. Я же говорил, я же говорил, что все непросто. Что делать будем? Вынимать? Как вынимать? Прямо здесь? Это же опасно! Это же… Это же можно повредить нервы! Это же… Это же не каждый врач в больнице возьмется! Есть другие предложения? Нет. Тогда показывай, что у тебя есть из инструментов. Вот. 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 Ну, я же ветеринар. Попробуем тем, что есть. Спиртное есть? Есть. Без 100 грамм-то никак? Не для меня, а для мужа вашего анестезия. Ну, он и так уж вон, в кондиции. Может не хватить. Ты не его сможешь пить? А это да, это за всегда, пожалуйста. Давай. Коленька. Коленька, родной мой. Давай. Давай. Пока разрешают. Давай. 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 Соберись, будешь инфицировать. Ага. 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 Зашить сможешь? Я? Я? Могу. Понял. Ну что? Да я же только крупно-рогатый зашиваю. А тут... Давай еще анестезии. Давай. Поля, еще. Давай. Еще. Вот так. Все. Я с ним. Сергей! Сергей! Я хотела извиниться перед вами за то, что сорвалась. Простите. Не подумала. Вам, наверное, нельзя лечить после... После заключения, да? В общем, вот. Спасибо вам за то, что вы спасли Николая. Сергей! Прихватите с собой Гарлиныча, а? А то он там, если еще немного останется, я его одна до дома не дотащу. И так он уж еле лыко вяжет. Мне своего калеки достаточно. Странный какой. Неразговорчивый? Да. С характером, товарищ. Ну, Серега, как ты это, а? Как ты смог ее подцепить-то мастером? Ты золотые руки себе с такими руками, знаешь, цены не будет. А главное-ка ты понял, как, что она там, а? Под ноги смотри. Ну, здорово. Привет. Надолго к нам или так? Погостить? Мать навестить. Вспомнил наконец, что мать у него есть. Мужики, мужики, ну вы чего? Ну, не надо, ну... Все-таки родные... Нормально все, Горюныч. Нормально. Серег, чего вы как дети малые, а? Все никак помириться не можете. Ты хоть расскажи, что у вас случилось тут, Влады? Да дело прошлое. Нечего вспоминать. Идем? Идем. Это был несчастный случай. Я поняла. Ты же не думаешь, что специально? Нет. Нет. Думаю, нет. Устала я, Ань. Устала я. Не могу. Не могу я больше с ним жить. Ох, Господи, ушла бы не оглянулась. Я не знаю, что еще может вытворить. Я же потом себе этого просто не прощу. Надя тебя не поймет. Во всяком случае сейчас. Маленькая она еще. И потом отец для нее это свет в окне. Ты же видишь, как она к нему. С отъезда надумала чего? Не знаю. Не думаю, что смогу. Уезжать тебе надо, Аня. Уезжать. Возможно, я еще подумала. Нет. Ты мне объясни, как ты смог мне надеть сосудистый паучок, а? Как ты вообще догадался, что в пуле в мышечной ткани застряла поперек? Это же без прибора не понять. Так, Горанич. Давай, я пулю достал, да? Достал. Но ты об этом молчишь, так? Нет, не так. Не понял как. Лучше давай скажешь, что ты сам сделал экстракцию. Я не делал экстракцию. Мне не надо, чтобы в деревне знали, что я делал операцию. Как это деревня? Тут ничего ни от кого не утаишь. Ничего от людей. Слышишь, мне не надо, чтобы люди на меня надеялись. Слышишь меня? Куда ж тебя? Пойди давай, пойди! Пойди! Уедешь, значит, да? Серега, нам врач вот как можем. Старики вон без врача загибаются, спасаются только молитвами и травами. Я бы сам мог, но у меня квалификация не та. Серега, Серега, ну ты нам очень нужен, очень. Не могу. Все, закрыли разговор. Ну, уедешь, значит. Мать бросишь. А мне ведь сердцем совсем плохо. На днях вон Анютку врача вызывала из троих центров. Тот сказал, операция обязательно нужна. Что без нее никак. По Степановым все артачится. Нет, лучше здесь, по-моему, лучше здесь, по-моему. А что ты меня так слышишь? Не знал, что ли? Вот так вот. Ну, короче, я про грибы слышал от одного пацана из Бавровки. Он в этом деле спец. И что он говорит? Ну, короче, тут суть в том, чтобы не перебрать. Понимаешь? Ну, как сказать. Куда это он? Да мало ли. Тебе какое дело? Короче, слушай дальше. Хочу с Надей попрощаться. Надя! Надь! Аня уходит. Иди попрощайся. Странно. Она без спроса никогда не уходит со двора. Иди попрощай. Иди попрощайся. Иди попрощай. Иди попрощай. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Эй! Кто-нибудь! Помогите! Я заблудилась! Мама! 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 Андрей, Надя пропала. Во дворе была. Потом ушла куда-то, ничего не сказала. А дома смотрели? Может, спит где? Да, конечно, смотрели, звали. Нет ее нигде. По деревне спрашивали? Да, конечно. А что вы Надьку ищете? Я ее у леса видел. Когда? Ну, может, час назад. Она там одна была? Типа того. Чего вы на меня так смотрите? Чего вы стоите-то? Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Не подходи ко мне! Нет! Мама! Тихо, тихо, я не обижу. Соблудилась. Тебя как зовут? Смотри на руку вот сюда. Не бойся. Сейчас ты уснешь. Тихо, 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 тихо. Молодец. 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 Папа, дай руку, пап. Папа, дай руку, пап. Ты же дочка Крутовых, верно? Я к маме хочу. Куда она могла подеваться? Андрей, что делать? А? Время же идет. Спокойно. Сейчас деревню поднимем. Фонари возьмем. Ты опять же господин прочесывать. Я еще в управлении позвонил. Тут подмогу прислали. Надя, Надька, Надя, девочка моя. Надя, Надя, где ты была? Где вы ее нашли? На крыльце у нас спала. А как она туда попала? Сам пытался узнать. Ничего толком не сказал. Прости меня, пожалуйста. Девочка. Надя. Почему ты ушла? Дедка, почему ты ушла? Почему ты ушла? Мам, ты не уйдешь от папы? Не уйдешь? Скажи мне, что не будешь. Ну, пожалуйста. Я обещаю тебе, обещаю. 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 Ой, девочка. Тетяня, если ты уедешь, я пойду с тобой. Хорошо? Хорошо. Надюша, я не уеду, пока ты не вырастешь. Чуть круглый. Зацепа, Андрей Витальевич. Можно просто Андрей. Иванов. Сергей Иванов. На слышном твоем приезде. Пообщаться бы. Поговорить. Ну, не здесь, конечно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Хочу понять, кто я, что я могу еще делать, кроме медицины. Если все чего-то от меня ждут, то я ничего им не могу дать. Я пустой. Меня как будто нет. Бедный мой сынок. Шурка, Шур, спишь? А я тебе чистенькое принесла. Это в черепе? Мам, давай не будем об этом. Я просто хочу, чтоб ты знала. Я не был виноват в смерти этого парня. Я сделал все, что смог. Я не сомневаюсь. Я не сомневаюсь. Давай. Иду. Мишка, твой дома? Да спит уже. Давай буди его. А что случилось-то? Я что, Шурку не могу найти. Не знаю, на звонки не отвечают, что это сердце не на месте. Пойдем посмотрим. Миша. Мишка. Мишаня. 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 Слышишь? Мишаня. Слышишь, вставай. Миша. Глаза раскрой свои. Мам. Мам. Что за дела-то? Я сплю давно. Миша, ты Шурку давно видел? Шурку? Давно, тетя Валю. Еще светло было. А что? Да ничего, найти не могу его никак. Куда он денется? С ним все окей, я думаю. А, он это, он домой вроде собирался. Ну я точно не знаю. Ой. Ну может он дома спит? А ты его просто не увидела. А, я сумасшедшая совсем. Да нету дома его. Ну Валь, ну ладно тебе. Что думаешь, в шкафу что ли прячется? Да не паникуй ты. Да ладно, извини меня. Найдется. Мишка, получишь у меня. Чего не спишь? Так ты тоже не спишь. Ну да. Выходит, оба не спим. Можно зайти? Андрей. Аня, я по делу. Чего ж так поздно-то по делу? Слушай, ну разговор есть. Я ненадолго. Когда скажешь уйти, я уйду. Дверь раскрою. Да че дверь? Ну да, лучше дверь. А то люди взрослые уже. Через окна лазят состоявшиеся. Шура. Сынок. Сыночек. Что случилось? Шур, что с тобой? Ой. Шурочка, где больник? Сыночек. Ты меня слышишь? Сынок. Ну-ка посмотри. Посмотри на меня. Ой. Ну-ка давай вставай. Давай вставай. Вставай скорее. Господи, никого нету-то. Ой. Давай. Не дотащить меня тебя будет. Никого нету-то. Шурочка, вот так. Вот так давай. Вот так. Вот так. Вот так. Ой, хорошо. Вот так. Я сейчас. Я сейчас, Шур. Сыночек, я сейчас. Я сейчас. Как посмотрю на него, сразу тебя маленький вспоминает. А помнишь, как ты боялся спать дома один? Да. Сережа, маленький. Помоги. Шуркин, ему плохо. Я не знаю. Он как не живой. Прям. Около дома. Я даже защитить его не смогла. Значит, считаешь, что это несчастный случай был? Да, конечно. Как иначе? Не знаю, не знаю. Чего он вдруг за ружье-то схватился? Не помню, чтоб Крутов сильно охотился. Нет, сейчас. Раньше Николаев был знатным охотником. Не знаю, может, он решил к этому вернуться. Но все равно как-то странно. Поговаривают у них с женой нелады. Вы с Ксенией подруги, может, слышали чего? Мы как-то не обсуждаем семейные дела. Это лично сами разберутся. Мне кажется, у всех неладно, кого не возьми. Что ж теперь? Из-за этого стреляться, что ли? Ну да, ну да. Ладно, надо с доктором поговорить. Ну, который к матери приехал. Иванов Сергей. Угу. Ты вообще не знаешь, что он за мужик-то? Ну, смотри, шушукаетесь. Мало ли, а ты ничего знаешь. Мы с ним как-то мало общались. Ну, вроде нормальный. Не очень разговорчивый, так слова не вытянешь. Не знаешь, надолго он к нам? Не знаю, здесь Маша ничего не говорила. Ладно. Завтра я с ним сам поговорю. Ой, Тимон. Ну-ка, смотри на него. Вот так вот. Слышишь меня? Да. Да. Вот, открой. Делал сегодня что-то необычное? Нет. Как обычно. Алкоголь, таблетки принимал какие-нибудь? Нет. Душать сложно? Немного, да. Живот болит? Все болит. Что это с ним, а? Что такое, Сережа? Нужна питьевая вода и полотенце. Что говоришь-то? Валентина Ивановна, питьевая вода и полотенце. Ага. Идти сможешь? Нет, не смогу. Так, давай. Ты здоровый кабан, мне тебя не дотащить будет. Давай я помогу. Питьевая вода и полотенце. Да ладно, ладно, еду. Мама. 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 Мамочка. Мама. Мам. Ты чего? Ты чего, милая? Почему не спишь? Кошмар поснишься. Ты меня страшный дед в лес увез, а там темно, елки все лысые. Я тебя зову, а ты не слышишь. Ты где была? Милая, да я вот прогуляться перед сном вышла. Воздухом подышать. Пойдем-ка в дом. Давай-давай. Пойдем, скорее в дом. Ты что, посидишь со мной, пока я не усну? Конечно, посижу. Конечно, посижу. Слышишь? Что это там? Да нет никого. Никого нет. Может, видно живность какая. Пойдем в дом. Нет. Это не живность. Вон там кто-то ходит. Вдруг это страшный дед. Да ты чего? Какой страшный дед? Какой страшный дед? Что ты? Вот азерка ты моя. Иди в дом. Слушай, иди в дом. Иди. Старший дед. Ну что, получше? Угу. Смотри. Чего? Чего принимал? Ничего. Ничего я не принимал. Друзьям с вами больше тебе сказки рассказывать. Марки, таблетки, что? Отстаньте. Мне и так хреново. Могло быть еще хуже. Сейчас бы здесь передо мной не сидел. Ладно. Ну здесь отдыхай. Вернемся еще к этому разговору. Могло быть обычная вещь. Как лента прияда salvation в дом. Могло быть еще ни дед. Поехали уже ни на края. Главное, космет NESНО по-духали. И это? Я дядя? Спасибо за чай, за печенье, ну, вообще. На здоровье. Ну, что, спокойной ночи. Вопрос, конечно, относительный. Ночи у меня в последнее время стали какие-то беспокойные. Всё думаю, размышляю, заснуть не могу. Я книгу, надо, читаю, очень помогает. Ань, это, Ань, ты не думай. Я ж не просто так. Может, говорю некрасивый, может быть, не то, что надо, но у меня всё серьёзно. И жениться, и деток я тебя на руках носить буду. Неужели этого мало? Прости. Прости, Андрей. Прости, дело не в тебе, просто я неважно себя чувствую, голова раскалывается. Так, может, таблетки какие нужны, я в город смотаюсь, там дежурная аптека есть, ты только скажи. Ты очень хороший, Андрей. Спасибо. У меня есть таблетки, просто, наверное, надо отдохнуть, я очень много нервничала в последнее время. Ну, ладно. Ну, если что, ты свистни, я книгом. Конечно. Что это не так, что я тяну? Пока нет. Давай. Что это ты? Как пиас? Великолю. Рисолю. Взлёв. Валя. 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 И чем он вообще занимается? У него есть какие-то увлечения? Да ну, какие тут увлечения. Он с другом, с Мишкой по деревне, он шастает с утра до вечера. Или сидят в телефоне, пялится, да все. Ты Валентина Ивановна ничего в последнее время странного за ним не замечала? Ты что, Сережа, все вокруг да около-то ходишь? Ты мне скажи, что с ним такое-то? Наркотики. Похоже на наркотики. Господи. Да откуда здесь наркотикам до деревни взяться? А потом говорят, они с таких денег стоят. А вон, погляди-ка, копейки считаем с сыном. Просто понаблюдай за ним и если что заметишь, сообщи. Хорошо, спасибо тебе, Сережа. Ой, я колбасу да совсем забыла. Какую колбасу? Так колбаса, хорошая, домашняя колбаса-то. Погляди какая, в городе-то поди, нету такой? На-ка. Что ты выдумываешь, Валентина Ивановна? Ну оставь себе. Да ну ты чего, это же я благодарна за сыночка, за моего, Сережа. На-ка вот, держи-ка. Благодарность, от благодарности отказываться-то нельзя. Примета плохая. На-ка вот. Спасибо. Да тебе спасибо, Сережа. Мам. Мам. Тебе не хорошо? Ничего, отпустят. Так, тонометр, думай, есть чем измеряешь давление? Ничем. Так, по ощущениям. Ясно. А выше, наверное, какие дома есть лекарства? Ну, локардия-то. Горчичники есть? Горчичники? Сто лет их не покупал. У кого в деревне могут быть сейчас горчичники? Даже не знаю. О, они вот. Она запаслива. Да. Все, лежи, не двигайся. Я скорый, ладно? Вы? У вас горчичники есть? Горчичники? Да, если можно, то быстрее. А что у вас случилось? Это для матери нужно снизить давление. Это очень странный способ. Есть и более прогрессивный. Для этого нужны нормальные препараты, не блокардия на все случаи в жизни. Или нормальный врач, который, наконец, начнет лечить людей в деревне. Вы надолго здесь? Нет, скоро уезжаю. Может, вы все-таки останетесь у нас как доктор? Я понимаю, для вас теперь здесь все чужое, но мать, она же своя, родная, другой не будет. Она вас так ждала. Анна, я не ваш ученик, и мне не 10 лет. Вот. Спасибо. Я с вами. Сам справлюсь. Знаете, моей мамы нет уже несколько лет. И я часто думаю, если бы я могла хоть как-то... хоть ненадолго еще продлить ей жизнь. Я бы сделала все, что угодно. Не все в нашей власти. Спасибо за помощь. Вот так вот. И еще один. Скоро давление снизится. И станет полегче. Это что же, теперь в городе так учат? Нет. Так в спартанских условиях снимают высокое давление, если ничего нет под руками. В городе как раз... высокие технологии. Я понимаю, к чему ты ведешь. Нет. Почему, мам? Неужели вот так вот лучше мучиться? Не верю я врачам. Ведь она и до смерти залечит. Что за бред? Ну, что за деревенские сплетни? Ну, вы понимаете, врачей, чтоб судить, да? Каждый норовит ткнуть носом доктора. М? Семь лет вначале в институте отучитесь. Потом ординатура. Потом практику в больнице пройдите. И хоть одну, хоть одну операцию, мам, сделайте. Вот тогда и будете судить. Извини. Это ты меня прости. Я же все понимаю. Я верю, есть хорошие доктора. Вот к тебе бы я легла под нож, даже не задумываясь. Ну, вот кто тебе позволит меня оперировать? Нет. Ну, и они единственные хорошие доктора. Иди сюда. Где ты? Скорее! Ты где? Я тебя не вижу. Я тебя не вижу. Где ты? Куда мне идти? Я тебя не вижу. Я тебя nothing. Я тебя не вижу. Где ты? Я тебя не вижу. Ты где она? Я тебя не вижу. Ты что угадал? Я тебя не вижу. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Сергей, а я как раз вас ищу Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Присаживайтесь Вот это что ли, доктор? Ага Хороший. Фельдшерский пункт у нас, конечно, так себе. Ну, давно не работал. Да угощайся. Крыша там покосилась, внутри кое-где прогнило. Ну, вот не волнуйся, я мужиков позову, через пару дней будет как новый. Что еще? Медикаменты всякие, приблуды ваши докторские, закажу в райцентр, у меня лазейка есть, не откажут. Ну, Серёгка, соглашайся. Не могу, Андрей, ехать надо. Серёг, все условия создам. Соглашайся. Судимость у меня и запрет на работу. А если фельдшером? Ну, для этого сертификат нужен. Так я тебе сделаю в лучшем виде, а? Только фальшивых справок мне не хватало. Обижаешь, Сергей? Справка будет самое что ни на есть, настоящая. Фальшивая, быстро, без всякой волокиты. Не. Не могу. Прости. Николай из-за этого стрелялся? Да не стрелялся он. Случайный выстрел был. Гуля вообще ничего не знает. Я как я ему скажу? Ну, с ним. Ей не было ничего. Я не знаю уж лет сто. А отец ребенка в курсе? Не хочу ему ничего говорить. Ну, вот. А смысл? Я все равно рожать не буду. Может, подумаешь еще? Может, как-то разрулится? Разрулится? А как? Само рассосется? Или, может, тебе этого ребенка заберешь? Да. Прости, пожалуйста, я... Не знаю, что несу. Что-то я... Просто на нервах тебе. Слышала, Сережка твой приехал. Приехал. Надолго. Ну, ясно. Что им тут в деревне-то? На стариков, что ли, смотреть? Кто в городе пожил, сюда арканом не затащишь. Важные, гордые стали. А вы, старье, подыхайте, как хотите. Тихо. Хорошо. Я останусь, но только до тех пор, пока ты не найдешь доктора для деревни. Молодец, Серега. Вот знал я, что ты хороший парень. Так. Ну, пойдем. Покажу тебе твое рабочее место. Ну, дверь мы поправим. Тут работа на полчаса. Ну, с крышей посложнее, но мы тоже все сделаем. Ага. Ты понимаешь, нас всю дорогу не могут в райцентр сделать. А по той, что имеется, мы народ не всегда успеваем до больницы довезти. Да и там свои тараканы. Запишись, подожди, заплати. Да. И очередь на месяц вперед. Вот и лечится у нас народ в деревне. Чем может и как может? А почему? Потому что доктора своего нет. Препараты сможем достать какие-нибудь? Приборы, инструменты. По минимуму стетоскоп, тонометр, пульсоксиметр. Пульсоксиметр. Ну, да. Нам же райцентр кое-какую денежку выделяет. Потребуем. Ты знаешь что, напиши мне все на бумаге. Все, что надо. Препараты там вот эти, пульсоксиметр. А лучше что, давай-ка мы вместе в райцентр съездим. Вот и договорились. У меня дорога раздваивается. Не знаю по какой ике. Притормози здесь. Зачем? Притормози здесь. Эу! Пацаны! Шурка, смотри-ка на меня. Да вот еще. Чем закидываешь, кто наркотики поставляет? Это не наркотики. А ты чего к пацанам предстал? Ага. Да, Валентина просила с сыном по-мужски поговорить. А то он бездельничает, целыми днями шляется где-то. Угу. Так они у нас все так. Ладно, поехали. Отсадим на эту штуку пацанов из соседних деревень. Сначала дадим бесплатно попробовать, а потом мы будем с них бабло устричь. А? А если они проболтаются, то смогут того в тюрягу посадить? Во-первых, не в тюрягу, а в колонию для несовершеннолетних. Во-вторых, они что, идиоты? Кай всем нужен. То нас дастся, а. Но прикинь, сколько мы с них денег срубим, шурец, и в город переедем. А уж там-то я и развернусь. Сынок, где ж ты все ходишь-то? Сынок, где ж ты все ходишь-то? Мам. Я остаюсь. Ну, что с розовой? От счастья, сынок. Ну, это временно. Пока участковый и вам не найдет хорошего фельдшера, и пока мы с тобой не решим вопрос. Нужно подобрать правильную терапию, раз ты отказываешься от операции. Спасибо, Господи, что дал мне такого хорошего сына. Сынок. Вот откроем фельдшерский пункт. И будет у нас не хуже, чем в райцентре. Да прямо, ага. Один живый доктор тебе сейчас все проблемы решит. Он хороший хирург. Я справки наводил. В Москве на хорошем счету был. До поры, до времени. А потом что? А потом сел за врачебную ошибку. Серьезно? Иванов сидел в тюрьме? Вот те на... Да ладно тебе. С кем не бывает. Случается, что и хороший человек может в историю попасть. Угу. Это Марин. Марин. Ты чего? Что случилось? Ничего. Тебе плохо? Не знаю. Сиди. Сейчас я приду. Сергей. Ну-ка, придержи ко мне. Да что ж такое? Вот. С этой стороны подержи. Сергей! Сергей, срочно нужна ваша помощь. Эй, эй! А мне кто поможет? Савва, подержи хоть ты. Смотри на меня. На меня смотри. Соль есть? Это найду. И питьевую воду. Солюной раствор нужно делать. Хорошо, сделаю. Ну, что с тобой было? Не знаю. А если подумать? Ну, мне надо идти. Я уже норм. Похоже, ребята в деревне чем-то развлекаются. Что вы имеете в виду? Психотропные средства я имею в виду. Не может быть. Очень даже может. С кем Марин дружит? С Мишкой, сыном продавщицы. А Мишка лучше друг Шурки, сына почтальоныша. Да. Ясно, понятно. Ясно, понятно. Да Воля! Так, Валентина Ивановна, ты еще сидишь домой и ждешь там Шурку. Хорошо. Мы с Гаранчем сами разберемся, ладно? Хорошо, Сережа, хорошо. Тьфу ты, Господи. Света, Светка! Да! Где Мишка твой? А я откуда знаю, шляется где-то. Лучше бы помог мне коробки разобрать. А то, знаете ли, женщине сложно одной тяжести таскать. Давно ваш сын трубку не берет? Ну, где-то около часа. А что? Он вам зачем? У Вальки сына пропал. Мы хотели у Мишки узнать дело. Валька панику наводит, что ли? Ага. Да пробегается и вернется. Чего ему будет-то? Ну, я когда звоню из домишки, спрошу. Ладно, позвони потом. Обязательно только позвоню? Да позвоню, позвоню. Марин, стой! Стой, подожди! Рассказывай все, что знаешь про Шурку и Мишку. Чего? Ничего. Ты знаешь, что за распространение наркотиков можно сесть в тюрьму? Это они тебе дали попробовать, Шурка и Мишка. Кто? Отвечай. Ну, говори, а то я тебе сейчас участковому сдам. Да не наркотики. Грибы простые. Они где-то в лесу рвут. У них там штаб или как его там? Ты была в этом штабе? Где он находится? Не знаю я. Они между собой разговаривали. Мне руку больно. Извини. Смотри у меня. Да. Шурка! О, а вон там что-то. А ну-ка. Шурка! 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 Шурка да. Шурка. Что та? Серега, Валентина-то не приживет. Что ты сделал-то, идиот малолетний? Как мы, как мы, как мы, как мы и вали-то скажем, а? Серега, неужели ничего нельзя сделать, а? Ну, хоть что-нибудь. Шурка, Шурка, вставай! Вставай, Шурка, вставай, 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 Шурка! Шурка, вставай! 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 Неужели ничего не есть где-то, Серега? Оставьте его! Ты что, доктор, жить надоел, а? Разошлись! Быстро! Все, готов, что ли? Не надо! Остановись! Бесполезно это все! Испочути! Чудо! Шурка! Да! Шурка, дыши! Дыши, Шурка! Ой! Ой, чудо какое! Чудо, чудо, чудо! Давай, к воде его нужно промыть желудок! Он там! Давай! Давай! Ноги! Ах! 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 Я же ему говорила, что не дружи ты с этим Шуркой! Ну, проблемный он! Мишка твой здоровый кабан уже! Свою голову на плечах должен иметь! По-моему, Шурка хороший мальчик! Добрый, искренний! Другой вопрос, что детям тут заняться нечем! Ну, конечно! Шурка, значит, у нас теперь хороший, а Мишка, знаете ли, плохой! Что ты сразу обижаешься? Я же этого не говорила! Вон он! Ну, сейчас я ему покажу! Спокойно! Сам разберусь! Без ваших женских истерик! Не рыпайся, пацан! Бороться со мной бесполезно! Куда шел? Ладно, пошли в отделение, скажешь! Давай, давай! Хорошо, хоть что-то успели из райцентра привезти! Ну, то пришлось бы сейчас тебе марганцовку литрами пить и с заговоренной водой голову окроплять! Дядя Серёжа! Спасибо вам большое! И простите меня, пожалуйста! Это прощение у меня просил матери своей! У меня чуть разрыв сердца не случился! Имей в виду, следующий раз может быть последним! Не будет больше никаких разов! Потом смотрю, ему совсем хреново стало! Не откликается! Я думаю, капец! Если нас накроют в лесу, да ещё и под кайфом! Ну и надо что-то делать! Вот я и дёрнул край центру! Да, ничего не скажешь! Хороший друг! Ну, а что мне надо было делать? На помощь звать? Тогда бы нас двоих спалили! А так только Шурку! Но я бы затерялся в городе, начал бы новую взрослую жизнь! А как же мать? Я бы ей смс-ку отправил, что, типа, со мной всё ок! Ты где, говоришь, ребята взяли? Это... Нам парень один их давал из соседней деревни! Из какой деревни? Как зовут? Опознать сможешь? Ну... Такой парень! Парень, как парень! Типа, в худи, с прической, вроде без особых примет! Ими я его не спрашивал! Угощайся! Твои любимые! С грибами! Твои любимые! Грибами! Так! Угу! 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 Жуткая история. Надо как-то выяснить, где они берут эти грибы. Серега сказал, что собирается пойти в лес. Он примерно знает, как они выглядят, чтобы найти эту грибинцу. Надо знать точное место. Лес большой, так можно десять лет ходить. Да, он разберется. Я в него верю. Хороший парень. Ты бы к нему приглядела, что ли, Анюта? Ладно, Карина, сейчас пойду. Дела много. Что? Ну, иди, иди. Мужик, ты рузьё-то убери. С оружием шутки плохи. Тебе чего тут надо? Я тут загладился немного. Дорогу в деревню искал. Зачем к деревню шёл? Живу я там. Врёшь. Я пятнадцать лет здесь не был, в городе жил. Мать решила навестить Иванову Марию Степановну. Ты её сын? Ага. Рузьё-то убери. Ты и так мне вдарил. За всей силой вдарил. Ох. Да? Аня, можно к тебе? Конечно, заходите. Присаживайтесь. Спасибо. Сынца Ивановна. Анечка, я посоветоваться пришла. Совсем что-то, сынок, мой от рук отбился. За что случиться, я не вынесу, Ань. Не переживайте так. У него же сейчас этот переходный возраст. Чё мне делать, Тань? А вы его ко мне пригласите? Придумайте что-нибудь, я попробую с ним поговорить. Знаешь, я чё, я скажу ему, что, может, кака помощь тебе нужна. Да, вот, отлично. Деревенских-то я всех знаю. А до других поселений тут далеко, так что чужак редко сюда добирается. Да и лес здесь непростой. В прежние времена много людей пропадало. Ага. Про лес я знаю. Мне бабушка ещё в детстве эти сказки рассказывала. Да, сказки. Это не сказки, это легенда. Сказка же это вымысел, аллегория, а легенда то, что когда-то было на самом деле. Ну, а у леса свои законы, которые надо уважать, понимать. Ну, а вы травами занимаетесь, это такая народная медицина. Ну, это скорее природное врачевание. Ведь всё вокруг человека, для человека есть и внутри него. А болезни же они ведь из ниоткуда не приходят. Они генерируются нашими помыслами, нашими поступками. Да, про эту теорию я слышал. Ну, скажи, научный прогресс. Вы же умный человек, не станете отрицать пользу достижения науки. Да, конечно, наука это хорошо. Только наука развивается там, где в неё вкладывают деньги. А эта область я зачастую не для прогресса, а для убийства земли. Там кто-то есть? Нет там никого. Мам, ну всё, что ли? Этот-то хоть последний? Стала уже эти ящики таскать? Ой, достала. Ты глянь-ка, достала его. Как дело делать, так его достала. В колонии защиту не так повкалывать придётся. На-ка, держи. Там тебе ума-то прибавят. Спасибо. Мам, ну хватит уже с этой колонии. Иди, не болтай уже. Башкой в следующий раз будешь думать, прежде чем всякой ерундой заниматься. А зря ты так с ним. Он от этих слов только злится. Чего добьёшься? Возраст у него сложный. Лучше как-то по-доброму. С любовью. Да уж, с любовью. Много эта любовь помогает. Тебя вон дети все в город умотали, а муж каждый день под градусом. Вот помогла тебе эта любовь? Слушай, не буду. Отправлю его в интернет, и пусть его там воспитывают. С любовью. Не могу больше. Веришь, сил мои закончились. Нету. Все. О, Семеновна, привет. Проходи давай. Проходи, проходи. Ладно, пора тебе. Направление покажу, а дальше сам дорогу в деревню найдешь. Ну, как хозяин леса должны знать, где здесь горница такая с грибочками и осугами, то пацаны из деревни повадились собирать их. Один чуть на тот свет не отправился и еле откачал. Во-первых, не я хозяин леса, а лес тут хозяин. А ты врач, что ли? Ну, теперь уже бывший. А сюда зачем приехал? Пусть говорил, мать навестить болеет она. Так ты ненавидь, ведь попрощаться с ней приехал. А потом опять уедешь. Маешься, все. Места себе не находишь. Ты сначала найди место себе вот здесь. Жалей, гостям, гостям. Ещеliedロхан. Теперь, дорогие, как ты думаешь, а что ты сам земляешь? Андрей Юрьевич, приветствую. Привет, Петровна. Говорят, доктор у нас теперь в деревне будет. Да, Иванов. Доктор что надо, городские обзавидуются. Да прямо уж так и позавидуют. Ну. Слышал, а я сидел он? И что теперь? А уголовникам разве можно лечить людей? Ну, Сергей не уголовник. Он свое сидел. И фельдшером имеет право работать. У него бумага есть. Или ты, Вера Петровна, хочешь, чтобы у нас в деревне все позагибались? А? Да как-то без него жили и... Как жили? Каждого второго до больницы не довозили? Вон, ветеринара подвязали, людей лечить, потому что больше некому. Вы сами ко мне ходили и стонали, потому что загибаетесь без врача. А теперь что? Недовольство пошли? Что? Ты мне эти экстремистские высказывания брось, чтобы я их больше не слышал. Понятно? Поняла, поняла. И другим передай. Поехали. Серёжа? Серёж, ты где был? Тебя участковый искал? По делам ходил. Всё в порядке. Ты как будто не в себе немного. Всё у меня хорошо, мам. Так что там говоришь участковый? Так искал тебя. Медикаменты какие-то привёз. Медикаменты – это хорошо. Да? Анна Михайловна, здрасте. Привет, проходи. Это мама-ка меня послала к вам. Сказала, что-то помочь надо. Да. Да, надо… Вот эти старые книги закинуть на полку. Хорошо. Сделаю. Ага, давай. Сейчас я ещё принесу. Тяжёлая. Ну да, книги тяжёлые. Давай я помогу тебе. Не, спасибо. Я сам. Чё, я не мужик, что ли? Сам справлюсь. Не понимаю. Неужели реально кто-то все эти книги читает? Ну, все книги, наверное, нереально прочесть. Ну, по интересам кто-то одним увлекается, кто-то чем-то другим. Есть такие люди, которые за всю свою жизнь прочитывают тысячи книг. Скажете, тоже тысячи. Ну да. Только представь, сколько нужно перелопатить материалы учёному, чтобы написать диссертацию. Не, ну, только если учёные… Но это невыгодно сейчас. Кто пойдёт в учёные? Сейчас программы компьютерные рулят. Всё можно найти в инете за пять сек. И книжки особо не нужны. Но вот игры – компьютерная вещь. Гонялки, стрелялки я не очень. Мне вот ходилки разные нравятся, где надо башку напрячь, подумать. Здорово. Может быть, ты придумаешь какой-нибудь квест для ребят? Ну, чтобы бегать там, всякие задания, выполнять тайные документы, искать, что там ещё бывает в компьютерных играх, не знаю. А что, прикольно. Надо подумать. Можно? Куда, Светлана, конечно, проходить? Что случилось? Проблема у меня. Давит что-то. Ну, вот тут. Тяжесть какая-то. Особенно ночью. Давно началась? Дня три назад. Кашель? Иногда бывает. Но ближе к вечеру. Температура? Не знаю. Не мерила. Давайте для начала я вас послушаю. Это было необязательно. Достаточно было просто… А мне так удобнее. Ну, я думала, и вам тоже, доктор. Присаживайтесь. О-о-о! Холодный. Рот закройте. Дышите спокойнее в обычном режиме. Рот закройте. Ну, это тяжело. Когда рядом такой мужчина. Теперь слегка приоткройте рот. Дышите спокойнее. Поворачивайтесь. Не хотите меня поцеловать, Сережа? А? Нет. Боитесь, что нас увидят? Так мы дверь закроем. Да и вообще, кому какое дело? Я женщина свободная, а вы, я знаю, тоже мужчина незанятая. Сережа, ну неужели не надоел одному ночью в постели? Мне вот тоскливо. Чего уж нам любовником-то не стать? Я баба теплая. Будешь доволен. Можете одеваться. С легкими все в порядке. Если кашель будет беспокоить, липовый отвар. Спать будете спокойнее. Локти потом кусать будешь, Сережа? Светка! Ты меня когда-нибудь убьешь? Вообще. Новый доктор появился, старый чай ветеринар уже не нужен? А ты чё это такая? Какая? Такая яростная такая вся. Порывистая такая. Повод есть. Да ты чё? Ты чё и добилась своего чай? Господи, Горыныч, ну я если чё захочу, так я ж в долгий ящик-то не откладываю, а? Молодость-то у нас одна, Горыныч. Чего ждать-то? Вот ты баба, конечно, молодец. Хватка у тебя. Я бы это… А куда бы он от меня делся-то, а? Нет. Бывай. Ой, 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 ой. Господи. Так, выше. Ага. Я смотрю, ты быстро свалился-то, а? По городу-то не скучаешь, нет? Плыву по течению. Ну это мудро, да. Особенно, когда течение заносит на кисельные берега-то, да? Да ладно, ладно. Не переживай, я не трепло. Я твой секрет никому не выдам. Ты о чём, Горыныч? Ну как? Ладно тебе. Меня-то можешь не сторониться. Свой я, свой, свой. Серёга, я тебе так скажу. Светка, она нормальная баба. Если к ней по-человечески, по-нормальному относиться, ну не дай бог. Не дай бог, ты передашь ей дорогу. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Чего? У меня сейчас всё зачем? Ну ты же не посторонний человек-то. Да у меня дела нет до вашей следки. Ну ладно, понял, понял. Ну я надеюсь, ты меня тоже услышал? Услышал. А? О-о-о. Соскучился я. Спим как. Чужие. Всё-таки муж я тебе. Вспомнил. У меня лучше перед тем, как к бутылке своей приложиться. Поп. Эти. Том. Том. Эти. Том. Так ты думаешь, это Котамахин нам в прошлый раз Надю на кольцо привез? Да похоже на то. Откуда он вообще взялся? Под деревню у нас жил. Лет девять тому назад приехал с дочерью Марьяной, ей тогда лет четырнадцать было. Откуда приехал, никто не знает и стал народ лечить, кому травки даст, кого заговор научит читать. И правда, народ у него без лекарств выздоравливал. Думаю, просто самовнушение. Плацебо по-научному называется. Ну так вот он жил, не то жил, и в доме его пожар случился. И никто не знает, от чего дом загорелся. Слухи разные ходили. И после этого Котамахин ваш решил свалить в лес? Обиделся, что ли, на всех? Обиделся, не обиделся, не знаю. Но сначала мы не знали, что он в лесу обосновался. А потом деревенские обнаружили. Но только Котамахин дал понять, что видеть никого не желает. А дочь? Ты говорила, у него есть дочь. С тех пор ее никто не видел. СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Да! Привет! Ох! Сереж! Дай поглядеть-то на тебя. Как уехал, с тех пор они виделись. Петр Петрович. А ты возмужал. Не тот уже пацан-соплек. Настоящий доктор. Ну я смотрю, вы тоже поднялись из председателя колхоза в главу поселка. Да даже не знаю, что учится. Столько проблем на голову свалилось. Ну да бог с ними. Слушай, я по делу. У меня нога болеет. Сил нет. Может, поправишь? Давай посмотрим. Садитесь. Ага. Можно? Да. О, смотри. Нарыв. Я вижу, что нарыв. Что делать с ним? Вскрывать. Только это надо в райцентр ехать. Я все еще фельдшер. Мне по уставу нельзя. Ты не дурись, Серега. Что ты уставы какие-то придумал? Мы же свои. Да и мне некогда в райцентр ездить. Там проблемы нужно решать. С администрацией ругаться. Ну ее. Режь давай. Травма была. Перелом. Ну, было дело. Под косилку попал. Мне Горыныч переездку сделал. Сказал, что перелом вроде нет. Снимок нужно было сделать. Перелом был. Неправильно срослось. Будет беспокоить. Так оно и беспокоит. Как погода меняется, хоть на стену лезь. Да и черт с ним. Давай уже режь. Не тяни. Анна Михайловна, может, вечером в райцентр съездим? В кино сходим? Спасибо, Андрей. Так много дел в библиотеке накопилось сегодня. Не получится. Извини. Ну, ладно. Может, в другой раз. Может. Все ж хотят, чтоб как в городе было. А где я им средства на это возьму? И рабочую силу. Я вот, например, уже который год хочу дом Котамахина снести. Я на его месте хотел, например, новый фельдшерский пункт построить. Ну, где денег взять? Опять в райцентр с протянутой рукой идти? Это да. Проблем много. С этим домом вообще есть смех и грех. Люди его стороной обходят, боятся. Кто говорит, что там дьявола видел перед Пасхой? А кто стоны слышал? Будто там дух непрекаянный поселился. Можно? Заходи. Ой. Вот. Пришла пожаловаться. Что опять? Ну, нельзя ли как-то приструнить этого нашего доктора, а? Чтоб не приставал. Чтоб руки не распускал. А то что же дальше-то будет, если он сейчас так начинает? Не понял. Господи, что ж непонятного-то? Приставал. Склонял. Хватал. Нет, я, конечно, понимаю, красивую женщину грех не захотеть. Слушай, ну нельзя же так прям сразу набрасываться-то, а? Ну, ей-богу, это что, мне теперь по улице нельзя пройти, что ли? Светлана. Чего? Ты бы это не загибала бы, а? Ну, как у Иванов насильник? Ха! Так он же в тюрьме сидел. Да не за это он в тюрьме сидел! Сколько можно человеку уже этим попрекать, а? Есть конкретная жалоба? Пиши! Разберусь! Ну, подожди, ну зачем так сразу человека подставлять-то, ну? Я же по секрету к тебе пришла. Посоветоваться. Посоветовалась? Ну, знаешь, я просто прошу обратить на… Я-я-я, я все поняла просто. Извини, извини, извини. Все. Извини, пожалуйста. Извини, ради Бога. Да? Можно к тебе? Или записаться нужно? Алексей Семенович, проходите. Видите, очередей у меня нет. Присаживайтесь. Дело такое. Сам бы и не пришел, но жена запилила. Тошнота у меня. Второй день мучится. И голова крутится. Работа есть? Вывернула по раз. Стол? В порядке. Хорошо. Температура? Не измерял. Че так? Смотришь на меня. А боли есть? А боли есть? Сегодня хорошо спали. Да уж какой-то сон. Боли. Желудок болит, но это нормально, я думаю. Так, а можете описать боли и где конкретно болит? Ну, обыкновенно болит. Ну, вот здесь вот болит. Вот здесь. И вот сюда вот отдает. Вот включится. Давайте я вас пальпирую. Растяните рубашечку. Давайте. Так и сейчас. Давайте. Так. Так вот. Так вот. Так вот. Угу. Так. Так. Так... Так вот. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Все хорошо. Сейчас. Не двигайтесь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так... Надо Асташкову позвонить. Можно вас в город везти. Не беспокойтесь, не двигайтесь, лежите. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что ж за связи-то у вас, а? Никуда не уходите, я скоро. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Знал я, что не надо к нему ходить. Машина. Нужна срочно машина. Тихо, Серега, ты поумерь был. Что случилось? У Боякина старшего инфаркт. Нужна госпитализация. У нас народ крепкий, выживет в любых условиях. Не в этом случае, Петр Петрович. Сергеев, там Боякину плохо. Степет идти не может. Так, а куда идти? Я же его у себя оставил. Не знаю, он у своего дома. Быстрее, надо что-то делать. Понял, поехали. Алексей Семенович, не паникуйте. Сейчас тратить дышать медленно и ровно, да? Сереж, помочь им? Да, дотащить до машины. Алексей, а что случилось? Куда вы его волокете? Да не говорите, Вера, в больницу еще. Инфаркт, похоже. Как инфаркт? Не может быть! Сереж, спаси его, ты же врач. В больницу не надо, его там угробят. Вера Петровна, я сам ничем не могу помочь. У меня тут ничего нет. Ни маски кислородные, ни реанимации. Сейчас, главное, до больницы довести. Я с вами поеду. Нет, дома жди. Да и места для тебя нет. Валерьянки, примерь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Привет. Хорошо, что встретила тебя. Чего? Ань, чего? Иди. Ань. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА М? Слушай. Прожилась я. На что? На аборт. Только я в райцентр не поеду. Оттуда слухи понесутся, и все, я у бабки Евдокия пойду. Ты что, с ума сошла? Какая Евдокия? Это опасно, ты понимаешь? Ань, девки испокон веку травками все это делали, и ничего. А сколько от этого умирали? Пообещай мне, что ты не будешь этого делать. Хорошо? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я же говорю вам, что мест нет. Куда я вам его положу? Себе на голову, что ли? Я сейчас вашу Шарашкину контору на куски разнесу. У меня в машине человек умирает. Ищи место где хочешь. Во-первых, не орите на меня. Успокойтесь, Петр Петрович, мне только второго инфаркта не хватало. Где главврач? К нему нельзя, он занят. Не, можно. В смысле? Мать? А что случилось? Отца в больницу увезли. Инфаркт. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Если бы на день раньше. Я понимаю, шансов было мало. Но скажите мне, коллега, как вы смогли определить шум Перикарда без приборов, без техники? Диагноз был поставлен безупречно. Тоже не важно. Спасибо вам. Диагноз Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Диагноз Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что? Как Алексей? Вера Петровна, Алексей Семенович скончался. Как? До больницы мы его довезли, врачи пытались реанимировать, если б на день раньше. Господи, как же так, Алешенька, Господи? Уйдите, все уйдите. Поехали, пусть побудет одна. Побудет. ПОДПИШИСЬ! 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 Я не могу. Мам? Отец? Смотрите, вот здесь у нас будет типа тайник. Тут ты хочешь спрятаться приз? Да. Главное, чтобы заранее его оттуда никто не потырил. Вот. А здесь можно сделать эти, как их, ну, типа уровни. Если чел проходит уровень, идет дальше. Понятно. Здравствуйте, Андрей Витальевич. Здрасте. Занят? Обсуждаем квест. Такое дело, в общем, сказать хотел. Буякин Алексей Семенович Удар. Ну да. Господи. Пойди. Это доктор виноват? Что? Кто это тебе сказал? Мишка, а ему мать. Ну, кончилось мое терпение. Чего? Это же не мои слова. У каждого человека свой час. И ни один врач не может помешать ему уйти на тот свет, если настало время. Каждый раз, когда теряю пациента, не могу себя простить за то, что он ушел. Проклятая профессия. Кто дернул меня стать врачом? Талант. Талант тебе дернул. Талант. Никуда бы ты от этого не ушел. Значит так, чтоб я этих сплетен про Иванова больше не слышал. Понятно? Допрыгаетесь у меня! Останется деревня без доктора. Кто потом виноват будет? Еще раз услышу, что ты, Светлана, козни против доктора строит. Нашли на тебя порчу в виде комиссии из райцентра. Пусть выясняют, почему у тебя каста за прошлый месяц не сошлась. И никакими слезами ты меня не остановишь. Понятно? Пирожное ты мое с кремом! Савелий Игнатьевич, перелома нет. Сильный ушиб. Связки повреждены. Значит, гипс не нужен? Тугой повязки будет достаточно. Работать. Смогу, Сереж. У меня руки это все. Без фанатизма. Врачом заделался, значит. Мало тебе смерти в городе, ты сюда приехал народ губить. Я же тебе снова засажу скотину за то, что на человека гробил. Ты зачем отца потащил в райцентр? А? Надо было сразу лечить здесь. Тебя для чего-то доктором поставили. Какого хрена ты тянул? Ты достанешь врачом? В больнице ночами подежуришь? Со скальпелем у стола постоишь? Вот тогда и будешь мне указывать. Понял меня? Убийца. Никогда тебе батюню пришел. Если б у меня был шанс. Хоть один шанс. Я б его спас. Твой отец пришел слишком поздно. Не верю я тебе, Иванов. Не верю. Ну? Давайте руку перегонтую. Ну вот это хорошо. Вот это уже другое дело. Все, молодец. Молодец, молодец, Зорька. Ну что, Горыныч, поживет еще моя коровушка. Поживет, Мавил. Поживет. Ой, ты моя хорошая. Ой, спасибо тебе, чтобы мы без тебя-то и делали. Да ладно. Ты наш спаситель. Все хорошо. Не то, что эти из города. Но получали у себя всяких дипломов. А лечить-то не умеют. Это ты сейчас кого имеешь в виду? Ну как, Машкиного сына. Иванова. Ты слыхал, он Алексея Буякина до смерти залечил. Надавал ему каких-то таблетков. По носу. Думал, что у него отравление. А у него сердце. Вот тебе и раз. Где ты таких слухов-то наслушалась? Как где? Да вся деревня, говорит. Вся деревня? Да. Понятно. Вся деревня. Вся деревня. Ты мне это брось. Слышь, все не так было. Иванов, он талант. Вы на такого врача молиться должны. А то, что он Буякина не спас, то он же не волшебник тебе. Не пальцем же ему шунтирование это делать. Садовья, ты голова. Будешь слухи такие распускать, я у тебя корову заберу. Так и знай. Вот так вот. А тетя Аня сказала, что мы устроим квест. Это Шурка придумала. Самопочитальонша. Ты знаешь, что такое квест? Ты вообще слушаешь? Да. Конечно. Квест – это конкурс такой. Закрывай уже свои глазища и засыпай. Поздно уже. А кто это еще у нас не спит? Все щебечет. Чик-чирик, чик-чирик. Я как птичка, да, папа? Да, моя хорошая. Как же я вас обожаю. Настяка, ты отдушишь. Я-хри-чирик. Я спит. Здоровья, что-то мы слухим. Так что мы без тебя. Да. Я люблю. Что-то, где ты? Убираешься? Как я надеюсь, я-хри-чинсл? Я надеюсь, мы ось не будем говорить. Я не буду говорить. Я надеюсь, мы все это не помимо. Я надеюсь, я могу говорить. Но не просто пить съели. Я надеюсь, что я рассказываю. Я не может быть ни зажится. А я думаю, что ни это много. Продолжение следует... Стой! Продолжение следует... Не бойтесь... Я не сделаю вам ничего плохого. Вы здесь одна? Что вы делаете в лесу? Не пугайтесь. Я доктор Сергей Иванов из соседней деревни. Вы заблудились? Я могу вас проводить. Лес, он такой опасный. Нет, просто если вы заблудились... Просто хочу убедиться, что вам не нужна моя помощь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Думаю, больше никто на них не подсядет. Нашел я грибницу. Серьезно? Ну, ты прям упрявый. Молодец. Теперь потравить нам все надо. Да, это яд нужен специальный. Где-то было, я посмотрю. Горыныч, ты Котамахин их хорошо знал? Не, их вообще мало кто знал. Они какие-то нелюдивые, знаешь, были. Это что старик, что дочка его. Разве что Анна могла найти общий язык с Марьянкой-то. Она любой столб разговаривает. Общий язык, она знает язык жестов? Чего? Нет. Да и так. Он шутил неудачно, не бери в голову. Я от меня достанешь и сможешь. Найду, найду. У меня где-то был, только надо вспомнить, Куда я его засунул-то? Добрый день. Здрасте. Я к вам по делу. Не сомневаюсь. Вы дружили с Марьяной Котамахиной? Ну, не то, чтобы дружила, но мы часто общались, да. У нее были когда-нибудь проблемы с речью? Что вы имеете в виду? Ну, она была застенчивой девушкой. Не очень разговорчивой, но к ней просто нужно было найти подход. И тогда она становилась очень интересным собеседником. А кто-нибудь искал ее после пожара? Дело сводили? Прошлый участковый пытался, но... Видимо, не захотел связываться. Я думаю, что она убежала в город. Подальше от отца. Он давил на нее. Можете описать, как она выглядела? Длинные темные волосы. Большие красивые глаза. Встроенная, высокая. Ясно, понятно. А вы даже не объясните, зачем вам это? Нет. Это весь ответ? Я ответил так, как считал нужным. Вы всегда делаете то, что считаете нужным? Другие люди вас не волнуют? Почему волнуют? Если человек просит о помощи, я готов ему помочь. А ваш вопрос был простым женским любопытством, а не просьбой о помощи. А ваши вопросы были чем? Мои вопросы были по делу. Нет. Я был. Нет. Нет. Я не понимаю, что вы думаете. Возьмите это. Возьмите лопат. Вы хороните. Нет. Я не знаю. Нет. Я не знаю. Серега? Серега? Чего? Решил изучить наши достопримечательности? Ну, что-то вроде того. Я смотрю, не отпускает тебя Томахин-то. Он может, этот колдун. Ты что, опять на грудь принял? Здравия ради. У него есть селение для. Берегись его, Серега. Начисто тут все нечисто. Ну, что? Почти. Пошел. Редактор субтитров А.Синецкая А-а-а. А правда говорят, что с вами в лесу живет ваша дочь Марьяна? А тебе какое дело? Ты после пожара? После пожара она перестала говорить. Слушай, доктор, иди куда шел. Я в твои дела не лезу, и ты несу, и нос куда не следует. Я могу попытаться вернуть ей речь. Вы же не хотите, чтобы она всю жизнь прожила с вами в лесу? Молодая, красивая, вы же убиваете ее, прячь от всех. Дайте ей шанс общаться с миром. Моя дочь прошла через ад. Она жить не хотела. Ей твой мир до сих пор в страшных снах снится. Убиваю. Я пять лет заново учу ее радоваться жизни. А ты хочешь, чтобы она вернулась в мир людей, которые сожрут ее заживо. Что случилось? Не смей лезть в это! Я хочу помочь. Я могу помочь. Я знаю, что такое возвращаться к жизни, когда тебя растоптали и уничтожили. Я несколько лет жил в клетке. И мне хотелось только одного умереть. Теперь я заново учусь жить. Надо найти в себе силы заново. Поверить в людей, добро, любовь. Ты смог? Пока нет. Но я понимаю, что это единственный шанс. Марьяна, доченька. Иди домой. Стой, доктор. Стой, 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 стой. Я не хотел им сделать больно. Слышишь? Послушай меня. Марьяна, Марьяна, не трогай мою дочь. Исчезни из нашей жизни. Исчезни так, чтобы я никогда тебя больше здесь не видел. Доченька, не бойся. Пойдем. Пойдем. Не бойся. Ничего, здорово тут все отремонтировали. Да. Ребята молодцы. Помогли. Ну, народ у нас хороший. Отзывчивый народ. Бывают всякие, конечно, это. Вы крутасы. Ну, это не со зла. Серега, ты это... С деревенскими... Помягче, что ли? Люди ласку любят. Ты к ним с добрым словом, а они и откроются тебе. Слушай, тут... Ну, после этой истории с Боякиным волнения пошли нехорошие. Ну, сам понимаешь, одна баба слух распустила, вторая подхватила, ну и пошло, поехало. А если бы ты с ними как-то... Ну, подобреешь, что ли? Ну, глядишь, слухи-то и поутихли бы. Не знаю, ну, подружись с кем-нибудь или там... Заведи этот, как его. Ну, Роман! Что, у нас Светка с тельпой не охвачена? Нет, я не спорю. Баба с троптивой, ну, при правильном подходе... Того самого... Да что я тебе объясняю? Сам все понимаешь. Андрей... Не могу я больше фельдшером у вас. Прости, что подвел. Подожди, подожди, как это? Серега, ты что, из-за слухов, что ли? Да не бери ты в голову, дела житейские, покудахчут и забудут. Народ-то в деревне тебя любят. Вон, ребята помогли устроиться, да и вообще. Не в этом дело. Просто не должен меня лечить. Вот и все. Давай-ка ты с этим решением переспишь. Обдумаешь все как следует. С плеча не руби. Мы к этому разговору еще с тобой вернемся. И вообще, я у тебя засиделся, у меня дело по городу. Все, будь здоров. Прошу. 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 Продолжение следует... 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 Пусть заживает. Там кто-то есть? Кочерга упала. Дом живет своей жизнью, это нормально. Будет помаливать, нужно будет выпить обезболивающее. У вас что-нибудь есть из энергетиков? На этот счет у нас есть свои методы. Доченька, выпей, сделай хотя бы несколько глоточков. Холодец. А сейчас ты будешь спать. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем. Ложись. Ложись. Крепко спи. 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 Гипноз? Вы владеете гипнозом? Есть, маленько. Где учились? Да где только я не учился. Но иногда знания приходят внезапно, само по себе, словно дар. Ты ведь понимаешь, о чем я? Чем больше вы скрываете свою дочь от мира, тем сильнее она сосредоточена на своей внутренней боли. Это означает, что попытка покончить жизнь может повториться. Нужно вытащить ее страдания наружу. Нужно заново прожить ту ситуацию, когда она перестала говорить. Больно. Страшно. Но другого пути к жизни нет. Тогда к ней вернется речь. Это, говорит мне, человек, который бежит от мира, сбежит от самого себя, скрывает от людей свой дар. Тебя природа выбрала спасать людей, а ты хочешь отказаться от своего предназначения? Думаешь, тебе станет легче? Откуда вы знаете про мой дар? Да потому что я смотрю людям вот сюда. Внешняя оболочка меня не интересует. Вернись к себе, Сережа. Услышь свое сердце. Вернись к себе, Сережа. Ну что, маленький герой, пойдем? Операционные подготовили, все тебя будут. Не бойся, но все будет хорошо. Вообще, я тебя. Просто не может у нас ближе. Доктор, в это время тебе, сердечко. Дай. Сережа, ты где был? Ты чего не спишь? Пыталась. Сердце болит за тебя. Ушел. Не ответ, не привет. За мной все в порядке. Поспи. Рано еще очень. Звучит. Пытаюсь. Субтитры подогнал «Симон». Тетя Аня, я стих сочинила. Сама? Да, даже никто не помогал. Хочешь, прочитаю? Конечно. А ты присаживайся. Ты же сейчас зритель? Хорошо. Моя семья, это название такое, мама утром нам готовит, папа чинит дряхлый дом. Мама с папой часто спорят то о том, то о сём. Ничего, что в доме спорит. Так бывает иногда. Важно, чтобы мы были вместе, потому что мы семья. Там с рифмой немножко тупой было. Чего? Это не страшно. Самое главное, что ты донесла основную мысль, что главное в жизни человека, это его семья. Угу. Молодец. Спасибо. А мне мама разрешает сам уходить до библиотеки и обратно. Я знаю. Просто мне очень нравится с тобой общаться, поэтому я и решила тебя проводить. Правда? Тебе со мной интересно? Спасибо. Очень. Не трогай меня, я сказала. Не трогай меня. Что я сказала, сука? Никуда не пускай. Надя, 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 не надо, не надо. Она потрогает. Отстань от неё. Надя, 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 не надо. Пойдём. Давай. Я посмотрю. Просто неудачно на руку. Упала, и всё. Ань, перелом. В больницу надо. Ты что, врач, что ли? Сергей, это… Зараза! Ты сам ты понимаешь, что ты творишь? Сергей. Здрасте. Я к вам. За вами. Там… Здрасьте, тетя Маша. Там Аня, кажется, руку сломала. Коля мой постарался. Я не знаю, на что она полезла. Он пьяный. Что с него возьмешь? Где она? Дома. Кого ждем, красотка? Может, подвезу? Что с ним? Хоть… СТУК В ДВЕРЬ УДАР СТУК В ДВЕРЬ Т quič ЗВУК СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Если захотите, даже можете на скрипке научиться играть. Придется научиться. Про ваш врачебный талант в деревне скоро будут легенды слагать. Пока все наоборот. Не сердитесь на людей этой деревне. Они тут все принимают близко к сердцу. Сегодня обижаются, завтра будут любить как родного. Не дай бог вам попасть в беду. Припекут спасать всем миром. Тут простой закон. Будь открытка людям, их тебе будут открыты. Я как-то отвык от всего этого в городе. Каждый сам за себя закон жумля. Тут вся жизнь на виду. Это и хорошо, и плохо. Хочется иногда спрятаться от чужих глаз. А некуда. Что вы так смотрите? Думаете, у меня все легко? У каждого своя боль и свои беды. Только в одиночку их, кажется, не решить. Как-то душно, да? Наверное, будет дождь. Да, я открою окна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К дочери не пущу. Нечего ей душу травить. Одна она хочет побывать. Отравить меня захотела змея. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты совсем не рад? Как ты меня нашла? Глухов сказал, ты звонил, консультировался насчет мамы. Я сразу догадалась, что ты сюда поехал. И зачем ты здесь? Не могла же я так все оставить. Мы ведь толком не поговорили даже. Не вижу смысла. Лучше сразу уезжай обратно, пока такси еще здесь. А ты бы, Иванов, сначала за одну ходку расплатился. А то я ведь за спасибо-то не катаю. Или тебе денег жалко на бывшую жену? Можете не ждать, я обратно не поеду. Тогда гони полторы штуки, доктор, и будем в расчете. Мы договаривались 700. Это я тебе сказал, когда не знал, кем ты ему приходишься. Теперь дарив двойной. Как договаривались? 700. Баба, у тебя не промах, Вану. Я бы твоим месяцем такой не отказывался. Ну вон, покеда, голубки. Сейчас, голубка моя. Почти готова. Би. Би. Горячо? Горько. Пойди. Ночь это сладко было. Сейчас еще пошепчу над тобой. Потом в баньку поведу. Сережа, ну ты сам подумай, зачем мне было писать тебе о таком? Наверное, в тюрьме и без меня проблем хватало. А, нет, что ты там, как в санатории, трехразовое питание, прогулки, культурные мероприятия. Сережа, ну да, я виновата. Но я хотела как лучше. Я просто искала подходящий, подходящий момент, чтобы это было менее травматично для тебя. И для меня, кстати, тоже. Ну что ты так смотришь? Я действительно измучилась. Я после этой идиотской сцены у нас дома... Серега? Обалдеть. Вот так сюрприз. Тебя досрочно выпустили, что ли? Ага. Хорошо себя вел. Стасик, а кто там? Сережа. Я... Мы... Тебя не ждали. Да я понял уже. Юля, ты что, Сережа не написала, что мы поженились? Ты же обещала вроде. Ну, заходи. Гостем будешь. Да давай выпьем, расслабимся, посидим, поговорим. Да не о чем говорить. Серега, ну что ты как маленький, слышишь? Будь счастлив. Сюда. Зачем приехала? Чтобы все объяснить. Объяснила? Все, можешь возвращаться домой. Ну, сейчас ехать уже поздно. И пока я дотащусь, до райцентра, наверное, ночь уже будет. И гостиницы там приличной нет. И поезда ходят два раза в неделю. Сережа, можно я у тебя останусь? У меня здесь не люксовый отель. Завтра кого-нибудь найду, тебя отвезут. Да. И при матери никаких личных разговоров. Мам. Добрый... А? А что? Что ты хотел? У меня там коллега приехала. Коллега? В такую даль? Мимо проезжала по делам. Так ведь ее ж надо с дороги-то покормить. Сиди-сиди, я все приготовлю. Не беспокойся. Через 20 минут жду на ужин. Приходи. Сейчас, сейчас все выпарим. Выгоним. Будет у нас, Ксениюшка, чиста, как утренняя роса, куста, как высохший колодец. Пар сегодня крепкий. Ты что там притихла? А? Ты у меня там не угорела? Юля, а какая у вас специальность? Анестезиолог. Ой, это очень сложная профессия. Я слышала, на операции анестезиолог важнее хирурга. Я бы так не сказала. Тут важно взаимопонимание между хирургом и анестезиологом. Очень важно, чтобы чувствовали друг друга. На каждом своя ответственность. Ой, я совсем забыла. Так разволновалась. Подарки. Вот, Мария Степановна. Это вам. Ну как-то неудобно. Ну, у нас не принято ездить в гости с пустыми руками. Сережа, тебе тоже подарок. Вот. Узнаешь свои инструменты. А есть еще кое-что. Мы вот всем отделением скинулись. Вот. Это для тебя. Сережа, надо дать какую-то копеечку Юле. Почему? Примета такая. Нельзя устроить предметы, дарить. И деньги лучше со стола убрать. Тоже примета такая. Ну, конечно. Конверт забери. Мне деньги не нужны. Есть еще одна примета. Когда дарят от чистого сердца, нельзя отказываться. Понятно. А что ж мы чай-то не пьем? Упала. Ксюша! А что такое происходит-то? Я тебе звоню, ты мне отвечаешь, а? Ты чего? Мася. Вечером на наше место не приходишь? Не надо. Что случилось-то? Я прошу тебя, не надо. Ксюша. Нет, подожди. Да ты объясни, что не так делают. Ксюша. Это же я. Ксюша. Ксюша. Ты чего, бросишь меня решила? Ты нашла время. У меня же батя помер. Ксюша. Он мне без твоей ласки сейчас просто смеет. Ксюша. Любимый. Любимый. Ксюша. Ксюша, я не верю, что разлупила. Посмотри на меня. Посмотри, соскучился, страшно. Ай, я не знаю. Ксюша. Все хорошо тебе. Меня дома ждали. Ксюша. Да посмотри. Самограмм. Ты чего раздавился? Пап, кто там? Мама пришла? Нет. А ты чего, проститые, ходишь? Иди домой. Ай, ай. 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 Что? Не до тебя сейчас? Что? Ты чёрный варен? А что ж ты вияваешь-то? А видела бы ты, Галюня, какой черенщик красивый родился. Не видно какой-то редкой красоты, как тёлок родился, раз так наклюкался. А обычно всё-таки своими ногами доходишь. Ой, Галка, вот за что тебя люблю, это за твоё понимание. Ай, черный варен, а что ж ты вияваешься? А вот моя у голова, ой-ой-ой. Хорош ты, мужик Галыч, но тяжёлый. Люблю тебя, Галка, люблю. Ой, оставь, я сама уберу. Пойду воздухом подошу. Угу. А мы с Ёленькой посидим. Да, Ёленька? Поболтаем. Так. Юля, значит, вы с Сергеем работали в одном отделении? Да. И вот по-дружески приехали навестить его. Ну, не совсем по-дружески. Я догадалась. Не первый год на свете живу. Юля, вы что-нибудь знаете про ту операцию, после которой Серёжу осудили? Я там была. Расскажите, что там случилось? Я не могу Серёжу об этом спрашивать. Парни тяжёлого к нам привезли из тупой травмы живота. После аварии. Там счёт шёл на часы, но Серёжа сказал немедленно готовить к операции. Вы должны его спасти. Это мой единственный сын. Позовите главного хирурга. Я хочу, чтобы Фетченко оперировал Артёма. Фетченко на конференции в другом городе. Выдите, пожалуйста, вы нам мешаете. Нет. Ещё не хватало, чтобы моего ребёнка угробил непонятно кто. Послушайте. Доктор Иванов – отличный специалист. Артёму нужен лучший. Сергей, ему хуже. Нужно срочно начинать. Немедленно уходите. Я никуда не уйду. Моего сына будет, например, только лучший хирург Москвы. Ну, нет главного. Вызывайте из другой клиники. Ну, вызывайте, вызывайте. Берите, где хотите, ищите. Мне нужен самый лучший, самый опытный, фрегарми, профессор-академик. Ну, ну. Я заплачу. Ваш сын умирает. Ему срочно нужна помощь. У нас нет времени. Выйдите, пожалуйста. Несмотря на сопротивление отца и потерянное время, Серёжа всё-таки настоял на операции. Ну, там по-другому поступить было просто невозможно. Я не понимаю, что происходит, Серёжа. Нужно срочно выходить из живота. Делаем. Серёжа, сердце остановилось. Серёжой, макофитiciателем, Лuğу. Пойду, жидко. Ну? Что? Мы не успели спасти Артема. Что? Что ты сказал? Что значит не успели? Ты ублюдок. Что значит не успели? Я тебя спрошу. Вот твари. Углобили мне сына. Ты гнида за все ответишь. Я тебя засажу, тварь. Ты будешь за решеткой гнить, ты понял? Я тебя спрошу. Артем наркоманом был. Ощеглов, отец его, отнимал у нас время. Его сын умирал, а он мешал начать операцию. Если бы у меня была возможность тщательно смотреть парня, прежде чем вводить наркоз. У него между пальцами на ноге гематома была от шприца. Но мы это выяснили только после смерти. От гематомы начался тромбоз во время операции. Нужно было срочно вводить антикоагулянты. Но я же этого не знала. Ведь на глаз же не определишь. Я думаю, я думаю, что Сережа спас бы его. Ну а потом начался дурдом. Щеклов поднял всех на уши. Обвинил в смерти сына меня, Сережу. Подал в суд. А Сережа на допросе взял всю вину на себя. Не хотел, чтобы меня тоже посадили. Я пыталась его как-то защитить. Объяснить все на суде, но это было бесполезно. Он вас любил? Я думаю, да. И я его тоже. Сережа? Прости. Я хотела знать. Да я уже понял, мам. Надо было самому тебе все рассказать. Я не хочу. Я не хочу. Я хочу. Я не хочу. Я не буду. Мария, где твой сын? Что случилось? У Симы роды начались. Я вызвал скорую, но она будет ехать часа три, если не больше. А сам я боюсь ее в райцентр везти. Не волнуйся. Воды отошли? Да вроде да, но я же не специалист по этой части. Я готов, поехали. Сережа? Да я здесь с фельдшером. Я с тобой. Зачем? Второй доктор лишним не будет. Элли Дмитрий. Нет. Да, невозможно. Реклама. Дом со смещением был, можно сказать, боевое ранение. У меня связки порваны. Тем более. Ты понюхай, а? Молодая картошечка с укропом. По маминому секретному рецепту. Вкусно пахнет. Ну давай тарелки на стол накрывать, а то остынет. Анют, ты не волнуйся, я без злого умысла. Накормлю тебя ужином и пойду домой спать. Давай. Доченька, потерпи. Сейчас доктор придет. Ну, ну, ну. Ой, Сережа, как хорошо, а то мы не знаем, что делать. Здравствуйте, меня зовут Юля, я коллега Сергея из Москвы. Из Москвы. Время между схватками засекали? Нет, а мы не знали. Ладно. Разберемся. Ну, привет. Давай. Дыши часто и быстро. Не задерживай дыхание. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот так вот, да. Молодец. Молодец. С малышом все в порядке. Он готов. А ты юная мать? М? Нет. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Эй. Обратного пути нет. Я буду здесь с тобой. Рядом. Давай. Слушай, что я буду говорить. Внимательно. Да? Вот так давай. Дышим, как я говорю. Вот так, да. Так. Быстро и часто. Чай будешь? Потравить меня захотела змея. Чего? Видел я, как ты к этой ведьме ходила. Зелье у нее брала. Прям хочешь, чтобы я сгинул. Ой, ты че? Ты че не все что? Знаю я, чем эта Евдокия занимается. Ванька Сапунов после ее отравы помер. Жена его, Танька, потом в церковь ходила, свечки ставила, грехи отмаливала. Жена его, Танька, как Евдокия, ходила за зеленью, чтобы он как раз пить перестал. Угу. Вот он и перестал. Навсегда. Хочешь, чтобы я тоже? Чтобы руки у тебя развязались. Свободу захотелось понюхать. Угу. Ну, что? Совсем до чертика допился. Лучше б я застрелился. Мне Надюху жалко. Да не за отравой я к ней ходила. Голова болит, мигрени меня мучают. Если вы будете ругаться, я убегу в лес так далеко, что меня никто не найдет. Дочка, мы... Ты что, мы с мамой просто так общаемся? И ружет его выброшу в речку. А-а-а! Доченька! Не могу! Нет сил! Девочка моя! Соберись! И сейчас нужно будет еще раз тужиться! Нет, не могу! Надо! Симочка, Симочка! Ну что? Надо было смолу у нее в расцентренности. Скорая сломалась, только что звонили. Петя, ну что же делать, как быть? Как тебе? Папа, уйди отсюда! Давайте выйдите отсюда, воздухом подышите, проветрите. И вы тоже. Давайте, 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 давайте. Выходим, выходим все. Оставьте. Так, давай. Давай. Эй. Все, отдохнули? Давай. А теперь соберись, возьми всю волю в кулак и помоги мне, помочь тебе. И ребенку своему помоги, давай! А-а-а! Еще! Молодец, молодец! Давай! Давай! И еще! Еще! Давай! Представить не могла, что ты так вкусно готовишь. Ну, ты много еще обо мне не знаешь. Анют! У тебя выпить ничего нет? Да нет, ты не подумай, я не алкаш какой. Просто день у меня сегодня такой. Грустный. Мама умерла в этот день несколько лет назад. Светлый был человек, добрый. Учительница работала, как и ты. Расскажи мне про нее. Да она и не мать не была. Ну, в смысле, не родная. Мои родители погибли, когда я еще пешком под стол ходил. Разбились на машине. Евгения Семеновна меня к себе взяла. Иначе попал бы я в детский дом. Она приютила, воспитала, научила всему. За многое ей благодарен. Светлая память твоей маме. Какая разница, родная, неродная. Не в этом же дело. Ты правильно сказала. Все дело в любви. А ее у Евгении Семеновны много было. Дима. Дима. Девочка моя, давай, соберись, соберись. Не могу, я не могу. Дыши, 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 я тебя прошу. Не могу, не получается у меня. У тебя все получится. Вот уже головка появилась. Не хочу, не хочу, ничего, не хочу. Сереж, что мы делать будем? У нас времени немного осталось. Сам знаю. Так, хорошая, давай, сейчас последний рывок, соберись. А я тебе немного помогу. Что вы будете делать? Что вы будете делать? Давай, Семочка, соберись силами. Сейчас будем тушиться. Глубокий вдох. Я тоже. Хорошо с тобой, Анна Павловна. Уютно. какое-то забытое ощущение дома. Как ты думаешь, получилась бы у нас с тобой семья? Андрей, ты опять в своем? Ну а что? Глупо как-то время тратиться. Жизнь пролетает, молодость уходит. Мы все хороводы водим. Непонятно зачем. Ты сейчас вилки до дыр дотрешь? Да. Спасибо тебе за вкусный ужин. Милый получился вечер. Теперь давай по домам, да? Я хотела завтра пораньше встать. Понятно. Пацан. Богатырь. Красавец какой. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует... А уж что по деревням творится, так волосы дымом встают. И кто этих фельдшеров учит, спрашивается. Вот, я тут все написал. Госпитализировать не будем, а? Там вроде смысла нет. Ну вот и я так думаю. Швы вы наложили. Ребеночек в порядке. Так пускай уж лучше тут под вашим присмотром будет, чем в районном роддоме. Ладно, пойду. У нас еще вызов в соседней деревне, а бригад всего две. Всего две бригады? Ну а вы как думали? Мы еще весь райцентр обслуживаем. Я уж забыл, когда нормально спал. Уплотнение. Или как его там, не к ночи будет помянуто. Ладно. Рад был познакомиться с вами, коллеги. Сереженька, спасибо тебе большое. Дай бог тебе здоровья. И всего самого-самого хорошего. И вам спасибо. Я только ассистировала. Ну что же, это тоже важно. Ангелина Захаровна, присмотрите за внуком. Симе сейчас будет тяжело. Конечно, конечно. А как же? Сережа, тебе в благодарности так сказать. Нет, это моя работа. Ты бери, не отказывайся. Не богачь, не бойся. Возьми. Это... Нам, 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 это твой пункт, как его, фельдшерский. Да. Вот, я тоже подключусь, если что. Если вопрос, какие там медикаменты, инструменты, то обращайся, решим. Петя поможет. Ладно. Ой, ну я побежала. Все, пока. Федор Петрович. Да. А Сима нормально перенесла беременность? Да, вроде без проблем, а что? Мне показалось, она как-то странно себя чувствовала. Это может быть началом послеродовой депрессии, но обычно это начинается на второй, третий день, а тут что-то другое. Ты, Сережа, вот что. Ты не бери в голову то, что не следует. Родила, спасибо тебе. А женские дела, их же не поймешь. Ну, дочь, может быть, перетрудилась немножко, сил много отдала. Мы справимся, не волнуйся. Я завтра зайду. Нет, не стоит. У тебя и так дел полно. Я сам тебя найду, если что. Сереж, ты чего? Да нет. Ничего. Да, здесь по утрам прохладнее, чем в городе. В городе асфальт тепло накапливается, дома бетонные. Здесь природа все дышит. Накинь. Спасибо. Сереж, ты же понимаешь, что это противозаконно, да? Роды принимать, швы накладывать. Если кто-то узнает, тебя отстранят навсегда. Знаю. И продолжаешь это делать? Ты даже должен людей лечить, пока они врача не нашли. Они и не будут никого искать, потому что им удобно, что ты здесь. Давай закроем этот разговор. Я знаю, что я делаю. А все-таки что-то в этом есть. Раннее утро. Ты. Я. Как раньше, да? Нет. Раннее утро. А где мы будем спать? Мама уже постелила. Ты здесь, я к себе. Мама уже постелила. Мама уже постелила. Посиди. Че? Баба твоя пишет, как с другими кувыркается, пока ты здесь чаришься? Дорогой мой любимый Сереженька. Мама уже постелила. Мама уже постелила. Мама уже постелила. Тише. Тише. Я здесь. Успокойся. Тихо. Все хорошо. Я здесь. С тобой все. Все хорошо. Тише. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Баня. Надо будет сегодня к этим зайти, как их фамилия, проведать малыша. Да, Серёж? Не волнуйся. Я зайду. Что будет, водителя тебе найти, чтоб на вокзал отвёз? Ты вещи собрала? Сначала мы поговорим. Да, в магазин сходим и поговорим. Мама, ты пока подумай, что купить. А я пойду переоденусь. Я долгое время в себя не могла прийти, когда тебя посадили. Места себе не находила, думала, с ума сойду. А Стас, он всё время был рядом. Он поддерживал, помогал. Я понял. Пожалуйста. Подожди. Я хочу, чтобы ты знал всю правду. Это важно для меня. В какой-то момент мне даже показалось, что я влюбилась в него. А ты уверена, что это нужно меня слушать? Я быстро поняла, что это ошибка. Хотела с ним расстаться, но выяснилось, что… И что я беременна. В общем, расписались. С ребёнком не вышло. Выкидыш. Ну, продолжали как-то жить, хотя счастьем это трудно было назвать. Тут ещё Стас начал меня ревновать. Ну, Стасу я наворола, что написала тебе прощальное письмо, а сама только и думала о твоём освобождении. Ты же и сама это знаешь. Я писала тебе об этом. Я уже не знаю, чему верить. Я же здесь. С тобой. Это мы и верим. Серёжа. Я без тебя в Москву не поеду. Потому что я жить без тебя не могу. Я люблю тебя. Наверное, это красиво звучит, но иначе я сказать не могу. А как же, можешь? Разведусь. Меня там ничего не держит, и я скажу ему честно, что люблю тебя. Вот и всё. Завязывал бы ты, Коля? Организм-то не железный. Долбанёт рано или поздно, мало не покажется. Это же хорошо, если сразу помрёшь. А если долго мучиться? Боишься, что не сможешь бросить инвалида? За тебя просто волнуюсь. Как ты в Лёшку-то? Ни бэ, ни мэ, ни кукаре. А? Всё. Я всё сделаю. И пить брошу. И работу хорошую найду. И любить тебя буду до гробовой доски. Ты только не бросай меня. Сдохну я без тебя. Без Надюшки. Добрый день, Анна. Как рука? Здравствуйте. Спасибо. Потихонечку привыкаю к полуинвалидной жизни. Непривычно. Ну, через месяц станете уже активным гражданином. Серёж, ты не представишь нас? Анна, Юля, коллега, бывшая из Москвы. Серёж, ты участкового не видел? В сторону Горыныча направлялся. Что случилось? Ребёнок пропал. Как пропал? Вот так. У меня внука похитили. Не трогай меня! Сымочка, доченька! Не надо! Что? Что? Сыма! Девочка моя! А вы зачем здесь? Походите! Походите! Никого не кущайте! Тихо, тихо, тихо. Пойдём, пойдём. Найдётся. Он обязательно найдётся. Я тебе обещаю. Пойдём, моя девочка. Не хочу. Пойдём. 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 Всё будет хорошо. У тебя будет хорошо. Виктор Петрович. А как вы обнаружили, что ребёнок пропал? Я в райцентр по делам ездил. Вернулся. А тут Ангелина в слезах. Сима в истерике бьётся. Жена сказала, что уложила внука. Сама рядом прилегла. Проснулась, а малыша нет. А Сима где была? Пока и трудно ещё управляться с ребёночком. Опыта нет. Потом стресс после родов. Так что жена пока с ним возится. Пётр Петрович, у вас кровь на голове? Да ерунда сцепила где-то. В такой ситуации полбашки снесёт и не замечишь. Давайте я обработаю. Вас перекись есть? Оставь. Само заживёт. Мне нужно поговорить с Симой. Меня беспокоит её состояние. Да что у вас за врачей манера такая? Чё, что болезнь сразу искать? Девочки ребёнка украли. Ты понимаешь, что это такое? Человеческий фактор. Сострадание. Тебе знакомо это? Да. Так что давай оставь нас. У меня нервы на пределе. И всё-таки я настаиваю. Симе требуется помощь. Ты у себя дома будешь настаивать. А здесь я решаю. Да? Аж вы послеродовые тоже будете обрабатывать? Ничего. Ангелина справится. А не справится, бабку Едакию позовём. Пётр Петрович, вы же умный человек. Вы хотите, чтобы Симу лечила какая-то старуха? М? Шептала заговоры и зелье заваривала? Вы в своём уме? Ты меня жизни не учи. Я наученный. Разберусь. Мне всё главное внука найти. Так что? Иди давай. Хороший парень это, Иванов. Да больно любит в чужие дела соваться. Ты не думаешь, что Сима сама могла избавиться от ребёнка? Родители её покрывают. Что? В таком нестабильном состоянии молодые матери бывают непредсказуемы. Ну, не настолько же. Иногда я думаю, Серёж, что ты плохо знаешь женщин. Иногда я тоже так думаю. Но не в случае с Симой. Тут что-то другое, я уверен, буду разбираться. Будем. Юля. Ты сегодня уезжаешь в Москву. Этот вопрос решён окончательно и без поворотов. Серёж. Ты зря тратишь время. А ты изменился. Но мне это даже нравится. Я ведь тоже не та, что раньше. Если б ты дал мне шанс, мы могли бы… Нет. Не могли бы. Анна. А мы тебя в библиотеке ищем. Как рука? Нормальная рука. Письмо опять пришло из управы. Что, денег не дают? Нет у них денег на детский клуб. Ну, как я сюда детей приведу? Ну, ничего. Слушай, как-нибудь разрешится. Надюша, оставлю тебя, ладно? Конечно. Ксения, хотела с тобой поговорить. Поговорим. Попозже, ладно? Сейчас дела. Давай, после клуба домой. Ты чего сегодня такая мучилила? Настояние такое. Ну, думаю, бывает. Чем займёмся? Будем рисовать или сказки почитаем? Нет, в сказках только враньё, а не только в жизни. Лучше порисуем. День добрён, Михайловна. Привет. Мы тут с Надей рисуем проект нового клуба. Жаль, что всё это останется в наших мечтах, в найденных рисунках. Опять отказ пришёл? Пишут, что детей в деревне мало. Недлика в ремонт делать. Так у нас и эти дети разбегутся. Что ж теперь, ну плевать на всех, раз их мало. Разберёмся. Это вам. Ну, для поправки настроения и для натюрморта так сказать. Спасибо. Андрей Витальевич. Ничего, ничего. Я с одной проблемой решу и сразу клубом займусь. У Осташковых младенец пропал. Как это пропал? Какой ужас. Служительно, тайно. Ищем. Хочу мужиков с лесопилки привлечь, но чтобы они своих, не из деревни. Должны найти. Не зря же я тут к вам приставлен. Ничего. Всё найдём, всё поправим. Выше нос, девчонки. Ладно. Не буду отвлекать. Как же так? Должно было подействовать. Это с первой беременностью. Бывает, тяжело выходит, но у тебя же дитё есть. Так, я должна подумать. Дам тебе отвар. Из горца и лаврового листа. Подействовать. Должно. Выпьешь, потом я тебе помну живот и снова в баньку выскочит. Выбрали? Или наизусть хотите выучить? Было бы с чего выбирать. Но у нас не столица. Что привезли, то мы и рады. Да-да, я заметила. Тяжело вам тут живётся. А вам легко? Ну, у нас трудности другого характера. Зато не скучаем. Ну, у нас тоже весело. Да. Ну, а если вам скучно, можете сходить в клуб. Там музыка, караоке. Ага. Ну, а вообще мы никого не держим. Спасибо. Я учту. Покупать что-нибудь будете? Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА До свидания, Анна Михайловна. Угу. До свидания. Завтра еще приходите, ребят. Ага. Да, я уже что-то клево. Ну так, нормально. Наденька, тебя проводить? Нет, сама дай, мне мама разрешает. Я что, я взрослая? Ну да, давай. Пока. А вы учительница? Нет. Я библиотекарь. А что с рукой? Неудачно упала. Растяжение связок. Сережа лечил. Угу. Он высококлассный врач, талантливый хирург. Мы здесь это уже все оценили. Жалко только, что вот свой талант здесь зарывает. У него могло бы быть большое будущее, а он тут себя губит. Ну ничего, я надеюсь, смогу уговорить его уехать. Ему в Москву нужно. Пусть он сам это решает. Это его дело. Извините, мне надо идти. Всего доброго. До свидания. Осторожно, доченька. Да, дело не шуточное. Да. По-хорошему, семье нужны серьезные препараты. А их и без рецепта не отпускают. И я не силен в психиатрии. Ребенок пропал. Да. Я понял тебя, понял. Мы с тобой потом это обсудим. Иди по печику. Иди, иди. Что случилось, что она хотела сказать? Да, ничего особенного. Просто девочка эмоционально переживает за Симу. Знаешь что, дам я тебе травок. Объясню, как ими пользоваться. Но учти, это ведь все только верхушка айсберга. Смотреть-то надо по-хорошему в корень. Эй! Подвезти, красавица! Куда едем? А то, может, прокатимся с ветерком. Покажу тебе наши достопримечательности. Ле-лей! Давай! Давай! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В общем, сделай все, как я сказал, ничего не забудь. С травами нужно быть и осторожным, и бережливым. Тому, как они и вылечить могут, но могут и убить. Понял. Она хочет, чтобы ты передал эту куклу Серафиме. Марьяна сама ее сделала. Обязательно. Красота. А то. Пойдем. Прошу. Благодарю. Природа – это, конечно, хорошо. Но если каждый день скучно. В деревне одни старики. А где ты девушек себе находишь? Дурында. С девушкой вообще проблем нет. И зайди в любой клуб, на дискотеку. Там баба с бабой танцует. А потому что мужиков нормальных нет. Зайдешь так поглазеть, а у тебя сразу три телочки бросаются. А что ж ты тогда здесь со мной гуляешь? Отрывался бы с телочками? Мне в радость не с ними развлекаться. Попал я, как кур вощип. Втерился. А она замужем. И мужа бросать не собирается. А вот меня, похоже, решила бросить. Ну, так ты борись за нее. Женщинам нужны поступки, а не сопли. Покажи ей, как она тебе нужна. А сильно тебе, Иванов, показал, как ты ему нужна? Однако ты сюда приперлась. Маску свою бросила. А он для этого ничего не сделал. Почему? Дурочка, потому что вот и приперлась. Пап, а мы квест сочиняли у тети Ани. Там были взрослые ребята, но меня тоже туда приняли. Хорошо. А где мама? Вот это ты у нее спроси, где ее все время носит. Ты чего такой злой? Голова болит. Надюш, иди. Посмотри, есть ли у самогона вода в миске. Он так скулит. Угу. Да. Иди сюда. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что там, мужики? Никого. Идем дальше, не расслабляемся. Каждая минута на счету. Никто не расслабляется. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А к дочери не пущу. Нечего ей душу травить. Одна она хочет побыть. Петр Петрович, я должен хотя бы швы снять семи. Я все-таки врач. Не надо свистеть про швы. Еще вопрос какой-то врач. За что срок дали? За что дали, зато уже отсидел. Пропустите меня. Как-то странно, вы изменились после пропажи внука. К симе не пускаете, в поисках участия не принимаете. Подозрительно? Это дело сугубо семейное. Не хочу выносить ссор из избы. А-а-а. А я уж подумал что-то другое. Неожиданный отъезд в город, якобы по делам. Рана на голове. С чего бы это, Петр Петрович? С чего бы это, Петр Петрович? Все? Прошу. Ух ты. Здравствуйте, тетя Маш. Здравствуй. А что это такое, а? Чего? Вы что одна ведра тяжелые носите, а? Ой, да ну. Что? Давайте сюда. Что, сын не мог что-ли с утра доносить-то? Спасибо, спасибо, Вась. А ты зря на Серегу. Он с утра еще воды натаскал. Да я стирку затеяла, вот вода и закончилась. Ясно. Вася. Вася. Чего? Ну, ты че, никак детские обиды не забудешь? Ну, вам пора бы помириться с Сергеем. Разберемся. Вася. 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 Все, ничего. Ты не звись на Сергея за отца. Он сделал все, что мог. Ладно. Покидо. А что у него с отцом случилось? Да на днях помер. Инфаркт. Сергей хотел помочь, но... Мария Степановна, вы понимаете, что Сережа не имеет права лечить? Его могут привлечь к ответственности за это. Это серьезные вещи. А вы все деревни на это глаза закрываете, бегаете к нему постоянно за помощью. Мой сын-то взрослый человек. И он понимает, что делает. Пообещай мне, что будешь делать все то, что я тебе сказал. Ты можешь мне доверять. Знаешь, что такое врачебная тайна? Примерно. Это означает, что все то, о чем мы здесь с тобой говорим, останется между нами. Можно я задам тебе вопрос, мне это необходимо для того, чтобы понять, как тебе помочь. Ты хотела этого ребенка? Кто такой Тимофей? Нет, 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 я не хочу, я не могу об этом говорить. Не хочешь, не надо. Не волнуйся. Одна очень хорошая девушка просила, чтобы я тебе это передал. Мне? Угу. Откуда она меня знает? Вы ей что-то рассказали? Угу. Я просто сказал, что у меня есть знакомая, которая сейчас очень непросто. будет. Ну да, он же может быстро умереть, если его не найдут. Ему нужно материнское молоко. И поэтому нам нужно замутить свой поисковой отряд. Круто. Я тоже с вами. А ты сопля чего подслушиваешь? Иди домой, не доросла еще. Сам ты сопля. Зачем ты так с ней? Потому что нефиг. Мелкая она еще. И что, все равно так нельзя? Давай, догони ее. Поиграй с ней в куличики. Ну хватит. Миш, у тебя есть план поиска? Есть. Короче, смотрите, сначала нам нужно прошарить лес, найти там какие-нибудь улики. Я не знаю. Пальцами шевелить можете? Пока не очень. Дальше будет лучше. Спасибо, что зашли проведать. Ну, я должен был убедиться, что рука идет на поправку. Можно вопрос? Как получилось, что вы порвали связки? Да, чего вам это? Главное же, что рука заживает, правильно? Это лично, это касается дорогой для меня семьи, так что давайте не будем. Папа, папочка, тебе плохо? Что с тобой у папы? Папа, папа лежит на пол, умолчает ему плохо. Папа, папа лежит на пол, умолчает ему плохо. Папа, папа, папа лежит на пол, умолчает ему плохо. Милая, иди к Ане. Иди к Ане. Иди, я разберусь. Сергей, а что там с ребенком Симы? Не нашли? Тимофей. Уже в курсе? Шестковый проболтался. Деревня? Тут сложно от кого-то что-то скрыть. Уже все об этом говорят. Нет, пока не нашли. Встречный вопрос. Вы знаете, кто такой Тимофей? Кто-то из окружения Осташковых? Да, есть такой Тимофей. Работает на Осташково, не из местных. Помогал мне в библиотеке прибить полки. А что? Тетя Ань, папа умирает. Слышь? Коля! Да очнись же ты! Коля! 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 Мария Степановна, вы меня простите, но вам последить бы за своим питанием. Для очистки сосудов хорошо посидеть на диете. Каша на воде, нежирный кефир, много чистой воды. Диета меня все равно не спасет. А так, хоть какое-то удовольствие. Почему вы не хотите в Москву? У нас хорошие врачи. Отличный стационар. А Сережа? Сережу возьмут снова на работу? Это вопрос сложный. Но здесь ему свой талант зарывать точно нельзя. У него золотые руки. Я думаю нанять хорошего адвоката, чтобы обжаловать запрет на медицинскую практику. Я буду бороться за него. А что ж ты раньше-то не боролась? Ты зачем паленую водку пил, друг мой? Надо промывать. А это больно? Анна, сбегайте к Горынычу. Пусть зайдет в фельдшерский пункт и капельницу принесет. Ключи у него есть. И Надю, заберите с собой. Пойдем, я не буду мешать. Отравила меня змея. Не зря к старухе ходила. Кто тебя травил-то? Кто тебя травил? Что ты ничем? Сам нажал по твоему самогону на меня теперь. Поклев позволит. Это, конечно, не так вкусно, как водочка. Но придется потерпеть, если жить хочешь. Давай. Давай. Еще. Да. Еще раз. ЧТО. ЧТО. МАВИЧАНСКИ ЧТО. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Занят! Добро пожаловать в Казахстан! 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Дима, хорошо. Спасибо вам большое за Николая еще раз. Вы что-то бледное. Хорошо себя чувствуете? Просто устала. Надо выспаться. Вот и все. Мне не нравится ваш пульс. Бывает. Давай я с тобой переночую. Вот это хорошее предложение. Вы что, сговорились, что ли? Со мной все в порядке. Мам, пусть лучше и тетя Аня с нами попробует. Делайте, что хотите. С вами спорить себе дороже. Пока не ночи. Контролируйте ситуацию. Если что, мне звоните. Надя уснула. Хорошо. Можешь мне объяснить, что с тобой происходит? Я думала, ты сама догадалась. Ты все-таки сделала это? Ты все-таки сделала это? Кто тебя в больницу возил? Не ездила я никуда. Какие-то такие не ходила. Ты что, с ума сошла? Что она с тобой делала? Рассказывай. Надьку разбудишь. Ничего. Травки просто заварила какие-то. В бане парила. Все. Ты бы видела себя в зеркало, но тебе лица нет. Я тебя умоляю, поезжай в больницу. Панику не разводи. И такие не в первый раз это делают. Знают. Чего к чему. К Иванову хотя бы обратись. Пусть он проверит, что все идет как надо. Я за тебя боюсь. Знаю, за кого ты боишься. А ты не боишься за нее? Не говори никому. Иванову тем более. Ничего. Сама справлюсь. Иванову. Почему ты не уехала? Ты знаешь почему. Что мне сделать, чтобы ты простил меня? Да понимаешь, дело не в том, простил я тебя или нет. А в чем тогда? Как будто бы что-то оборвалось внутри, знаешь, как лампочку выкрутили. Но не мог же ты меня раслюбить в один миг, так же не бывает. Получается, что бывает. Когда я был там, мне казалось, все так же, ничего не поменялось. Когда я вышел, мне все изменилось. Видимо, так бывает. Не бывает. Не бывает. Не бывает. Не бывает. Не бывает. Пожалуйста. Пожалуйста, давай хотя бы попробуем. Пожалуйста, давай дадим друг другу шансы. Сережа. Сережа. Сейчас... Доброе утро. Доброе утро. Как спал? Как обычно. Спасибо. Какие планы на сегодня? Рабочие. О, всем доброго здравия, приятного аппетита. Горыныч, посадись с нами, позавтракаешь. Не, я сыт, меня Галка так с утра накормила, еле дышу. Серега, пойдем, мне тебе про Колю надо рассказать. А я как раз собирался к тебе зайти, пойдем побеседуем. Мам, вишнице удалось. Давай. За улицу. Пришлось, конечно, повозиться, сам понимаешь, ночь. А в отделении только дежурный врач. Да и тот только из института. Федораствор с тресольными отличить не может. Где это видано-то? Ну, я, конечно, покомандовал, чтоб Кольку-то пристроили. Рассказал им что-то, как его лечить. Тебе с животных на людей пора переходить. Не, мне животинка интереснее. Они, они лучше человека, а главное, благодарнее. Ты ему иголку в бок вставляешь, а он тебе руки после этого лежит. А где ты такое среди людей видел? Да. Да. М? А, про Кольку-то. Короче, я с ним посидел несколько часов. Смотрю, он уже так вот приходит в себя. Живучий дьявол такой. Я думаю, не сегодня, а завтра только выпустят его. Это хорошо. Ага. Ариныч. Ариныч. Чего? Спросить тебя хотел. Ага. Ты Тимофея знаешь, на Осташковой работает? Да, есть такой. В бригаде на лицепилке работает. А что, информацию надо собрали, а? Так я могу это с мужика либо покалякать, либо трындеть. У меня там знакомые на лицепилке есть. Надо? Не. Не надо. Ладно. Пойдем туда. Если что, я сам. Пойдем. Сам. Ладно. Пойду туда. Пойдем туда. Пойдем туда. Пойдем туда. Дружище... А? Поговорить хотел. Начало работы стоите не кометик бригадиру? Да не я про другое. Извини. Беда у нас, не до тебя сейчас. ну что там скорой дозвонился дозвонился пока не дает помрет на дым и воды я врач что произошло лес грузили другом задел не бойся ребра сломано осколок легкая попала не моторах нужен нож спирт и какая-нибудь трубка можно шариковую ручку но лучше трубку и быстро дыши коротко не пытайся сделать глубокий вдох ты как нормально отвар действует кровотечение началось сильное может за его новым сбегать так будешь меня доставать с расспросами я тебе больше вообще ничего не скажу разбуди пожалуйста надю а то она так может до обеда проспать скотч есть торги кусочек держите его чтоб не дергался готов готов а 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 Мама, что это там у тебя? Да, я тоже хочу попробовать. Не-не-не. Это... Нет, это для взрослых. Горькое и невкусное. Вот зачем ты тогда это пьешь? Чтобы быть красивой и молодой. Молодой. А это, что папа тебя всегда любил и никогда не разлюблял, да? Можно и так сказать. Скотч? Ага. А что, так можно скотчем? Есть другие предложения? Так, полегче. Вот. Дыши. Только без фанатизма. До больнички доедите, там разберетесь. Следите, чтоб воздух здесь не проходил. Да, давай сюда. Держи. Вот так вот. Держи. Все хорошо. Симочка, доченька. Я тебе чайку сделала с мятой. Творожок вот принесла. Анбабу Милы, свеженький. Чтобы селенки восстанавливать. А папа тебе таблетки привез из города. Нервы успокаивают. Димочка. Ну все, давайте грузить ее. Слушай, можете она пару слов? Тут такое дело, нельзя ешь к больнице. Проблема у него с законом. Уголовка? Да нет. По глупости влип, теперь он бегает. Слушай, может ты его возьмешь куда-нибудь? Ну на время, пока на ноги не встанет. Куда я его возьму? У меня только фельдшерский пункт, а вообще ничего нет. Ну я что смогу, достану. Лекарства, инструменты. Ты только возьми к себе паренька. А чего ты так о нем печешься? Да племянник он мне, понимаешь? Брат умер. Ну вот, я теперь для Яшки вроде как отец. Ну, не откажи, друг. Я в долгу не останусь. Про внука Асташкова слышал? Да уж все слышали. Участковый первым делом к нам с проверкой пришел. Он, кстати, в курсе, что Яшка в розыске. А ты чего про это спросил-то? Парень у вас тут один работает, Тимофей. Хочу про него больше узнать. Ага. Ну ясно, к чему ты клонишь. Ладно, давай так. Ты Яшку лечить берешься, а я тебе все про Тимоху выкладываю. Идет? Ну а в деревне сам знаешь как. Глаз не на кого положить. А Тимоха парень видный. Ну и случился у Симочки Асташку с ним роман. Осторожно, мы так твоего Якова не довезем. Яма не видишь, что ли? Сейчас влетели. Ну и вот. Узнал Петр Петрович про Симочкины шашню. Ну и голову у него снесло. Ну тип нездоровые отношения и все такое. Орал как резан. И отправил свою дочку учиться в райцентр. Чтоб подальше от Тимофея. А его получается с работы не выгнал? Нет, зачем? Сдавил. Симок парень рукастый. Пушковитый. Такие работники, знаешь, на руке не валяются. А чем Тимофей не угодил Асташкову в качестве жениха? Да разница у них в возрасте с Симочкой большая. Не все это могут принять, понимаешь? А не знаешь, как Тимофей отнесся к рождению ребенка? Да знал бы, если бы на работу ходил. А так исчез. Давно уже не появляется и телефон не отвечает. Все, приехали. Я уж и не помню, когда последний раз дома готовила. А чем же вы мужа кормите? А вы знаете, он человек самостоятельный. Может сам себя приготовить. Я ведь не домохозяйка. Тоже работаю. Тоже устаю. Ну, семьей, как я понимаю, вы не особо занимаетесь. Иначе вы сюда не прискакали. Пойду я, наверное, прогуляюсь. Вам же помощь моя не нужна. А справлюсь. Угу. После перевязки забирайте его домой. Мне лишние проблемы не нужны. Ага, понял. Добрый день. Угу. Здравствуйте. Как дела, Сереж, у тебя? Работаю, как видишь. Ранение? Моторакс. Производственная травма. А ты что, сам воздух откачивал? Что, думаешь, были какие-то другие варианты? А, ну-ну. Продолжай в том же духе. Так, Федор, иди подожди в машине. А, понял. Ты же сегодня должна была уехать. Чего не уехала? Я не могу так уехать. Угу. Юля, прошу тебя, пожалуйста, уезжай, уходи. Ладно, давай я помогу тебе, раз уж я здесь. Ну, давай, давай. Тетя, а почему у тебя нет мужа? Не нашла. Ты никогда никого не любила? Любила. Просто это было очень давно, я была совсем молодая. Ты сейчас молодая? А что стало с тем, которого ты любила? Он уехал в другой город. Бросил тебя? Нет, просто так было нужно. Стучу, стучу, а вы не слышите. Тропезничаете, значит? Ты проходи, Евдохия Григорьевна, садись. Пришла справиться. Как у тебя дела, Ксения? Надюш, Аня. Ходите погулять. Ладно, пойдем, Надя. Я сама со стола уберу. Ну что, хочешь пойдем в библиотеку, порисуем или еще что-нибудь придумаем? Нет, я лучше на велике покатаюсь. Уверена? Ага. Хорошо, только далеко не уезжай, ладно? Ну, если захочешь, приходи ко мне. Угу. Крови много? Ну, так. Ручьем не течет. А сама как? Слабость, но терпимо. Слабость, это нормально. Тебе еще надо пару раз настой выпить, который я тебе давала, чтобы все вышло. Ты пнем-то не лежи. Ты что-нибудь поделай, поприседай. Когда все выскочит, тогда можно будет полежать, крапивки выпить. Крапивки. Крапивки. Зачем крапивки? Чтобы кровотечение остановить. А то так у тебя вся кровь вылится. Потерпи еще немного. Ты как? Нормально. Хорошо. Сейчас шов закроем и все. Сергей. Анна, добрый день. Вы на перевязку? Нет, по другому вопросу. Я могу вам чем-то помочь? Сергей Сергеевич занят. Нет, отлично. Сейчас закончу и поговорим. Подождите на улице, пожалуйста. Не знайте, доктор не совпаделся? Должен уже скоро. Надя. Антибиотики принимать, как я написал. Ага. Если идти за швами, будут кровить сразу ко мне. Понятно. Переброс растется. Проблем не должно быть. Держите. Спасибо. Спасибо огромное. Век не забуду. Ага. 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 Ты перечеркиваешь этим все свое будущее? Может, наоборот, я вижу свет в конце тоннеля. Если кто-то об этом узнает, тебя не возьмут ни в одну московскую клинику. Что ты видела, что это собираешься? Анна, пойдемте. Давайте, рассказывайте, что у вас случилось, а я пока переминтую вам руку. Нет. Большое спасибо, но нет. Мало времени. Я очень переживаю за Ксению. С ней может случиться что-то страшное. А именно? Бабка Едокия делает ей аборт народными средствами. Это же опасно, да? Не то слово. Она меня не слушает. Надо что-то с этим делать. У нее дочь. Ты что у Ксюхи делала, а? Ведьма проклятая. Ошибки твои исправляла. Ребеночка девки нагулял. Чуть всю жизнь не поломал. Что она в тебе нашла? Что ты несешь? Какого ребеночка? Какие ошибки? Будто сам не знаешь, как от греха дети заводятся. Что? Ты что там делала? Ты что натворила? Ты на меня голос-то не повышай. Ты у себя спроси, как так вышло? Что девке после тебя такие внуки пришлось терпеть? Побоялся хоть бы Бога. Господи, прости. С мужей женой шашни заводить. А это не твое дело, дура старая. А за ребеночка моего ты ответишь? Век не прощу. А ты что? Век не прощу. А ты что? Я не прощу. А-а-а! 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 Ксюша! Ксюш! Ксюшенька! Ксюш, родная моя, милая! Зачем ты это с собой сделал-то, а? Ксюш! О, Господи! Зачем ты это с собой сделал-то, Ксюш? Ксюш! потерпи сейчас я что-нибудь придумаю сейчас мама мамочка мама даже не надо не трогать все будет хорошо все будет хорошо а Ну, все, что ли, взяла-то? Да не надо, старые мне завтра свежие привезут, возьмешь. Свежие? Ну, нормальные. А вот эти? Вкусные? Пробовала? Я пирожные больше люблю. С кремом. Ой, для кого стараетесь, Андрей Витальевич? В библиотекарше, что ли, конфетки-то выбираете? Да хотя бы и ей. Зря все. К доктору она бегает. Ну, не берите в голову. Ну, не одна жена такая на свете. В нашей деревне есть еще привлекательные женщины. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, что там? Заткнись. Ну, что ты колдуешь? Ну, можно побыстрее? Я тебя выгоню отсюда. Сейчас все будет хорошо. Сейчас. Кровь плохо сворачивается. И что, она умрет? Гиперлимию надо остановить. Ага. Я сиди сюда. Пока эти идиоты едут, но он точно умрет. Пробуем прокапать. Ксюша. Ты только живи. Ладно? Ты только живи, пожалуйста. Че ты смотришь? Да, люблю я ее вот так. И что? Втрескался идиот. Не могу. Задыхаюсь. Жить без нее не могу. Хотел разлюбить. Бросить. Не получается. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Но тебе же все равно... Ты же не знаешь, что такое любовь. Давай. Давай, делай! Ты только живи. Живи, родная, блин. Ксюша. Надюша. А че это вы папку из больницы не встречаете, а? Девчонки! Девчонки, вы где? Мfy. Папка из больницы не встречает. М Wolverine. И еще раз lloy. Мfy. 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 Андрей? Это Николай. Да, вернулся, а у меня тут что-то непонятное. Ну что? Нет. Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Что случилось, Ксюш? Что с ней? Нужно срочно перевонять крови. Другого шанса нет. Все вопросы потом. Она что, умирает? Да заткнись ты уже! Ты кто такой, чтобы мне рот затыкать? Чего? Потом разберетесь! Тихо! Серега, Серега, это перебор. А если... А если она тут... Это ж уголовка. Все по статье пойдем. Есть другие предложения? Скорую дождаться. Морг ее забрать. Нет времени. Так а если она все-таки у нас тут... Значит, опять сяну. Не слушай ты его. Делай, что надо. Послушай. Помоги. Спаси ее. Сережа, умоляю. Послушай. Если что, я на любом суде горой за тебя встану. Помоги. Пожалуйста. Пожалуйста. Вторая отрицательная. Плохо. С отрицательными резусами вряд ли кого-то найдем. У меня первая положительная. У меня третья. Только что в больнице брали. У меня вторая положительная не подойдет. Слушай, а может быть у Надюшки? Но у дочки все-таки. Дети не всегда наследуют группу крови родителей. Да и маленькая она еще, чтобы донором быть. Сейчас у Анны спрошу. Погоди. У меня вроде вторая отрицательная. Уверен? Нет. Но врач что-то такое говорил. В больнице. Меня в травму возили. В детстве. Давай проверим. Вот еще. Ты вообще откуда взялся, а? Почему она вся в крови? Ты чего? Снасильничала? Теперь грехи за мать! Обалдеть, что ли? Эй! Эй! Ванны первая положительная! Эй! 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 Тихо выйдет! Вы что, нашли время и место? Выведите его на улицу, пусть ждет там, Вась. Давай, это единственный шанс. Пошли, пошли! Жену твою все-таки спасают! Идиот. Давай скорей. А, давай. Тихо, 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 тихо! Коля, все, Николай, успокойся. Саш, все, все. 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 Для поднятия боевого духа. Спасибо, Андрюша. Малая. Это тебе. Волшебная. Как это? Ну, так? Если загадать желание и съесть, то желание обязательно сбудется. У меня только одно желание. Чтоб мама моя жила. Так оно и будет. Не обещаешь? Обещаю. Да. У тебя вторая отрицательная. Ага. Нужно еще проверить на совместимости и... Серега, времени нет. Серега, я не буду мешать. Только так постою. Мне надо ее видеть. Давай. Миленькая моя. Родная. Только не оставляй нас. Я ради тебя все, что хочешь сделаю. Ты только не уходи. Прости меня за все, родная. Слышишь? Прости. Коля. Да, да. Я все. Молчу, молчу. Просто хотел, чтобы она знала. Это важно. Это очень важно. Молчу, молчу. Получу. Получу... Юль, не расстраивайтесь, все у вас наладится, жизнь длинная, бог даст, обретете свое счастье. Я не понимаю. Я не понимаю, почему нельзя все вернуть. Мы ведь подходим друг другу. Глупо это терять. Почему нельзя простить? Да, я совершила ошибку. А кто святой? Святых среди нас нет. Но не каждую ошибку можно исправить. Это надо понимать. Прошлое не вернешь. А если любишь? А если любишь? Отпусти. Не настаивай. А там уж как судьба решит. Юля... Простите меня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Доченька, мы тебе поесть перенесли. Семечка, будь умница. Ты взрослая девочка. Выпьи таблетки, поешь. Нельзя так себя изводить. Мне нужен Тимофей. Я хочу поговорить с ним. Нет его. Что? Он уехал. Скрылся. Исчез. Пропал. Как пропал? Что ты с ним сделал? Я хочу его видеть! Я хочу его видеть! Где мой Тимофей? Убийца! Убийца! Это ты! Где мой ребенок? Где Тимофей? Симик, спокойно. Спокойно, Симик, спокойно. Симик, девочка моя! Отойдет меня! Отойдет меня! Отойдет меня! Зачем вы меня загубили? Симик, успокойся! Успокойся, я тебе говорю! Симик, все не брали. Ты же не хочешь, чтоб я тебя связал? Симик, Симик. Симик. Тихо. Надо что-то делать так дальше невозможно. Это все, что я смог сделать. Ксюша, ты меня слышишь? Субтитры сделал DimaTorzok Ксюша, может, я все-таки с тобой поеду? С Надей останься. Со мной все в порядке будет. Поехали. А с тобой у меня будет серьезный разговор. Давайте не сейчас. Дубочка, пойдем домой, пожалуйста. Пойдем. Дубочка, пойдем домой. Где меня связал отец? Кто-нибудь! Стресс у нее. Никого не хочет видеть. Уходи. Я должен осмотреть Симу. Вы не понимаете, насколько это серьезно. Я сказал, уходи, Сергей. Спасите! Стой! Спасите меня! Тихо, 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 тихо. Что, совсем сдурели, что ли? Да ты не знаешь ничего. Зачем лезешь? Нагуляла наша доченька ребенка. Ее учиться послали. А на аборт делать нельзя. Вот и скрывали от всей деревни. Да такое утаишь разве? Идиотизм. Зачем скрывать? Свои дети будут? Тогда поймешь. Стыд, потому что. Потом еще этот ребеночек пропал. Так Сима совсем голову потеряла. Сама не своя. Что мне было делать? А вдруг она руки бы на себя наложила? У меня одна дочь. И я ее обязан защищать. И беречь. Вы ее гробите, а не бережете. Сима. Отстаньте. Отстаньте от меня все. Я вас ненавижу. Я ненавижу вас всех предателей. Я ее заберу отсюда. Ну вот еще. Кто тебе позволит? Не хотите узнать, как дела на зоне, Петр Петрович? Ваши действия тянут на статью. А твои? А мне уже терять нечего. Мы к вам за помощью. Вижу, что не лясы точить пришли. Это Сима у нее беда. Да знаю я Серафиму Асташкову. А что, сам справиться не мог? Не мой профиль. Ну, я ведь тоже травками, да разговорами. Да я вам верю. Сам не знаю почему, но верю. Может, потому что на очной медицине не все по телу. Нужен синтез. Огреешь. Я вот тебе травки передавал. Не помогли. Если честно, я их не пила. Это плохо. Но то, что честно, хорошо. Ладно, пойдемте в дом. Постараюсь помочь Серафиме Петровне. Вот попей, девонька. Чай высвобождает те возможности, которые дремлют в глубине души моей, сказал Лев Николаевич Толстой. А у тебя таких возможностей много. Жизнь длинная. Душа твоя светлая. Все образуется. Все наладится. Ты только верь в себя. И слушай свое сердце. Какой вкусный чай. Никогда такой не пила раньше. Душа твоя чает. Успокоение. Дай ей отдых, Серафима. Отпусти свои заботы. Любовь. Во всем мире только любовь. Нет ничего сильнее любви. Нет ничего страшнее любви. Это в тебе говорит обида. Она не дает тебе быть счастливой. Прости всех тех, кто сделал тебе больно. Прости их всех. И все наладится. И сын твой найдется. Просто поверь мне. Поверь, будет так, как я сказал. Устала. Устала. Надо тебе поспать. Марьяна тебя проводит. Иди с ней. Не бойся. Иди. Иди. Иди, девонька. Иди. Поспать. Спать. Как вы это делаете? Гипноз, волшебный чай, я не понимаю. Все секреты здесь, Сережа. Нужно просто ощущать. Диагностировать не головой, а сердцем. Всем существом. Это все красивые слова. Диагностировать сердцем. Техника. Есть какая-то техника? Вот как ты позволишь себе любить. И все поймешь сам. И никакой техники не надо будет. И все вопросы твои осыпятся, как карточный домик. Техника. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло! Да! Не слышу вас! Сейчас! Алло! Алло! Да! Алло! Вы сколько там ее продержите? Ага, понял. А какой диагноз? Выяснили, почему кровотечение? Нет, не знал. Что? Беременность? Какой аборт? Нет. Я не волнуюсь, просто я думал... Спасибо. Спасибо. Хам. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Хорошо, Сонечка, дальше DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Пригодятся Хорошей дороги Наверное, не стоило мне приезжать, да? Стасу привет Субтитры делал DimaTorzok Я сначала отца послушала, дура Он говорил, мол, надо учиться Все еще впереди А ребенок только обузой будет Мама что говорила? Она во всем отца слушается Хотя, мне кажется, она не была против ребенка Но отец настаивал Он ведь даже в дом малютки ездил И договаривался заранее, чтобы они ребенка взяли Когда я рожу Тимофея об этом знал? Сначала нет А потом Со мной как будто что-то произошло В голове Как просветление какое-то И я вдруг подумала Что я делаю? Зачем отца слушаю? Это же моя жизнь Это мой ребенок Мой любимый мужчина И тогда я ему позвонила И попросила прийти Это было как раз после того Как вы с вашей помощницей Ушли от нас А ты что здесь делаешь? А ну пошел вон Чтоб духу твоего рядом с моей дочерью не было Я хочу увидеть Симой своего ребенка Чего? Проваливай, я сказал Раньше надо было думать Теперь без тебя разберемся Пусти Ты что, щенок? Бороться со мной сдумал? У меня там ружье Я стрельну Пикнуть не успеешь В лесу зарою Никто не найдет Отца не свернуть Если он решил, все Утром было решено, что он поедет в дом ребенка И отвезет туда моего сына А когда я проснулась Малыша рядом не было Может, отец отвез его, пока ты спала? Нет Отец сам был в шоке Ведь у него был такой прекрасный план Он тайно сдает внука в детский дом На всю деревню громко заявляет о пропаже Зацепа делает вид, как будто произошло похищение А на самом деле Малыш просто в детском доме Подожди, участковый был в курсе? Да А когда утром обнаружилось, что малыша нет Отец в честь с ума не сошел А теперь мы все не знаем, что и думать Ты понимаешь, кто мог украсть ребенка? Тимофей? Я думаю, так и есть И поэтому Тимофей теперь прячется Мы должны найти его Он же не сможет один позаботиться о сыне Ему нужна я Я же мама А если с моим сыном что-нибудь случится Как же я теперь и живу? Все будет хорошо Сколько тебе Сташков заплатил? Ты что, Серега, о чем речь-то? Ты знаешь, о чем я Слышишь, ты руки-то убери Я лицо при исполнении Это тебе и добавит срок Лицо при исполнении Ты что творишь такого? Я тебе за такие дела привлечься Скотина А мне казался нормальным мужиком Что ты сделал? Да ничего я не делал Ничего я не делал Тем более ребенок пропал Без участия Сташкова Да? Если бы Сташков его в детский дом отдал Ты бы делал вид, что ребенка украли? Слушай, Иванов Ты же не знаешь, как Петрович переживал из-за этой истории Симка девка молодая У нее вся жизнь впереди А здесь ребенок От мужика, который на 15 лет старше ее Так что, как отца, его понять можно Да Особенно, когда отец денег отвалил Каких денег Ты несешь Петр Петрович для нашей деревни Знаешь, что только делает? Он твой пункт фельдшерский Отремонтировал Клуб обещал восстановить Поэтому не суди, Иванов Понял? Тем более, ребенка действительно украли Догадываешься, кто? Ты искал Тимофея? Искал Пока безрезультатно Значит, будем искать вместе Почему ты ничего не сказала про ребенка? Зачем? Ну он же был мой Да? От меня Ну да Не могла же ты от мужа алкаша забеременеть? Он, наверное, давно же ничего не может Не могу, Костя Нет мне без тебя жизни, слышишь? Люблю тебя Все Все изменилось Я изменился Клянусь тебе Твоя любовь меня изменила Любовь к тебе, слышишь? Люблю тебя, родная Люблю тебя Сима не хочет возвращаться домой Она считает, что вы сломали ей жизнь Глупо еще Любовью нельзя сломать жизнь А я свою дочь люблю Больше всех на свете Это эгоизм, Петр Петрович Вы хотите привязать всему к себе И чтобы она плясала под вашу дудку А любовь-то, когда человека принимают таким, какой он есть Детям нужно давать право На их опыт И их ошибки Сима подросла А вы этого даже не заметили Теперь она решает, как ей жить И чем раньше вы это поймете Тем быстрее она к вам вернется И тогда Может быть У вас будет шанс Не потерять ни дочь Ни внука Да, Андрей Связь плохая Повтори еще раз Нашел? Это где? В соседней деревне Вон бандит Только у меня на руках засыпает Неужели сами справились с грудничком? Сестра моя помогала Она у меня хорошая Тимофей Нужно вернуть ребенка Симе Чтоб ее отец Сдал моего сына в дом малютки Я думаю, Осташков многое понял за это время Не волнуйтесь Ну, а как он насчет У меня терпостатина Ведь я, получается, похитил ребенка Я не заводил дело Можете быть спокойны Ну, хватит Хватит возмущаться, сынок Папа рядом Все мне хорошо Как дела, Симочка? Странно На душе вдруг как-то спокойно стало Светло Так и должно быть Только Я тут мальчика видела Откуда он здесь? Это видение Так бывает Не бери вку Да, точняк Здесь есть тайный ход Можно спрятать вторую подсказку И на этом квест закончится Потому что кроме тебя этого хода Никто не знает Побеждать хитрейший, детка Приз всего лишь один Может, тогда тебе его и отдадим? Давай все-таки придумаем другое место, Миш А то ребятам будет неинтересно Ладно, ну, с вами можно Что это? Сюрприз Это куриный бог Он приносит счастье Дарю Спасибо 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 Иди, Симочка Не бойся Начинается твоя взрослая жизнь Пусть она будет счастливой, девочка Спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я его ненавижу Я устал Мне с ним тяжело жить Я бы давно уже бросил эту медицину И занялся бы чем-нибудь другим Но не получается Красота Ты на свидание собралась? Я не вовремя? Все в порядке Сергей Сергеевич Дело на миллион Только клянитесь, что будете держать язык за зубами Ну, а вдруг я не смогу ухранить вашу тайну? Тогда его смерть будет на вашей совести Пошел вон отсюда Ну, что ты так сразу Я же тебя, как человек, со всей душой Боты Люди добрые, помогите Что же это делается? Ну, ты че встал-то, а? Че встал? Иди, скорей Сгори Ты с ума сошла Холода его толкаешь Семёра Уйди оттуда Уйди, говорю Уйди За которые ты встала Путь устроплив Сгоренье не вынесла Их не только в визуальный день собирать Евдокия, куда? Сумасшедшая, ты что, сдурела, что ли? Сгоришь? Евдокия Стой Куда? Стойте Евдокия Я Евдокия Андрюха Пусть здесь Пусть здесь Отоятельность Тура Погоди Давай Серёга Серёга, отойди щик Ух Давай, давай Посмотри на меня Посмотри на меня За пальцем Давай Медленно дыши Спокойно Серёга Смотри, ты сам обгорел Грунда Давай дыши Медленно и спокойно Дыша Дыша Ох, держи! Ох, держи! Ох, держи! Сережа, Сергей, что с вами? Вы пострадали? Нет, все в порядке. Ну, как же? Кровь на виске. Нет, ерунда. Сейчас нужно Андрюхе помочь. Андрей, что с тобой? Что с курткой-то? Что, в огонь полез? Он, эту, птикованно остановить пытался. Сам чуть не угорел. Вы-то что, стоите, взяли ведра и побежали к реке. Сейчас на дом перекинется и все, тогда крышка. Сейчас, пойдем, сейчас, пойдем. Андрюхе, тоже садись. Да ну, что, нёмочный, что ли? Я сам дойду. Какой сам? Ты на ногах еле стоишь. Давай, без разговоров. Я б сам проехался, да у меня ничего не болит. Анна тоже поедет. Да, хорошо. Места полно. Садись. Анна, ты чего спуришь? Альбидо какое чуешь? А? Ты чего? Ты чего? Альбидо какое чуешь? А? Я бабкатин. Кому еще быть? Что-то гарью несет. Слышь, не пойму. Или дымом. Костры кто жжет. Пойму. Евдокия баня сгорела. И сарай. Ой, да ты чего? Альбидо. Да ты чего? Альбидо. Вот ты посмотри, а. Накликала такие Евдокии на себя беду. А я ведь говорила. Я ведь предупреждала. А. Ой, ой, ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Моя ты, моя ты девочка, подруженька. Ну, пойдем. Пойдем. Пойдем, пойдем. Ай-яй-яй-яй. Друг мой, понимаешь, что больно. Потерпи немножко. Да, нормально. Виски не давит? Не тошнит? Ну, есть. Чуть-чуть. Вась, простынь. А что ж ей делать-то? Накрой его. Другая. Спасибо. Держи. Как тебя обожгло. Ничего. До свадьбы заживёт, да, нет? Ань, мне нужна ваша помощь. Следите за его дыханием. Оно должно быть спокойным, ровным, без шумов. Да чё ты, ну чё ты прям как, ну, с маленьким. Мало того, что ещё простыню дыхала, так ещё женщину заставляешь за дыханием следить. Да ладно, Андрюх, радуйся, что такой случай выпал. Женщина за тобой ухаживает. Ну да. Обычно как-то я привык. Ну вот. Да. Ань, ты извини, столько хлопот. Перестань, мне не сложно. Вася, след. Плохо? Тошнит? Тошнит. И голова кружится. Всё, перед глазами плывёт. Да и она дышалась. Сейчас мы тебя хорошенько разотрём, мясоглотку промоем, будешь как новенькая. М? Всё. Пора домой. Не должно, вроде, больше согреться. Ироды баню мою спалили, и сарай тоже. И чтоб у вас у всех руки подсыхали. Как я теперь в дом вернусь? Как на всё на это смотреть? А ты меня не учи, что мне делать, учёная! Баню бы не спалили! И не надо было бы спасать! О! Мы, что ли, твою баню подпалили? А это ещё надо разобраться, кто. Я это так не оставлю! Василий! Отвези Евдокию домой. Пейте больше воды, как я сказал. Если станет хуже, сразу ко мне. Разберусь! Разберусь! Пошли-пошли. Слушай, Серёг, так может, я тоже домой поеду? Отлежусь, оклемаюсь. Дыхание у меня уже нормально, он Анюты не даст соврать. Перевязку ты мне сделал. Обезболил. А? Хорошо. Окна дома открой, чтобы больше воздуха было. Больше воздуха и пей больше воды. Ожоги не мочите. Станет хуже прямой энергетики. Не дожидайся, пока в обморок упадёшь. Слушаюсь. Ну что-нибудь, поехали? В машине место есть. Подброшу. Я не поеду. Почему? Ну, надо здесь помочь Сергею порядок навести. Он же тоже пострадал. Ты поезжай домой и делай всё, как сказал доктор. Ну, как не знаешь. Ну, старею. Ну, на дежурствах бывало и похлеще. Вам надо отдохнуть. Все. Все сгорело. Пепел. Угли одни. Так и мы горим. Ничего не останется. Хорошая моя. Хорошая. Ай, на ярманку иду. Гостинцев тебе принесу. А кому же мне ещё гостинцев? Тихо, ты меня с ног-то собьёшь. Давай-ка, иди. Сиди дома. Сейчас приду. Давай. Давай-давай-давай. Домой-домой-домой-домой. Домой-домой, Джованна. Домой. Сиди дома. Моя хорошая. Давай-давай. Ах ты. Ах. Ну, а ты как, мам? Ничего. Сейчас отойдёт. Ты ночью спала? Настойка Котамахинская закончилась несколько дней тому назад. Вот и засбоила. Ты бы сходил к нему, попросил ещё капель сердечных. Сегодня же начинай пить нормальные лекарства. Ах, Котамахин, ну ты сходи ради меня. Ну ты как? Никак. Ксюша, может, переедете ко мне с Надюшкой? Ты же меня знаешь, я ради тебя в лепешку расшибусь. Будешь мне как в сыром масле кататься. Надю не обижу. Вась, ну не могу я. Ты же знаешь, как Надя отца любит она мне, и ты никогда не простит. Нельзя ради ребенка. Свою жизнь губить. Надя скоро вырастет, у меня своя семья будет. А ты как? Вот тогда и подумаю. Эль, ты меня так долго ждать не будешь. Что? Хонщик, ты смотри, а? Ты в порядке? Проходи. А я гостиницу принес. Так, от души. Спасибо. Ты проходи, я чай сейчас поставлю. Анют, тебе спасибо. За вчера и вообще за все. Перестань. А я же с хорошими новостями. Вчера еще хотел сказать, да вот пожар этот все карты спутал. Ну, что, Анна Михайловна, будет вам и капремонт клуба, и субсидии на детские кружки вышел я на одного очень важного человека. Большая шишка, между прочим. Он тут когда-то фермерским хозяйством пытался заняться. Вот решил помочь по старой памяти. А что за человек? Какая фамилия? Вересов. Может, слышала? А, нет. А что он забыл в нашей деревне? Зачем ему помогать? Тут и так напряглась-то. Мир не без добрых людей. Может, человеку приятно хорошее дело сделать. Да и неизвестно, какие у него воспоминания о нашей деревне остались. Народ у нас добрый, отзывчивый. Да, есть такое. Ты что, не рада, что ли? Да, я рада, да. Анна, вы свободны? А не могли бы вы к нам зайти? Мне просто нужно отлучиться, а вы с матерью посидите. Она себя неважно чувствует. Спасибо. Спасибо. Прости, с чаем не получится. Я обещала помочь Марии Степановне. Да и мне на самом деле пора. Дознаватели из МЧС должны приехать по поводу пожара. Ладно. В следующий раз тогда. Спасибо. Так ты много не бери, спину сорвешь, что я буду делать с тобой? Нормально, голчонок. Я понемногу беру. А если спину сорву, будет у нас с тобой повод в постельке поваляться. Ой, много там наваляешь с больной спиной. Валяльщик. Все, хватит. Привет! Ага. Счастливое семейство. Здорово, Андрюха. Здорово. Что, по хозяйству хлопочете? Ага. Надо иногда и домом заняться. Ага. Не все же чужим помогать. Все, Горыныч, хватит. Все, все, все. Господи. Ты чего? Горыныч, я по твою душу. Чего? Да, дознаватели из МЧС должны подъехать по поводу пожара. Ты хотел тебя свидетелем подрядить. Все, давай. А Горыныч, причем, он ничего не видел. Сам прибежал, уже полыхало. И нечего его зря оттаскать без дела. Пусть Евдокия сама разбирается. Все. Ты там шепчешь? А, Галка, да ничего. Ну ладно, я пошел. Давай, аккуратно. Ты это, чайник поставь, а то пить охота. И нечего, около дома Евдокия крутится. Понятно? Горной глаз у нее, горной. Как скажешь, цветочек мой, как скажешь. Иди, иди, водичку поставь, аккуратно. Много не бери. Все, все. Похоже, источник возгорания внешний. Да, полуцелела, а крыша выгорела. Ага, и наблюдаются сквозные прогары. Значит, был поджог. Даже не верится. Вроде все свои. Понимаю, неприятно. Но факт остается фактом. Вы свидетель. И, ну не то, чтобы я, это ветеринар наш, помогал. Расскажите, как все было? Мы с нашим фельдшером, Сергеем Ивановым, увидели дым. Мы прибежали, а здесь уже, вон, огонь. Евдокия мечется. Стали тушить. Потом Горыныч подошел, другие, ну, наши, местные. А как вы заметили возгорание? Да, как обыкновенно. Я запах учуяла, вышла на крыльцо. Тут такое. А кого-нибудь у Колыба не видели? Ваську Буякина видела. Наш, местный. Ты, ты чего на Ваську-то бочку катишь? Он первый пришел твой пожар тушить. Я когда сюда пришел, он уже с огнем возился. Да потому, первый бросился, что кругами тут ходил. Зачем спрашивается? Вот ты змея, а? Свое горе пытаешься, сломанно, до других выместить, да? А подавись. Я сказала, что видела. Ничего, ничего она не видела. Тише, тише. Не на базаре. А вы что скажете про этого Буякина? Был здесь, помогал пожар тушить. Когда пришел, не знаю, не видел. Только не злись на папу, ладно? Так, что случилось? Ничего. Он очень сильно по тебе скучал. Обеды готовил. Сказки мне раньше рассказывал. Убирался дома. И совсем-совсем не пил. А. Эх, чего же мне тогда на него ругаться? Ну, он сегодня не выдержал и напился. Ну, это последний раз. Честно, честно, только не ругайся на него. И ты его простишь? Ладно. Хорошо. Я не буду ругать папу. Ладно. Ладно. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Ну и короче, вся вот эта вот фигня Холодильники, старые телевизоры, моторы от тракторов Это источники цинка, меди и алюминия И чё? И ничего, за них деньги дают Да ладно? Так ладно Я этого на тебя нашёл, а у нас этого добра тут завались Как ты вообще до этого допёр? Случайно? Я решал, куда приз спрятать в квесте Ну и вспомнил про трактор на краю деревни Начал искать инфу про них, вот как-то нашёл Ну ты гений, шурец Теперь нужно думать, как быстро в эту тему въехать Потому что вдруг эта идея ещё кому-то в голову придёт Бабка, помочь? Сама дотащу Здесь немного осталось На ярмарке была Ну дай хоть пройти Ну, дай пройти хоть Что ты будешь делать-то? Ой, сразу эта спина Ой, да сразу Си Ой О, Игорь! Вот, не ожидал! Давненько не виделись. Приветствую, Петр Петрович. Как жизнь? Да жизнь вертится-то, только успевай. Это ж сколько мы с тобой не виделись? Лет семь-восемь. Да лет двенадцать, не меньше. Ты только подумай, как время-то несется, а? Жаль, с твоей фермерством тогда не вышло ничего. Ну, бывает. В дом-то пустишь? А, проходи-ка. Тише, тише, тише. Тише, тише. В целом, у меня сейчас дела очень даже. Организовал движение экофермеров России. Открыл фунт. Молодец. Игорь, ты всегда не про луж был. Но будешь сидеть на попе, далеко не уедешь, Петр Петрович. Есть такое дело. И что ты мне предлагаешь? Ну, есть один ход. Через замгубернатора можно получить субсидии на развитие сельхозхозяйства. Но для этого нужно организовать акционерное общество из сельчан. С кем организовывать-то? Не одни старики да калеки. Молодежь вся в город бежит. Ну, не вся. Давай, покачай. Надо обеспечить молодежи будущее. Создать стимул. Показать, что любая полузабытая деревня может снова на ноги встать. И каков твой план? Надо собрать всех собственников бывших колхозных участков и выкупить у них земли. За недорого. А лучше вообще даром. По наобещать им там всего. Ну, ты сам понимаешь. Ты с этого, Петрович, получишь дивиденды. Я тебе слово даю. И немалые. Сядь с нами, Марьяночка, посиди, то хлопочешь весь день. Ну, как ты, Сережа? Отошел немного? Очухался немного. Скажи, пожалуйста, а у тебя раньше бывали такие случаи? Потери сознания, головокружение? Со мной это с детства я привыкший. А сегодня как это случилось? Ни с того, ни с сего? Ну, это всегда как-то само по себе. Шел к вам. Вдруг мне показалось, что я мальчика увидел в лесу. Ну, я за ним. Он от меня. Я побежал, он от меня побежал. Потом я его потерял из виду. Все закружилось. Земля с небом поменялись местами. И я упал. Очнулся, голова болит, дыхание сбито и кровь из носа. Я ледомаз дошел. Что с этой землей-то делать? Ну, как? Получим субсидии, купим технику, освоим. Постановим ферму и начнем денежки стричь. Соглашайся, Петрович. Сейчас земля у стариков простаивает. А это же верное дело. Возглавишь это акционерное общество. Люди тебе поверят. Ты же деревня на хорошем счету. О детях своих подумай. Ради них все делаем. И ради себя. Ты говоришь, значит, с детства у тебя такое бывает. Угу. А про свой дар ты говорил кому-нибудь еще? Нет. Да и не нужно. Мало мне тюрьмы. Не хватало, чтоб еще в психушку упекли. То есть ты к своему дару как-то не очень хорошо относишься? Я его ненавижу. Я устал. Мне с ним тяжело жить. Я бы давно уже бросил эту медицину и занялся бы чем-нибудь другим. Но не получается. И не получится. Вот от того, что ты не можешь принять себя таким, какой ты есть, вот с тобой происходят вот эти обмороки. Потеря сознания, головокружение. Твой организм сопротивляется. Вот представь, внутри тебя сидит мальчик. Это, скажем, твое прошлое. И вот оно тебя мучает. Мучает. Как будто бы твой внутренний ребенок плачет. Плачет. Это все красивые слова, но они не помогают. Потому что ты не хочешь в них поверить. Я еще раз говорю, где-то внутри тебя сидит твой детский страх. А страх чего? Что это такое? Это надо разобраться и ответить. Не мне. Себе. Понимаешь меня? Чаю подлить тебе горяченького? Я уже не знаю, может быть и правда подать ему на эту апелляцию. Коллега его, Юлия, говорила, что такое возможно. И Сереже могут разрешить снова делать операции. Но тут-то ведь ему совсем тоска. Серьезно, есть такая возможность? Конечно, надо подавать. Это лучше, чем на север ехать. На север. А он тебе не говорил? Нет. Открытный. Я и сама из него клещами все вытаскиваю. Говорит, не могу жить там, где все меня знают. И где не могу полноценно работать врачом. Лучше уеду на север. Там всегда нужны рабочие руки. Ой. Ну, понять его можно. Но жаль. Загубит весь свой талант. Конечно, надо подавать. Тем более, если коллега говорит. Я тебе картошечки сварил, Ксюша. Поешь немного? Я не хочу. Противен я тебе. С полюбовником своим ты небось ласковая. Я сам себе против. Утром глаза открою и не рад, что проснулся. Так тошно на душе аж жуть, как подумаю, что ты с ним. Выворачивает всего. Давно я понял, что ты с ним только молчал. Надеялся наладится у нас все с тобой. Бросишь ты его. А тут вон, что. От него это было. Да? Его ребенок. Господи, это понятно же, что нет тебя. Господи, это понятно же, что нет тебя. Господи. Мы с тобой когда последний раз? Вы вместе были? Не помню. Вроде замужем, а как будто одинокая. У меня 35, Коль. Я хочу жить нормальной жизнью. К нему хочешь уйти? Развестись со мной хочешь? А как же, Надя? Я хочу, чтобы ты пить бросил. Ну, брошу я пить. Только что это изменит. Клюк. Это кто ж такое наделал? Это кто такое натворил, а? Ах ты, морда твоя бесстыжая! А-а-а! Да как же ты мне после этого в глаза смотреть будешь! Но я тебе сейчас покажу! О-о-о! Ой! О-о-о! Ой! Ой! О-о! Вот там что-то лежит! Берем! Хлам! Металл! Должны принять! Что-то пока у нас не густо получается! Потому что надо составить план! Кто куда и когда едет! Не допускать хаотичности! Мы из-за этого время теряем! И деньги! А вообще голова у тебя неплохо варит, Шурец! Хорошо, что я тебя в компаньону взял! Это еще кто кого взял! Нам бы вообще по-хорошему склад надо сделать! А что? Надо подумать! Ага! Что? Давай! Жуак! Ты что тут в концерте устраиваешься? Сейчас тебе хозяйка задаст! Ты че, Леша? Ты че? Ты че? Ты че, Леша? Лапкой! Катерина! Ох ты ж! Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Ох, тяжелая. Щуплая, щуплая, тяжелая. Вот так, вот так. Ты так, полежи, я за Горынычу сбегаю. Полежи. Че ты возишься, Горыныч, а? Ну, перепилишь? Куда перепилишь-то? Голчонок, ты бы шла бы домой. Я как-то сам разберусь. Я мужик все-таки. О, мужик все-таки. Слушай, отойди, а. Давай я с тобой. Куда отойди, ну? На утро буду такой рождать. Ну, ты той стороной-то? Той стороной. Аккуратно. Все, смотри. Сильно не бей. Опа. Чтоб не расколол вас, аккуратно. Ну вот. Молодец. Молодец. Гений ты мой. Да все, хватит. Гений. Господи. Все, никак не нацелуйтесь. Завидуй. Да куда там завидовать, Карыныч? Что? Екатерине там худо. На полу нашел ее, кряхтит. Толком ничего сказать не может. А что ты молчишься? Все, убежал я. Давай, давай. Ну. Господи. Ну, ты готова снять вот это. Вот это матери передай. Капли настаивать надо, а это время. Пусть пока травки позаварят. Я понимаю, как ты к ним относишься, но они помогают. Возможно. Но это действие пролонгированное, недоказанное. Матери нужно вопрос срочно решать. Это только операция. А вопрос внутреннего настроя. Если человек боится или сомневается, то никакая операция не поможет. А вот верит в чудодейственную силу трав, наступают улучшения. Во что человек верит, то и происходит. Эффект плацебо. Ну, пусть так. Все начинается с мыслей. Болезнь начинается с мыслей. Выздоровление начинается с мыслей. Понимаешь, в каком смысле? Да. Маме. Спасибо. Передам. Ей будет очень приятно. Да. Что? Плохо? Горыныч, ты? Кто? Что с ней? О, Сергей! О! Сергей! О! У него по ходу аппендикс. Надо срочно оперировать. Да я боюсь, до больницы не успеем. А ты сам-то где? А? А? Хорошо, попробую найти машину. Понял? Ну что? Надо срочно фельдшерский пункт тащить. Подожди, нет, ну как же, я до кровати еле дойдемся. Ладно, попробую что-нибудь придумать. Надо у Ваську попросить или участкового. Потерпи, Катерина, сейчас найду тебя, там уже Юманов подключится. Потерпи, моя хорошая. Попробуй. Ваську и grief. Редактор субтитров А.Семкин Субтитры создавал DimaTorzok 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 Рыжа. Защеление. Кровоток нарушен. Смотри на цвет кожных окровов. Пульс очищается. Далее, скорее всего, сейчас будет резко падать. Начался некроз ткани. Что делать, помню. Оперировать. Мужчина, значит, был. Ну да, ну да. Кто еще способен на безобразие такое? Король пика. Соперник, который порушит планы. Но я тебя отомщу. За баньку-то. Поквитаюсь с тобою. Будешь знать Евдокию. Потерпи. Сейчас поправимся, будешь как новенькая. Можно и как старенькая. Лишь бы не померять. Хозяйство у меня. Кто тебе даст помереть-то? Ты в руках лучшего врача всех времен и народов. Повезло тебе, можно сказать, в рубашке родилась. Слушай, а если местную анестезию не возьмет? Будем привязывать к кушетке. Есть другие предложения? Как? Как через два года? Да вы что? Два года клуб не простоит, да и библиотека развалится. А мне надо, чтобы дети сейчас занимались, понимаете? Сейчас. Да не могу их пустить в аварийное здание. А если что случится? Как закрыть на два года? Да вы что? А кружки? А занятия? Давайте попробуем этот вопрос решить как-то, ну, поскорее. Да подожди, подождите. Чего тебе? Все, на счет клуба хлопочешь. Ах, искусство, ах, кружки. А то, что у тебя под носом преступник ходит, ничего? Это кто? Буякин, кто еще? Да ежу понятно, что это он мою баньку поджег. Ну ежу, может и понятно. А экспертиза еще не закончена. А мне зачем твоя экспертиза? Мне и так все понятно. Он на месте преступления был? Был. Угрожал. Угрожал, угрожал. На картах? Король пик выпал. Выпал. Значит, все. Угу. Ну, я экспертам так и скажу про короля-то. А, не хочешь, значит, да? К глазу народу прислушаться. Так, хорошо, давай бумагу. Бумагу давай, буду писать заявление. Как там у вас положено? Я, Пронькина Евдокия Алексеевна. Со статьей о даче ложных показаний ознакомлена. Степень наказания мне известна. Терпим, бабка Катя? Да. Ну, немножко, конечно, поболит. Это никто не отменял. Я дам тебя обезболивающе, с ней полегче будет. Ну, уже травки какие. Больно, я не люблю лишний раз эту химию глотать, а, Сереженька? Так, что про травки я больше не слышал. Вы так все деревни у меня на тот свет отправитесь. А что ты тогда к Катамахину заходил? Знаешь, если бы мать ерундой не занималась, я бы и не ходил. Я не понимаю, Горыныч, ты за научный прогресс или что? За прогресс. Ну, и народные средства тоже не отрицаю. Вы все безнадежны. Проходи, Коль. Мария Степановна заснула. Кофе, чай будешь? Нет, 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 нет. Я… Я на минутку. Присаживайся. Постою. Я это… Что хотел? Ты извини меня. Дурная голова рукам покоя не дает. Не хотел я… Ты о чем? Я про руку твою. Нормально все с рукой. Прошло уже почти. Коль, бросай пить. У тебя все проблемы от самогона. Все понимаю, Ань. Но жизнь у меня такая… тяжелая. Иногда… Думаешь, нет сил вытерпеть. На грудь примешь и, вроде бы, ничего. Жить можно? Хочет не сижу, а? Ты подумай. У тебя прекрасная жена. У тебя дочь. Живи и радуйся. Ну, что тебе еще нужно, а? Сама, небось, своим словам не веришь. Или не знаешь, какая у меня жена. В деревне все в курсе, какие у меня рога ветвисты. Ты… Для нее семья – это самое главное. А тебе нужно взять себя в руки. Ты не думай, Ань. Я дочку люблю больше жизни. Ради нее я любому глотку перегрызу. Просто трудно мне. Вот. Посмотри. Это Надя на рисунке. Посмотри. Она везде тебя рисует. Посмотри, как мрачно. Она чувствительная девочка, все понимает. А ведет себя взрослее, чем вы. КОНЕЦ Приветствую, Александр Михайлович. Не узнал, что ли? Пошел вон отсюда. Ну, что ты так сразу? Я же тебя как человеку, а ты со всей душой. Нет у тебя души. Ну, тебя виднее. Может, все-таки поговорим? Дело есть. Александр Михайлович, ну ты со всем, что ли? Ну, я же не извин, чтоб на меня с ружьем. Уезжай. Иначе ты меня знаешь. Нехорошо ты себя ведешь, Александр Михайлович. Нехорошо. Ладно. Будем действовать другими методами. Давай, давай. Мария, послушай меня, в лес пока не ходи, но разве что возле дома, и то, если очень надо, и Никиту не пускай. Он где, кстати, в лесу? Не понимаю. Никита! Никит! Иди сюда, разговор есть. Короче, в лес пока не ходи. Сейчас настало такое время, что нужно сидеть дома. Понимаешь? Почему? На индейцев объявили облаву. Кто? Бледнолицые. Плохие люди. Но ты их не бойся. Мы дома пересидим, и они нас не тронут. Хорошо? Давай, иди. Ничего-ничего. Разрулим. Да вы сами подумайте, что сейчас с вашей землей? Она просто простаивает. Ну, вот все бурьяном заросло. В лучшем случае, картошку на ней сажайте. Ой, да уж нет сил копать эту картошку. Да и куда ее столько? Пару картофелин сваришь на обед? И наелся? Ну, конечно. Земля, она должна пользу приносить. А нам какая выгода от этого будет? Бабуечка, ну как какая? Фермерское хозяйство будет вас всем обеспечивать. Будете, как у Христа, за пазухой. Неужели такое бывает, сынок? Ну, конечно, дедуль. Вы же на эту землю, на эту деревню. Вы всю жизнь на это положили. Пусть теперь земля вас благодарит. Бог нам тебе послал, сынок. Со мной не пропадешь, отец. Вот, давай, давай, давай. Вот, 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 чуть-чуть, вот хорошо. Ой, ой, ой. О. А сидеть-то мне можно? Сидеть? А? И сидеть, и ходить, и бегом бежать. Чем больше активности, тем быстрее аж вы заживут. А нитки-то твои не разойдутся. Ну, если кувырки делать не будете, они разойдутся, потихонечку. Кувырки делать я и в молодости еще не умела. А теперь сможешь. Только не сейчас, рано тебе еще. Серега, я тебе еще нужен, а то я там обещал, это, Галине помочь. Не, спасибо. Ага, все. Ладно, завтра к тебе загляну, кур твоих проведаю. У меня заодно. Ой. Анна, извините, звук был выключен. Нет, ничего не случилось. Просто вы ушли за каплями, у вас так долго не было. Мария Степановна волновалась. Ясно. Нет, больше ничего. Офига себе, тачка. Ага, и для морода два стоит. Не, больше. Слушай, а что это вообще за тип? Я откуда знаю? Шарится по заброшенным участкам. Может, конкурент? Думаешь, тоже металл собирает? Ну, а что, вполне. Прочухал, что этого добра в деревне завались. Вот теперь катается. А это, считай, халявные бабки. Насобирал кастрюлик, и вот тебе и новый джип, а? Да ты хоть сам понимаешь, сколько нужно таких кастрюлик на джип насобирать? Да это я так образно говорю. Ладно, надо про него твоей матери расспросить. Она все про все знает. Ты говоришь, будто моя мать сплетница какая. Да что ты пообижаешься? Просто сельпо стоит посреди деревни, туда все таскаются. Отсюда информация. Да ладно, я понимаю. Слушай, пойдем уже? Да, давай. Горыныч, вот ты еще обед не наступил, а то у меня уже пол-литра берешь. Перенервничал я, Светлана. Расслабление мне нужно. Сначала напрягись, а потом расслабляться будешь. Я сегодня Иванову ассистировал. Слушайте, он, конечно, талант. Талант. Ага. Да. А что случилось-то? А, ты не знаешь? Видишь, баб Катя чуть коньки не отбросила. Да ладно. Думали у нее, да, аппендикс, а оказалось грыжа. Присящешь. Это вот. На. Этот преступник здесь. Не упекли тебя еще за решетку. Ну ничего, дело времени. Ну проходи, что встало-то? Не пойду, пока этот ирод здесь. Не, а ты чего уставилась, я не понимаю. А я смотрю, как ты на это отвечать будешь. Я перед тобой отчитываться не собираюсь, ты мне не судья. Ты лучше тетку свою тихомит. Распустил свой язык поганый. Да не хами. Сам делов-то наделал, перевел все вокруг виноваты. Это про что? Про все, Вася. Про что? Про все. Про что? Тихо, тихо, тихо. Адна хоть сейчас искры полетят, так что сельпус горит у вас. Ой, Горыныч, степун тебе на язык. Все, давай, рассчитай меня. Все, ровно. Ой, Светлана, вот хорошая ты баба, только злая. Кто тебе такую возьмет замуж? А ты не волнуйся, без тебя разберусь. Женихи найдутся. Ну, хлеб-то дай посвежее. Нормальный хлеб, какой есть. Вот я говорю, кто возьмет? А вы чего приперлись? Уши развесили, глаза вылупили. Че надо? Ничего. Ну, чешите отсюда. Пошли, Шур. Черт. Их ходят тут сквозят. Вот так вот, осторожненько. О, что даже? Жиджавана меня не встречает, как бы не захворала. Спряталась она, спряталась. Они же все понимают, животные-то. Не говори, Петров, что правда, то правда. Так, тяжести не поднимать, не напрягаться. Двигаться нужно и можно, но осторожно. Давай. Вот так вот. Да как же? Хозяйство ведь у меня. А? Ну, Вася, Катерина. Я твоих же вам кормить буду. Окурочки. Их же ведь тоже кормить надо. Ну, сберемся. Ой, родные мои, дорогие мои. Ой, что бы я без вас сделала, мои хорошие? Ой. Вася, я тебя долго отмазывать не смогу. Если хотя бы еще одно доказательство найдется, мне тебя привлечь придется. Понимаешь? Что значит еще одно? А ты знаешь, сколько у меня их? Ты оказался первым на месте пожара, так? Ну и что? Я мимо шел. А чего тушить не стал? Да чем? Я чем-чем, пожарная команда, что ли? Да хоть чем? Что по другу попадется? Ага. Почему народ не стал созывать? Да я сначала, если честно, подумал, что по делу мне гадине. Потом, когда помню, слушай, вы с Ивановым подошли. Но это же не преступление. За мысли же не привлекают. За мысли нет. А за бездействие могут. И вот что еще. Ты Евдокию угрожал? Ну, припугнул было дело. За что? Вась. Не скажу. Это лично. Катамахин сказал, капли позже будут настояться должны. Спасибо ему. Ну, и тебе, конечно, сходил, принес. Ну, мы же за нормальные препараты, мам, верно? Конечно. Мучает меня, сынок, одна вещь. Наболтала я о нюте всякого. Разоткровенничалась. Не надо было, наверное. Что ты сказала? Про север этот твой. Про север этот твой. И что Юлия предложила апелляцию подать. Зря сказала, да? Ты не бери, Луну. Знаешь, Сережа, я думаю, нам надо Аню позвать на чай. Не хорошо, она как-то убежала. Я ее толком не отблагодарила за то, что она со мной нянчилась. Как считаешь? Конечно. Так и будем молчать? Мне сказать нечем. Я знаю, кто баню ливи-таки испарил. Это сделал я. Я же как лучше хотел. Думал, они денег на ремонт клуба дадут. Они вон что, экспертную комиссию пришлет. Знаю эти комиссии. Ничего хорошего. Да, то-то оно. Напишут акт об аварийном состоянии клуба. Ищи потом деньги. Несколько лет на ремонт. Но это в лучшем случае. А в худшем напишут здание под снос. Да. Боюсь, что так все и будет. Что делать, Петр Петрович? Вереса тут. Может, через него попробовать зайти? Так, все. Закрыто. Заболела я. Что же с вами такое приключилось-то? Не узнаете меня, Светлана? Что это узнаю? Как же не узнать-то? У меня с горлом что-то. А горло лучше лечить сырым яйцом. Да чем угодно же бы помогло. Да я вообще закрываюсь. Мне очень плохо. Но я вас обслужу. Да мне у водички, и я уйду. Хорошо. Водички. Сдачи не надо. Ну, не стану вас больше задерживать. Лечитесь. Нельзя такой красивой женщине болеть. До свидания. Заходите. Не забывайте. Мам, ты чего? Сердце измучило из-за тебя. Вот что. И в кого-то такое. Путевый такой у меня выродился. Не понял. Скажи. Христом Богом прошу. Ты поджег баню Евдокию. Да не я это. Не я. Ну, сколько можно-то? Что ты вообще взяла? А помнишь, что ты мне тогда сказал? Что ты собирался с Евдокией делать? Ну, это порыв был. Так и на нервы хляпнул. Все, психанул. Психанул? Подожди. А ты никому не говорила про это? Ну, про то, что я с Евдокией поквитаться хотел? Мам. Всполтнула соседки. Ты хоть понимаешь, что ты наделала вообще? Ну, прости, сынок. Ну, ты сам виноват. Такие слова говоришь. Так себя ведешь. Измучилась я, тревожиться за тебя. Нет сил больше стерпеть это все. Хотела с кем-то поделиться. Иначе вот сердце выскочит. Не могу одна с этим жить. Сглазили. Сглазили тебя, милая. Позавидовали. Вот на тебя хвори напала. Господи, чего им завидовать-то было бы? Всегда люди могут на что-нибудь зло направить. Посмотри на себя, молодая, красивая, статная. Сейчас мы тебя почистим. Снимаем с глаз. Дам тебе на стойке. Хворь твою, как рукой, снимет. Настроение поднимется. Но я не знала, как поступить. Я поэтому и пришла. Кто бы сомневался. Пришла и... Дакия, Алексеевна, ты на Коль на моего зла не держи. У меня чувствительный... А как выпить, так сам не понимает, что творит. я что-то не поняла. Ты что пришла? Чтобы я твою Кольку от пьянства лечила? Да нет, нет, нет. Я насчет Бани. Он возместит, я не знаю, как, но он возместит. Чего-чего? Баня твою Коля мой поджег. Он мне признался. Кольку от пьянства лечит. Значит так. Мне плевать, кто из твоих мужиков в баню поджег. Давай деньги. И мы квиты. Сколько? Фундамент для одного придется. А весь каркас заново. Печь, утепление, крыша. Сарайчик. Моральный ущерб. Итого миллион. Это еще со скидкой. Ты что, сдурела, что ли? Откуда же мы деньги такие возьмем? Давай Коля поможет тебе отстроить новую. Мужик-то у меня рукастый и будет все лучше, чем старая. Мне не надо твоего рукастого. Гони деньги. Или по закону будете отвечать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фига себе. Да тут целое состояние. Наконец-то свалим из нашей деревни. Только Мих, я тут подумал. В общем, стрёмно самим продавать. Надо кого-то из взрослых подрядить. А то не факт, что с нами по-серьезски будут общаться. С чего бы это? В зависимости от того, как ты себя поставишь. Если ты будешь серьезно и конкретно переговоры вести, никто тебя не кинет. А делиться баблом с чужим дядей я не намерен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Ох ты, я ерень. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красота. Ты на свидание собралась? Я не вовремя? Все в порядке. Чего? С участком? Ты просто не рассказываешь ничего, мы так давно с тобой не молдали. Нет, не с Андреем. А с кем? Да ладно. Серьезно? С Ивановым? Ну, во-первых, не с ним, а с ними. Меня пригласила Мария Степановна. Тетя Маша, молодец. Тетя Маша, молодец. Тебе самой думал, как хороший доктор, ответственный и… Ну, я ж не про это спрашиваю, ты же понимаешь. Знаешь, он такой замкнутый, и я не всегда его понимаю. А мне как-то хочется быть уверенной в том, что все серьезно. Все только начинается, ты хочешь быть уверенной в том, что все серьезно. Ладно. Анют, я бы поделал тебя. Ага. Коля мой признался, что это он баню Евдокии подпалил. Да ты что? Я… Я тебя хотела попросить. Можешь перед Андреем Дальцем слово за него замолвить? Ну, Коля новую баню ей построит. Только чтоб не сажали. Я… Я поделаю. Я попробую, да. Спасибо. Спасибо тебе, Анюта. Спасибо. Ладно, я убегу, сказала с ним, что скоро вернусь. Платье шикарное. Спасибо. Тебе очень уйдет. Сынок, салфетки положи, а не в шкафу. Обязательно. И салфетки, и варенье, малину, клубнику и грушу с гвоздикой. Ой. Ты, пойди-ка переоденься. И переоденусь? У нас же все-таки банкет-банкет. Ааа, ааа.. Аа… А. А-а. А, аа… А… А… Что? А. Почему у тебя нога застряла? Как видел? Тише. Сейчас. Уходи. Не получается. Сейчас. Совсем офигел. Сейчас окончательно распоришь. Прости. И что делать будем? Надо кого-то позвать. Ага. И рассекретить наш клад? Можно Иванова? Он нас не сдаст. Я в нем уверен. Хорошо. Да. Я быстро. Держись. Мишка? Сергей Сергеевич. Дело на миллион. Только клянитесь, что будете держать язык за зубами. Здравствуйте. Может, ты для начала расскажешь, что случилось? Не могу. Вдруг вы меня сдадите. А это касается моего друга. А вдруг я не смогу ухранить вашу тайну? Тогда его смерть будет на вашей совести. О, как. Хорошо придумал. Свалить свою вину за друга на меня. Ну? Блин. Что же делать? Давай так. Если я смогу молчать, буду молчать. Постараюсь. Изо всех сил. Но для начала ты ведешь меня в курс дела. Идет. Погнали. Только возьмите свой чемоданчик. С инструментами. Что с воротами. Ага. В общем, одна надежда на вас. Игорь Иванович. Клуб надо отремонтировать. И не через десять лет, а сейчас. Иначе вся молодежь разбежится. Они и так с первого класса мечтают в город уехать. Потому что в деревне нечего делать. Да понял я тебя, понял. Ну ты ж понимаешь, мне придется на серьезных людей надавить. Там, кое с кем переговорить. А это непросто. Ну я в долгу не останусь. Помогу, чем смогу. Вы только скажите. Это хорошо, Андрей. Хорошо, что ты правильно мыслишь. Ладно. Потом сочтемся. Давай, держись. А-а-а-а-а-а-а. А-а-а-а. А-а-а-а-а-а-а. А-а-а-а. А-а-а-а-а. Нет? Все? Да? Молодец. Все. Подержи-ка. Что ж ты никак успокоиться не можешь, а? Ну-ка. Так. Что ж такое? Ты на всякий пожар не переживай. Да. Не знаю. Успокоился бы. Девчонку бы себе какую нашел. Нормальным человеком бы стал. Ну-ка, потерпи чуть-чуть. Сейчас вот сюда вот. Ай! Сейчас повязку наложим. Дальше разбираться будем с ногой. Все будет хорошо. Фонарик, верни. Фонарик, верни. Хорошо. Анечка! Ой, красавица! Проходи, все уже на столе. А… А Сергей? А… Да он ушел куда-то. Скоро вернется, сказал. Ты садись. Садись, садись. Давай, давай. Да. Даже не смотри на меня. Давай, сам-сам. Даже не смотри на меня. Давай, сам-сам. Вон, давай… Продолжение следует... 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 Чего я потащил его на эту колокольню? Ну вы ж не берите на себя больше, чем есть. Он же первый начал, сам решил прыгнуть. Да нет, мне надо было быть умнее. Говорить его, ну и не прыгать вместе с ним. А сейчас где он, чувак этот? Чем занимается? И вы с ним дружите? Так, более-менее у него. Не знаю, мне кажется, он своей жизнью недоволен. Не знаю, не спрашивал. Но после того случая мы с ним дружить перестали. Может, он меня винит, что я его не отговорил, а может, всем своим видом я ему напоминаю о том самом проклятом дне. Ну все, жить будешь. В следующий раз аккуратнее. Дядя Сереж, спасибо вам большое. И вы это, не говорите никому, где мы были, ладно? Вы по амбарам больше не шастайте. Договорились? Ага, заметано. Уговор дороже денег. Да. И сразу домой. Само собой. Ты понял, про какого друга он говорил, да? Не дурак же я. Про Васю Баякину. Ага. Майя Степановна, не нужно. Оставьтесь с Сергеем, он придет в поездку. У Сергея все есть. Бери, Анюта. Бери, бери. Ты ведь не будешь дома-то пироги не печешь. Спасибо. Не пеку, некогда. Ну вот. Уже уходите? Ну да. Мы представляли, что вы уже знаете с нами. Ну что ж так долго, сынок? Так получилось, нужно было пацанам помочь. Позвольте, я вас провожу. А то неудобно как-то вышло. Хорошо. Пойду оденусь. Иди, иди. Иди. Опять мальчишки что-то не творили? Ну, детство таким и должно быть. Чтобы было, чтобы потом вспомнить старость. Я, кстати, очень хорошо помню вас с Василием в том возрасте, как сейчас Мишка и Шурка. Вася совсем не изменился. А вот вы, конечно, были совсем другой. Какой? Веселый и разговорчивый. Вам очень идет это платье, которое на вас сегодня. Не думала, что вы заметите. И вы меня плохо знаете. Возможно. Субтитры подогнал «Симон» Ты ешь удовольствием. Угомонись, Шаляпин. Людям спать пора. Люди должны приобщаться к прекрасному. Музыка – это голос Бога. Горынович, вот откуда в тебя эта философия? Отсюда. Садись, Голчонок. Так, давай с тобой сольёмся в музыкальном экстазе. Эй, ухнем! Эй, ухнем! Ещё разик! Ещё разик! Ещё разик! Доброе утро. Доброе утро. Я за настойкой для матери. За сердечными каплями. Всё готово. Помешай пока. Держи. Как себя чувствуешь? Лучше не бывает. Вижу, изменения в тебе начались какие-то. Ты, главное, от них не закрывайся. Пусти, как говорится, жизнь в свою душу. Иди на свет. Как вы, интересно, рассуждаете. Меня к жизни призываете. Сами запились в лесу. Марьяна-то всех прячете. Но жизнь же – это не суета, не социум. Жизнь – это твоё предназначение. То место, где душа твоя раскрывается. Раскрывается. Душа Марьяны не готова ещё пока выйти к людям. Мария знает, как это принимать. Иди. На свет. Мишка, стой. Я тебя просил. Что ещё? Ух. Я тебя просила. Раз, что ли? Я ж сказал, хорошо сделаю. Только потом у меня дела сейчас. Да? Давай, пока. Чёрт. Что ж так? А что? Опять подскочила? Ну, ты бы накапал мне капелек котамахинских. Я-то накапаю. Как бы хуже от них не стало. Да ты что, Серёжа? Ну, с чего хуже-то? Котамахин всё по-научному делает. Между прочим, воду для этих капелек он особым образом ионизирует на основе цинка, калия и магния. А всё это очень полезно для сердца. Это он тебе так сказал? Ну, а кто ж? Котамахин физик. Это он только простачком прикидывается. Вот. Физик? Да. Андрей, можно к тебе? Конечно, проходи. С чистосердечным я. Так сказать, сдаться властям. Потому как миллионов я не имею, чтобы компенсировать. Ты про что, Коль? Я устроил поджог бани и сарая. Чтобы склянки эти колдовские сгорели нафиг. И чтобы колдунья и евдокия больше людей не калечила. С женой чуть меня не лишила. Змея. Давай, Андрей, что я там должен написать? Давай, давай, давай. Давай. Я такой-то, такой-то, так совершил то-то, то-то по причине такой-то. Я особо описывать не буду, изложу кратко. Я поджог. Николай Крутов. Николай Крутова Это... Когда с вещами приходите? Коль, найди работу себе. Привет. Привет. Ой, что это с тобой, Шур? Бандитское поле. Как это? Ну, вот так. В секретном месте был. А где секретное место? Покажешь? Ну, не знаю. Вообще, девчонкам туда нельзя, но... Эй! Шурец! Где тебя носят? В всю деревню обыскался. Пойдем. Дело есть. Покупатель нашелся. Да ладно. Прохладно. Только держи язык с зубами. Пойдем. Пока. Пока. Здрасьте, дядя Сереж. Здрасьте. Как нога? Нормально. Спасибо. Спасибо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Да так каждый дурак может. Смотри, как надо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Чего вы это выйдете, Сережа, что-то стоите? Задумался, Анечка. Вообще-то я не Анечка, я Надя. Извини, Наденька. Проходите. Привет. Вот это сюрприз. Присаживайся. Ты какая-то прям сегодня, не знаю, красивее что ли еще. Я по делу. Слушай, нельзя ли как-то эту ситуацию с Николаем решить, а? А, ты по поводу Крутого? Ну да. Ты же знаешь, что я дружу с их семьей. Если сейчас Коля посадят, то будет совсем катастрофа. У них и так все непросто, если еще и это, то... А я беспокоюсь очень за Надю. Да я понимаю. Я педагог, и я знаю, что дети такие ситуации очень тяжело переживают. А Надя, она очень чувствительная девочка. У нее впереди сложный возраст. Поэтому... Удивительный ты человек, Анна Михайловна. Вот смотрю на тебя и каждый раз удивляюсь. Сколько в тебе человечности, душевной теплоты. Я таких людей и не знаю. Ну, разве мама моя приемная, царство небесное. Я попробую что-нибудь сделать. Да я сам этой истории не рад. Спасибо тебе. Да не за что. Пока. Сейчас. Ань, что ты сегодня вечером делаешь? Да ты не подумай. Я не из-за того, чтобы использую служебное положение. Я и так бы помог просто... Да нет, я ничего такого не подумала. Мне бы в голову не пришло. А, да, я... Да, вечером свободна. Может съездим в райцентр, в кафе сходим, погуляем? Ну, можно, да. Ну, тогда я вечером заеду? Да, до вечера. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Федь. Мне сейчас работа по зарезу нужна. У меня ситуация такая острая. Работа всем нужна? Мне особенно. Ну, а как ты этим делал? Завязал. Да? Клянусь. Что-то незаметно. Клянусь к тебе. Коль, я считаю, тебе делать нечего на лесопилке. Такое мое мнение. Ну, если хочешь, поговори со Сташковым. Может, он для тебя что подыщет. Все, бывает. Федь. Федя. Федяна. Может, они тебя кинули? Федяна. Не. Должна приехать. О! Или нашли ваш коровник? Зато надежное место. Никто чужой не полезет. Ну что, молодежь, показывайте ваше богатство. Не слабо так. Да, они обманули пацаны. Федяна. Серега, иди сюда. Я у отца фонарик нашел. Он все равно и мне пользуется. Отлично. Приведись. Кто-то идет. Ой. Анька, тебе чего? Кыш отсюда. Почему? Потому. Девчачье дело в куклы играть. Ну, ладно. Что-то, Васюк, пусть проходит. Серега, здоров. Как тебя поделал? Есть минутка? Угу. Ты недавно Ксении Крутовой помогал. Ей совсем плохо было. Чуть конца не отдала. Да, а что? Так а что с ней конкретно было? Ну, диагноз какой? Ты медицинское образование решил получить или просто праздный интерес? Интерес чисто профессиональный. А. Ну, тогда, Андрей, я отвечу тебе как профессионал. Диагноз – это врачебная тайна. Я секреты не выдаю. Угу. А если я тебе скажу, что это Колька Крутов баню Евдокии поджег? Крутов. Ну, да, он сам признался. А теперь Евдокия требует с Крутовых неподъемную сумму. Вот я и хочу узнать мотив Николая. С чего он пошел поджигать-то? Может, Евдокия сама чего натворила? Ну, в отместку, так сказать. Засудим хорошего мужика. А. Андрей, мне… Мне очень жаль Николая, но я не могу. А… Спроси у Ксении. Захочет – расскажет. Захочетов. Угу. А чего ты так удивился про Николая? У тебя какие-то свои версии были, кто мог поджечь? Нет. Не было. Ну ладно. Захочет. Кто это сделал? Не знаю. Это ты? Ты все разрушил? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что с техникой делать будем? А чего тут делать? Возьмем эвакуатор, грузовик, да увезем все. Ну что, погнали? Спасибо, пацаны, за наводку. Э, погодите, а деньги? Чего? Какие деньги, малыш? Мужики, мы так не договаривались. Слышь, Щегол, мы с вами вообще никак не договаривались. А может нам стукануть куда следует? Что вы тут колхозное добро разбазариваете, а? А это… не колхозное. Это… это ничейное. Ничейное. Ну, значит, наше. Вопросы есть? Вопросов нет. Свободны. Тыканьте кому-нибудь, по тракторам закопаем. Понял? Ах ты ж. Слышь ты. Чтоб я тебя рядом с моей женой больше не видел. Ноги твои, чтобы у моего дома не было. Ты слышишь меня? Кобель поганый. Не смей приближаться к моей семье. Полегче. Совсем берега потерял. Ты руки-то не распускай, я быстро к тебе управлю иду. Да ладно, Петрович, не трогай его. На нервах человек. Совсем ты опустился, Николай. Нормальным мужиком же был. Что с тобой водка сделал? Я… Я хотел к вам… Ну? Чего хотел? А, ладно. Бессмысленно все. Слушай, я же не из любопытства спрашиваю. Я разобраться в ситуации хочу. Мы же не хотим, чтобы Николая посадили? А что могут? А ты сама, как думаешь? Умышленный поджог? Это тебе не в берегу играть. Может, он сам признался? Это… Чего никак не спасет? Ну, с Костя от паров лет. А может, и того меньше. Устраивает? Поэтому я и должен знать про мотив. Не просто же он пошел поджигать. Ребенка я ждала. Ну, только оставить его я не могла. Я поэтому к Евдокии пошла, чтоб она мне помогла. А только она так, она помогла, что ей чуть на тот свет не отправилась. Коля узнал. Так, так, так. Значит, Евдокия занималась незаконной деятельностью на даму. Вот меня и дело. Ого, еще есть сила грызаться. Характер у нее такой вредный. Ага. Люблю ее, заразу. Ага. Давно она не естся? Второй день. Все лежала и лежала, лежит. Воду пьет? Похлебала немножко. Уже хорошо. Ой, несло ее изо всех дыр. Да. А потом квелая такая сделалась. Ой. А чем ты ее кормила-то? Так, я ее всегда кашей кормлю с потрохами. А она со стола у меня стянула. Продукты, которые я с ярмарки-то принесла, и все слопала. О-о-о. Ну, тогда понятно. Непривычный рацион, так сказать, а? Новых блюд захотелось, да, Джованна? Ага. А живот-то против. Вот. Жадность тебя наказала. Ага. Горыныч. А? Это ты чего? Усыпить, что ли, ее задумал? Рано еще ей антибиотики попробуем. Я так испугалась. Мы ведь с Джованкой двенадцать лет душа в душу живем. А то, что вредная, я ведь и сама не подарок. Ой, моя Джованна. Все. Моя девонька. Успокойся, успокойся, Джованночка. А я же тебе помочь хочу. Вот так вот. Ух ты ж! Джованна! Ух ты! Джованна! Я тебе, ты… Никакой благодарности от пациента. Он бессовестный, а? Укусила таки? Да ничего, ничего, нормально. Чуть-чуть. А как тебе не стыдно, вот я тебе, а? Ой. Добрый вечер не помешал? Добрый. Нет, нет. Хотел пригласить вас показать кое-что важное. Только если не долго, а то у меня на вечер планы. Нет, нет. Ну, если вы заняты, то можно в другой раз. Нет, нет. Если это не займет много времени, можно сегодня. Не займет. Буду на улице. Вы помните, на этом месте был шалаш? Много-много-много лет назад. Помните? Да, а почему вы вдруг об этом сейчас? Просто для меня это важно. Я… Мне казалось, что детские воспоминания навсегда исчезли из моей жизни. Ну, не все, но очень многие. Зона – это такое место, где ты забываешь, кем ты был для того, чтобы выжить. Я вас не помнил, когда приехал сюда. А потом вдруг что-то стало происходить, и… Я просто хочу понять, это мои фантазии, или я действительно начинаю что-то вспоминать. Здесь, правда, был шалаш, да. Мы в детстве в нем играли. У вас была розовая куртка. Я не помню. Может, и была. Василий потом здесь все разрушил. Застукал нас тут с подружкой и разозлился. Девочкам сюда было нельзя. Вы плакали. А вы потом подрались с ним за это. Катались тут по траве. Ань… Ань… Вы правда хотите уехать? Хотел. А теперь не знаю. Ну, все… Лежим отсюда. У меня фактически все готово. Можем подавать на господдержку. Молодец. Быстро ты с этими крестьянами разобрался. Надеюсь, с бумагами все чисто? Ну, объясняйте. Договоры, подписи, все есть. Там только один мужик упрявится. Вот думаю, как на него надавить. У него с головой проблемы. Он чуть что за ружье хватается. А без него никак? Я говорю, он хороший кусок земли, жирный. Грех от такого отказываться. И самое главное, сам не живет и другим не дает. В каком смысле? Ну, в лес подался. Типа отшельник. Я говорю, с головой проблемы. Как говоришь фамилию? Катамахин. Катамахин. Земля хорошая. Очень. Ладно, я со своими поговорю. Они его дожнут. Давай. Ну, мы что сегодня, без сиренады? Ой, что-то мне нехорошо. Что с тобой? Знадид. Ну, вроде температура у тебя. Разве сня спирим? Не, не надо. Может, чайку заварить, а? С мятой. Не, Галчонок, спасибо, не надо. Я пойду лучше, пока полежу, посплю. Спасибо. Давай, давай поспи. Ой. Ой. Я тут одну сделку провернул. Договорился о закупках зерна для вояков. Так. Ну, схема обычная. По документам проходит в три раз дороже. Откаты нам, ну и воякам немного, чтоб рот не раскрывали. Молодец. Слушай, надо еще что-нибудь похожее придумать с закупкой сельхозтехники. Уже об этом думал. Надо с Асташковым поговорить, он на нашей стороне. Слушай, чем больше я с тобой работаю, тем больше ты мне все нравишься. Молодец. Смотри, возьму к себе в команду. О, мне пора. Ладно, давай на связи. Александр Иванович, ну не надо, обижайте, я заплачу. Хорошо, ладно. Разберемся. Прошу прощения. Случайно услышал разговор. У меня к вам деловое предложение. Есть небольшой склад сельхозтехники. Наверное, скупал, когда по дешевке хотел свой бизнес наладить. Руки не нашли. Можем договориться. Мне как раз сейчас деньги нужны. Слушай, если… Что? Могу из Котамахина помочь пореже. Как вам такое предложение? Молодок. Да. А технику когда сможешь подать? Да хоть сейчас. Э, посчитай, Настя, меня тоже. Если я вам кое-что скажу, вы не будете сердиться? Не знаю. Тогда лучше не буду говорить. Ну, тогда постараюсь не сердиться. Я изучила уголовный кодекс, почитала разные статьи и поняла, что вы можете подать апелляцию в письменном виде и никуда для этого ехать не придется. Стоп. Какая апелляция? Вы сейчас о чем? О том, чтобы вам разрешили медицинскую деятельность. Это реально? Я почитала, люди пишут, что суд им разрешил. Значит и вам должны разрешить. Не сдавайтесь. Я вот набросала тут образец заявления, почерк так себе, но я думаю, что вы разберетесь. Господи. Господи. Так нехорошо получилось. Ну, где? Что за хрень? Тут же все было. Может, ты коровник перепутал? Да здесь других нету. Ты, дружок, хорошенько в следующий раз подумай, прежде чем в серьезный бизнес лезть. Подождите. Я разберусь. Я найду, кто технику спер. Не по земле же она провалилась. Это я не знаю. А если ты будешь так же с Котамахиным вопрос улаживать, то лучше тебе бежать от меня подальше. Твою мать! Да! Твою мать! Х lets gojem Darkly Да нет, я сама за временем не уследила. Дома тебя не застал. И если захочешь встретиться, я жду. Дома тебя не застал. 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 Убить вас мало. Что за мужики откуда? Я не знаю. Подставили меня пацаны. Навалял бы вам. Да жалко зеленый еще. Я в номер их машины запомнил. Если надо. Ну говори. Ты по какому поводу ты решил туда написать? Хочу кое-что прояснить. Прошение подаешь. Чтоб они тебе наказание смягчили? Ну можно так сказать. Вот и правильно, Сереж. Вот и хорошо. Ты такой доктор как ты. Он же ведь людей-то должен по-настоящему лечить. Да погляди-ка вон. Сколько народу-то погибает. А почему так? Потому что врачей хороших нет. А у нас-то он какой талантище. Только знаешь, Сереж, надо бы наверное заказным отправить так надежнее. Я у нас всю жизнь на почте работала, что ты мне поверь. Да. Давайте так и сделаем. Заказным, значит? Заказным. Ага. А ты нас не бросишь, Сережка? А то он пойдешь опять оперировать в больницу. Мы без доктора останемся. Валентина Ивановна, куда я денусь? Пока фельдшера хорошего не найдут, никуда я не денусь. Завана, а? Ты где, а? Завана, кашку тебе наварила. Иди скорее. Ты куда подевалась? Ай, милая моя. Что это с тобой? Ой, 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 совсем, совсем худо. Беда-то какая. Беда, потерпи. Потерпи, милая моя подруженька. Я сейчас за Горынычем схожу. Ой, беда-то какая. Судя по описанию пацана, это был УАЗик. Ага, Дим. Спасибо, я твой должник. Давай. Ну? Ну все. Номер сообщил? Ага. Человек надежный, должен помочь. Как только машина засветится, он мне перезвонит. Спасибо, Андрюх. Ну, в общем, свистнешь, если что-нибудь прояснится? Свистну. Ладно, пойду. Дел по горло. Давай. Знаю я твои дела. Василий, заканчивал бы ты с этой историей, а? Ну, чего ты в чужую семью лезешь? Нашел бы себе свободную женщину, тебе бы слова никто не сказал. У тебя, Андрюха, какая разница? Сами разберемся. Подпалит тебе Колька из ружья. Кто разбираться будет? Да он только болтать может твой Колька. Трепло. Не скажи. Евдокий, баню-то. Он подпалил. И тебя, глядишь, подстрелит. Что? Что ты взял что-то круто? Да приходил он ко мне. Чистосердечное накатал. Ну, как это? Он же обещал мою собаку провелить. Совсем худо ей. Надо же ее срочно осмотреть. Может быть, какой антибиотик, укол поставить. Ну, кто-то надо... Да угомонись ты! Ему самому нехорошо. Приболел он. Бедный, миленький мой. А может быть, это он вчера лишку-то на грудь принял? Да не пил он. Все, отстань! Отстань! Что там с твоей собачкой-то, Джованкой-то, а? Совсем, совсем плохо, миленький Горыныч. Лежит пластом, скулит бедняжка и из ортопеда пошла. Я молю тебя. Куда собрался? Говорят, тебе плохо ему. Потом посмотри твою собаку. Да, Дорь? А потом-то она подохнет. Надо же сейчас. Да совесть-то есть, Катерина! Собаку жалко, а человека нет! Да заманитесь мы обе две! Раскудахтались тут! Алина, мне нужна моя одежда. Да! Господи! Да что ж такое? О, господи! Чего он с ума сошел? Где он, Горб? Нет его. Его и Наде нет, слава Богу. Я так больше не могу. Надо все решить. Надо всем тройным собраться и решить. Ты со мной или с ним? Приехали. А может, еще Надя на семье? А ты ребенком не прикрывайся! Она если не сейчас, то потом вырастет и поймет. Ты мне честно скажу, любишь меня? Ксюх! Значит, любишь! Так что ж ты жить со мной не хочешь, а? Сколько можно бегать, по кустам претаться? Ну не дети уже, ну сколько можно? Не могу я. Что? Он сейчас в таком состоянии. Я не могу от него сейчас уйти. Я не могу! А любовь нашу ты можешь бросить? А ты потом не пожалеешь? А, Ксюша? Вспомнил? Вспомнил про любовь? Где ты год назад был? Когда я готова была от него уйти? От него и от Нади готова была уйти? Да ты ж по бабам пошел? Испугался? Ну не прав я бы. Ну прости ты меня. Ну теперь ты все другое. Ну я уже другой, мне никто не нужен, мне ты только нужна, Ксюша. Только ты. Слышишь? Ну я места себе не нахожу, не могу я без тебя. Ну прости ты меня. Я куда не пойду, я везде тебя вижу, Ксюша. Ну уходи ты от него, я тебя умоляю. Слышишь? Уходи. Не могу я без тебя. Уходи. Ну что мне еще делать? Уходи, Вася. Уходи. 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 Неудобно. Все суставы садикают. Держись, Олночка. Держись. Видишь, мне самому худо. Скажи, поживет она еще? Это ты там спрашивай. Я делаю все, что могу. А я… Я пришел, чтобы сказать вам спасибо. За что? Если б не вы, я б никогда не решился. На что? Я, простите, не о чем понимаю. Я отправил заказным письмом прошение о пересмотре моего дела. Да. Я очень рада. Будем ждать решения. Сергей. Сергей. А? Вы еще что-то хотели сказать? Нет. Да. Мне показалось. Да, вам показалось. Да, вы правы. Я определенно хочу что-то еще сказать. Я не знаю, как вы к этому отнесетесь. Я сам не понимаю, как мне к этому относиться. Но со мной случилось страшное. Я влюбился. НикО. Увидимся. У resolved. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Анюш, сюрприз! Я смотрю, у тебя ученики как-то повзрослели резко. Что это, Андрей? Компьютеры! Теперь все будет у нас по высшему разряду. Городские позавидуют. Откуда? Из райцентра. Один серьезный человек помог. Ну, техника, конечно, не новая, но вполне рабочая. Ты чего растерялась? Давай, освобождай стол. А, это только начало. Скоро и клуб отремонтируем. Все путем будет. Доктор, пойдем поможешь остальные коробки достать. С книжками Иоанна Михайловна сама справится. Серега, ты это, обороты бы сбавил, а? Что? Это моя женщина. Это кто так решил? Я. Ага. Я за ней давно ухожу. Нас почти сладилось все, и вдруг ты. А ты иди с дороги, нехорошо это. Найди себе другую. Ты нормальный мужик. У меня претензий к тебе нет. Ну, кроме этого, вопрос. Андрей, я к тебе тоже нормально отношусь, но в этой истории еще третий человек. Пусть она сама выберет, с кем ей быть. Ну, вот, на первое время хватит, Анют. Оставить, подключить. Надо будет Ширку позвать, он любит в технике возиться. Я могу помочь там, установить что-нибудь. Да зачем? Пускай пацаны занимаются, можно сказать, в педагогических целях. Да, Анют? Да, я же к Евдокии собрался. Тебе там тоже поприсутствовать не помешало бы. Да. Угу. Слушай, Анют, я помню твои проблемы про Николая и уже работаю в этом направлении. Спасибо. Ну что, пошли! Пошли, пошли! Идем! Так что с Евдокией? Зачем идти там нужно? А, я забыл. Я тебе тоже, тоже кое-что привез. Не боись, не бомба. Лекарство, которое ты просил. Спасибо. С Евдокией что? С Евдокией я сам разберусь. А ты... людей лечи. Нечего тебе тут в библиотеке ошиваться. Отмолчилась, бедняжка. Моя подружка моя, девонька моя, да как же я тебя не уберегла? А как же я теперь, как же я жить-то буду тоскливо без тебя? Ты, ты моя джаванушка. Все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все... Все, не надо так, не надо. Все. Она же у меня, как доченька была. Я же ее совсем маленькую-то взяла, щеночка. Она ведь спала со мною, ткнется носом мне в шею и сопи. А как прыгала, ты меня с ног сбивала, моя жабанушка, моя милая, моя. Жизнь она тебе спасла, Катерина, вот что. Как это? Как это? Отравилась она, поэтому и скончалась. Видать, что-то в продуктах было нехорошее, те, что ты с ярмарки-то привезла. Как это? А неужели? Да. Спасительница моя, моя девонька, это ты мне жизнь спасла, сама ушла. Пойдем. Пошли, 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 вот, пошли. Людаки, ну хватит Ваньку валять. Где Николай тебе столько денег возьмет? Да и баня твоя четверть от этой суммы стоила. Блевна прогнившие, крыша на ладан дышала, я ж помню. А моральный ущерб? А компенсация на лечение? Я вон не угорела чуть, я вон до сих пор кашляю. Какой моральный ущерб? Ты посмотри на себя, у тебя здоровье как у коня, ты еще всех нас переживешь. А ты мои годы-то не считай. Сколько надо, столько и проживу. А с деньгами вопрос решенный, сказала и точка. А если я на тебя уголовное дело заведу, что тогда скажешь? А это за что? За то, что ты Ксению чуть до смерти не довела. Если бы Иванов не подоспел, сгинула бы Крутого. Или ты думаешь, я доказать не смогу? А я ее не тянула силком. Она сама пришла. Значит, сама и виновата. Ивановна, ты слышала что-нибудь? Незаконное врачевание на дому. Про подпольные аборты. Ты почитай. Много интересного узнаешь. И подумай, кто раньше в тюрьму въезжает? Ты или Николай? Спи спокойно, дорогая Джавана. Ты была верным другом, любящей дочерью. Катерина сказала, что она как дочь ей была. Ох ты ж. Жизни своей не пожалела, чтобы спасти Катерину. Беги по роддуге. Пусть тебе там будет хорошо. Ты ж прям как о человеке. Сау, я тебе так скажу, они лучше, чем мы. Это я тебе как ветеринарж говорю. Ну, давай, строгнем. Ань, не чокайся. По радуги. Ребят сказали, что УАЗик с трактором на прицепе засветился вот здесь. После этого его никто не видел. Ну, это недалеко. Ну, где же они там трактор спрятали? Это же ни гаиш, ни ключ. Ему место надо. В этом селе есть автосервис. Думаешь, туда загнали? Ну, это первое, что в голову приходит. Согласен, согласен. Слушай, ну, надо срочно ехать тогда. Думаю, на запчасти вы еще не разобрали, времени мало прошло. Но лучше поторопиться. Погнали, а? И лучше еще кого-нибудь из мужиков взять. На всякий случай. Мужики, только сперва разговариваем спокойно. На рожон не лезем. Понятно? Да погоди ты. Еще никого ничего не нашли. Найдем. У меня на такие дела профессиональное чутье. Сто процентно на верном пути. Здрасте, дядя Сереж. О! Любопытно, теперь ты командуешь парадом? Угу. Мамке совсем худо стало. Так, а что конкретно с ней? Говорит, Бог болит, встать не может. Видимо, продуло. Температура есть? Не знаю. Рвота, слабость? Да не спрашивал я. Просто плохо и все. Она же у меня такая, до последнего будет таскаться на работу. А если уж слегла, значит, сильно прихватила. Да. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сдурели совсем? Ага. Че ломитесь? Не видите, закрыто. Разговор есть. Ну, че надо? Ангар хотим ваш осмотреть. Баб своих осматривать будете. А че только борзе-то? Жить насрать? Слышь, кешни убрал свои? Или к травматологу еще и хочется? Сейчас сам к нему поползешь. Где? Че тут? Помощь нужна? Да тут пассажиры какие-то странные. Осмотреть че собрались. Мужики, че надо? Молите отсюда, пока не ограбили. Трактор мой. Вы угнали. Че? Какой трактор? Ты че гонишь? Я тебе сейчас покажу, какой трактор. Так стопэ, а. Трубку сломаешь, падла! Стоять! Трубку сломаешь, падла! Стоять! Как ты? Нормально. Иди посмотри в соседний анган. Держи. А то мы, может, зря мужиков-то калечим. Я вам обещаю, вы все кровью умоетесь. Это мы еще посмотрим. Ну че там, Вась? Ага, все есть. Тракторный бочка. Ага. Ну все. Что, под суд вас отдать? Или по-хорошему договоримся? Кто ты такой, чтобы под суд нас отдавать? Я вообще-то участковый из той деревни, где вы трактор сперли. Так бы и сразу сказали, а? Что сказали? Будем вас оформлять, родные. Мужики, мы же договоримся, мы у вас всю железу выкупим, а? Сколько хотите. Че скажешь? Не, не продается. Все вернете. До последней детальки. Мелкие желтые. Работы давно? Два дня. А здесь? А здесь? Немного меньше. Камни желтину находили когда-нибудь? Ну я не знаю. Я не проверялась никогда. Первый раз приступ? Ладно. Давай. Рассказывай, что ела, что пила, лекарства какие-нибудь. Да ничего я не пила, ничего не ела. А он только настойку вон, теткину. Ну это от горла. Угу. Опять Евдокия? Да ни при чем она тут. Ну так просто вышло, так совпало. Что в настойке знаешь? Ну… Женьшень. И имбирь. Желчегонная. Привет своей тетке передавай. Нужно скорую вызывать. Да ну зачем скорую-то? Камень у тебя встал. Боюсь, сам не справлюсь. Могу только обезболивающее сделать. О, вот он. Какой-нибудь железный. Вась, ты на тракторе-то сможешь? Я, Витюх, на всем смогу. Хочешь на тракторе, хочешь на самолете. Технику ее ведь чувствовать надо. Она как женщина. Если ты с нежностью, отказа не будет. Вась, ну и как-то трактор с женщиной сравнивать. Не знаю. Ладно, Вась, мы поехали. Ты уж сам на тракторе. Ага, спасибо большое. Погнали. Вась, я дико извиняюсь, тебе б жениться, при хорошем бабе, тебе б цены не было. А мне и так цены нет. Да, Никитушка. Деда, там какой-то дядя незнакомый. Дядя незнакомый? Сейчас проверим, что за гость к нам пожаловал. Ты знаешь, Никитушка, иди пока в свою комнату и жди меня, я тебя позову. Ну, туда иди. Сейчас проверим. Этого дядю. Струхнул? Не бойся, я тебя не трону. Зачем пожаловал? Меня мать послала, она… Да знаю я, и мать твою, и тебя. Чего принес? Вот корреспонденция. Держи. Еще расписаться надо. Это заказное. Чего? Лишают меня земли? Расписаться надо. Послушай меня. Ты приехал, а дома никого нет. Ты подождал, 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 подождал. И домой поехал. Понял? Езжай. Все хорошо. Езжай. Ну… Потерпи. Больно очень. Давай. Еще раз глубокий вдох. И медленно выдыхай. А-а-а! Молодец. Отпустила. Кажется. Значит, сдумали. Это хорошо. Я вот здесь подпишу. Давай-давай. Вот. Ну что, Игорюк. Поздравляю тебя. С отличной работой. Давай. А ты что, не пьешь? Я же за реблю, Александр Иванович. Что, закон уважаешь? Это хорошо. Ну что, поехали? Покажешь мне мои новые владения, а? С удовольствием. А-а-а! Хоть бы эта скорая вообще не приехала. Спать ужасно хочется. Ну… У вас же подремать я их подожду. Ну… Так лучше. Ага. Ух… 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 Ничего, поваляйте недельку в палате, отдохнете. Там все проверят. Если не будет никаких осложнений, отпустим на все четыре стороны. Да какие осложнения-то? Ну, какие осложнения? У нас он лучший доктор в деревне. Он и камень помог вывести, и без присмотра не оставит. Не капризничай. В стационаре сделают УЗИ и все проверят. У меня нет таких возможностей. Про вас, коллега, я наслышан. Весь райцентр шумит, что у вас в деревне чудо-врач появился. Да уж. Чудо-доктор. Ну, не скромничайте. Такие специалисты на вес золота. Мам! Мам! Что? Что случилось? Вы ее в больницу возите? Госпитализируем. Ну, собирайтесь. Как? Ты чего? Ты же сказала, себя просто продуло. Не волнуйся. В больнице сделают все анализы и отпустят. Ну, Бишуль, ну, ты теперь за главного остаешься. Посмотри, чтоб с домом было все в порядке. Ладно? Мам, ты только это, короче, ну, не умирай. Хорошо? Ну, вы меня не обманываете? Она точно поправится? Да, ну, что ты? Поправлюсь. Ну, поправлюсь я. Поправлюсь. Поправлюсь. Хорошая собака была, но характер, должен тебе сказать, тот еще, он меня за руку цапнул, видишь, да? Ну, я его простил, простил. А кому понравится, когда тебе под холку вот такой шприц всоживаются? Что? Горыныч, ты чего? Горыныч, что с тобой? Отлично, Игорек, ты славно поработал, ты молодец, на тебя можно положиться, хлебни. Александр Иванович, я за рулем и ехать надо. Нет, нет, ты должен хлебнуть. А потом кто? Кто нас остановит? Я же с тобой, а я власть. Я власть, не хлебни, хлебни это на пользу. Сейчас хлебну. Это нужно отметить нашу сделку. Игорек, ну что ты такой серьезный, а? Ну давай, хлебни. Аня? Снежа, помнишь, ты хотел на север, я тебя прошу, возьми меня с собой, это очень важно. Надо срочно, срочно что-то делать. Я тебя прошу, надо бежать. Возьмешь меня с собой, я поеду с тобой, я тебя прошу. Тихо, тихо. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ничего, мы еще поживем! Мам, Марьяна? Что? Что случилось? Что? Доктор, доктор, доктор! Ой, грех я совершила, Андрюша. Ну, то есть, это как это, эти противозаконные действия, вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Андрюха! Я попал в аварию! Погоди! Тут кроме меня еще два мужика! И женщина! Не знаю. Похоже, все погибли. Ты прости, что я ничего не объяснила. Просто я... Есть кое-что, о чем я пока не могу говорить. Я бы с удовольствием все это забыла, но пока не получается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, я не спрашиваю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У тебя бывает такое, что ты ложишься спать, а утром хочешь проснуться новым человеком? Никаких страхов, никакой прошлой жизни? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня такое было. Но со временем я понял, что без нашего прошлого мы никто. Все то, кем мы являемся, это наш опыт. Страшный, болезненный, но он для чего-то нужен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для чего? Чтобы по ночам просыпаться от кошмаров, которые не дают спокойно жить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, может быть, для того, чтобы победить страх? Стать сильнее, стать лучше себя прежнего. Если бы я не прошел через ад, я бы не стоял сейчас здесь с тобой, не смотрел бы тебе в глаза. И не имел бы даже возможности прикоснуться к тебе. Не бойся. Ты не одна. Ну, по крайней мере, у тебя есть яд. Музыка. Ты не вреден. Музыка. Андрей? Подробности не знаю, но пострадавшие точно есть. Я сегодня видела Вересову в деревне. Уверена, что это он? Он. Как думаешь, зачем он здесь? Я не знаю. Меня до сих пор трясет. В твоей машине двое мужика. Там женщина. Я не понял, кто живой, кто нет. Сам трогать не стал. Молодец, все правильно. Как сам-то? На башках рушатся, ребра болят. Но это фигня. Все живы? Да бог знает его. Сейчас все узнаем. Мы туда, вы к женщине. Ничего. Жив и слава богу. Серега, посмотри. Похоже, серьезных травм нет. Помоги достать. Первую помощь умеешь оказывать? Да. Давай, действуй, я туда. А не надо, я сам, уйди. Точно? Так, сам. Что, готов? Еще бы два миллиметра и все. Так, давай, помоги достать. Аккуратно, голову. Держи, держи. Вот так и голову. Ё-моё. Давай, на счет три. Раз, два. Сергей, тут женщина, похоже, не дышит. Пульса нет. Сейчас. И... Держи. Крепко держи. Да сам знаю. Отошли все. Да у нее голова разбита. Зачем все это? Не лезь. Молодец. Молодец, девочка моя. Вот так вот. Вот это, да. Вот так вот. Приди. Снута. Александр Иванович. Тихо. Тихо, 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 тихо. Без резких движений. Сейчас доктор придет, поможет. Хрель, ну он там водится. Это доктор твой. Ты знаешь, кто перед тобой? Это серьезный человек замгубернатора. Давай быстро зови врача своего. Сейчас. Женщине поможет и придет. Какой женщине? Женщина подождет. Давай. Серега, как у тебя дела? Здесь пострадавший в себя пришел? Вену держи. Хорошо. Игорь. Сейчас. Решает больно. Сейчас, сейчас. Быстрее давай. Доктор уже идет. Сейчас. Отошли в сторону. Будем зашивать. Прям здесь что ли? Есть какие-то другие варианты? Скорая по такой погоде быстро не приедет. Это не опасно? А? Не опасно. Опасно будет, если не зашьем. Ага, ага, ага. Эй! Давай. У вас сидеть сюда Надю надо. Срочно. Да куда ты ее увезешь? Это ж тебе не котенок, а школа. А жить где? Я не знаю. Мы что-нибудь придумаем? Ну, что ты придумаешь? У нас денег нет, чтобы выехать. Мне еще надо с этой баней как-то разобраться, будь она неладна. Ведь посадить могут. Что тогда? Посадить не должны. Я поговорила с Андреем. Он обещал помочь. Ой, сомневаюсь я, что он что-то сделает. Ну, а вдруг? Даже если и так, на какие шиши мы поедем? Дом продадим? Кому он нужен, старая развалина? Ну, как самочувствие? Говорить трудно. В чем дело, что с ним такое? Я, конечно, все понимаю, но, по-моему, товарищ зам губернатора на грудь принял? Не слабо так, а? Ну, мне настолько же, он же до этого нормально говорил. Ты что ему зашил, доктор? Руки можете поднять? Руки поднимите! Руку, Александр Иванович, руку. Вторую. Вторую! Александр Иванович, вторую поднимите. Та, напрыгались. Что с ним такое? У него что, рука отнялась, что ли, после твоей пранзы, а? Вы мне мешаете! Чего? Дефект межпредсервной перегородки. Вы сердце проверяли? Сердце проверяли? Парджук! Я нужна помощь! Что сделаю-то? Что с тавином? С тавином закатай! С тавином! Гарикос! Что случилось-то? Тром, если бы не порог сердца, вышел бы в легочную артель, а так пролетел прямо в голову. Ну, то есть, это ведь не связано с тем, что ты его зашил? Нет, конечно. И что делать? Делать что? Будем колоть гепарин. Ну, делать-то что-то надо. Или что, мы так и будем, сложа руки, сидеть? Если только работу хорошую найти в райцентре, чтобы квартиру можно было снять, или там комнату. Ладно, решу проблему. Раскочим. Ну, мы поехали. Спасибо вам. Вася, ты уверен, что тебе в больнице не надо? Ничего, до свадьбы заживет. Под сумми, а трактор больше не брошь. Помощь нужна? Да не, справлюсь. Давай, загружай. Аккуратнее, аккуратнее. Давай, 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 давай. Ох, аукнется нам эта авария еще. Аукнется? В каком смысле? Если с замгубернатора что-то случится, они нам голову оторгут. И тебе в первую очередь. Ты это понимаешь? Я не мог оставить человека умирать. Я поступил так, как считаю нужным. Ты им это докажи сначала. Что, не знаешь, как у них это все делается? Да. Что с ним? Мы едем. К Горынычу. Плохо ему. И быстрее. Давление более-менее. Ну, что с ним такое, Сережа, а? Пока не знаю. Температура сколько дней была? У меня два. Не больше. Высокая? Да и пустяки. Почти до сорока поднималась ночью. Это тебе пустяки? Что-то еще? Снабила его и трясло, как машинку стиральную. Да что ты несешь-то? Не парься, Серега. Перевтомился просто. Нервы. Забаку хоронили. Распереживался. Он с Петровым накатили, малеха. Вот организм и сдал. Так сдал, что я чуть со страху не помер. А сел, глаза закатил, трясся весь. А я ж не скорая помощь. Я ж не знаю, как в таких случаях быть, Сережа. Тебе ужастики писать, Петров. Да не. Ладно. Отдыхай. Завтра посмотрим, как будет. Поехали. Долу, долу, удержи. До поза, походу. Готов. Доктор? Чего замер? Спасай! Доктор? Доктор? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мам, ты как? Все хорошо, сынок. Мам, просто обычно в это время ты уже на кухне шуршишь. Может, погода. Может, старость просто. Так-то все ничего. Просто нет сил сегодня что-то. Ну и сейчас. Я пойду. Тебя ж накормить надо. Мам, сиди. Сиди. Я сам. А что бы ты хотела на завтрак? Побудь со мной. Смотря на тебя и думаю. Главное, ты вернулся к своему занятию. Лечишь людей. Приносишь пользу. Жизнь не спасаешь. И не где-то там. А здесь. На своей родной земле. Это лучшее, о чем я могла мечтать. Каждый день я молюсь за тебя. И утром, и вечером. Паська, вставай, наконец. День на дворе, а ты дрыхнешь. Мам. Опять гулял всю ночь где-то. Мне надо воды натаскать, дров наколоть. Тебя не дождешься. Сейчас, сейчас, сейчас. Вставай ты, наконец. Мам, вы что, совсем, что ли? Мне же не пять лет. Да, толку-то. Четвертый десяток. А ума, как у малого ребенка. Люди в твоем возрасте, семейные, с детьми. Это что же такое-то? Чего? Да на тебе живого места нет. Подрался? Нет. Когда ж ты угомонишься-то, а? Ну, сил моих нет. Мам, ну, успокойся. Я вон, жениться собрался. Дети пойдут. Внуков понячься. Жениться? Ага. Шутишь? Ну, и кто за тебя пойдет? Ксения. Подожди, Крутовская жена? Ага. Да ты в своем уме замужнюю женщину от родного мужа отрывать. А дитё? Режим. Да ты. Здорово, Валентина. Как поживаешь? Да ничего, не жалуюсь. Сама-то как. Вот, письма тебе принесла. Отправляй. Минздрав. Прокуратура. Чего уставилась? Отправляй, сказала. Чего это ты, Декея, с официальными органами-то переписку решила устроить, а? Не твое дело. У тебя забыла спросить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Офига себе! Это что, у нас теперь компы будут? Привет, Шур. Ой, да, простите, здрасьте. Можно посмотреть? Да, конечно. Это для вас вы привезли, я только не знаю, как подключить. Как раз хотела к тебе за помощью обращаться. Это имигум. В таких вопросах я спец. Отлично. Круть. – Добрый день. – Как мама? Говори, скоро должны выписать. Вот и слабо. У меня бы хлеба черного свежего. Угу. Понял. Ну, и есть только вчерашний. Василий пока не приезжал. А курица есть курица? Есть, но замороженная. Она, если честно, не очень. Лучше сходите к бабе Кате. Вот у нее отличные куры. Спасибо за совет. Петр Петрович, я от работы. Клянусь вам. Все до копеечки отдам. Это случай со мной просто такой. Позарез. Деньги нужны. Срочно. А все отдавать-то будешь. Ты ж безработный. Так я устроюсь. Руки у меня золотые. Такие всегда нужны. Руки-то, может, у тебя из Латвии были когда-то. Теперь вон трясутся. Если честно, Николай, ты ж алкоголик. Кто ж тебя на работу-то возьмет? Завязал, Петр Петрович. Ни капли в рот не беру. Посмотрел, как я раньше жил. Как семью не уважал. И завязал. Ну, честно. Еще вчера бегала. Может быть, ты у меня еще яичек с десяток возьмешь, а, Сереженька? Ну, поры у меня так хорошо несутся. У тебя прям пору идти продавать. Ну, не по силам мне это занятие-то уже, а? Возьму. Ой, ты славненько. А ты хорошо, а он. А ты хорошо, ты. Я смотрю, Шов не беспокоит, да? А никогда мне беспокоится. Конечно, по Джованке тоскую. Хорошая собака была. Не смог ее Горыныч спасти. Ой, так она все продукты со стола стянула, да их сожрала. Вот и откинулась. Горыныч говорит, желудок-то у нее не выдержал. Ой, да ты знаешь, прямо пена изо рта шла. Ой. Пена шла? Так. Ну, да. Ой, и капельницы ей ставили. И уколы ей делали. Ничего не помогло. Эту не помогло. Ой, так я прям… Я Горыныча не виню. Не виню, он и сам пострадал. Она же его напоследок и прикусила. Только животные-то они ведь не люди, они ведь не понимают и не знают, как им объяснишь-то, а? А, Джованни, прививку от бешенства делали? Ой, да какое у нас в деревне-то бешенство, а? Ну, зачем животных-то мучить-то зря этими прививками? Ну, конечно, крупный скот Горыныч прививает. А уж, а уж, кошек, собак уж как сами хозяева решат. Только, ты знаешь, у нас этой ерундой почти никто в деревне не мучается. О! Антипрививочники. Ах, ты мой золотой! Привет. Ксюр. Вот это сюрприз. Ты проходи. Проходи, садись. Чай хочешь? Нет. Садись. 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 Хорошо, что ты пришла. Вася, я по делу. Ага. Мне деньги нужны. В долг. Срочно. Я отдам. Мы как только дом продадим, я сразу вам отдам. А что случилось? Почему вы дом продаете? Не спрашивай меня. Просто не спрашивай. Помоги и все. Ты же знаешь, я бы просто так к тебе не пришла. Опять секреты. В прошлый раз ничего не сказала. Поможешь, чем кончилась? Чуть на тот свет не отправилась. Это совершенно другое. Что? Если вы дом продаете, значит, уехать собираетесь. Так? А как же наша любовь? А как же я? Наигралась и бросила. Мне плохо без тебя. Мне очень плохо без тебя. Но не мучай ты меня. Я не могу по-другому. Я не могу иначе. Я говорила тебе, ну что ж мне теперь удавиться, что ли? Ксюша! Стой! Достану эти деньги. Расшибусь, не достану. Стой! Что такое? Ты чего? Что? Что это такое? Это так авария. Какая авария? Когда? Ну, а что? Да что вы все сполошились-то, ну? Ты… Нагнояние у тебя и узлы увеличены. Серега, перестань, пройдет, ну. Ты давай это, не выпендривайся. Слушай, что доктор говорит. О, еще один. Куласки подпевала. Певала. Антибиотики пьешь? Ну, то, конечно. Я же хоть и по зоологической части, но тоже врач как-никак. Воспаление все равно продолжается. Серега. По-хорошему тебе, конечно, нужно в больницу. Может, препарат заменят. Вот еще. Это уже остаточное явление. Я как огурчик уже. Даже не болит. Скажи это ему. Короче, эта прога старая, ее надо обновить. Ты сможешь? Ну и вопрос. Я же будущий айтишник. О, компьютеры. Привет, Нать. А что ты тут делаешь? А, да вот с программой я разбираюсь. Круто. А можно я посмотрю? Конечно. Здравствуйте, Анна Михайловна. Привет, Марина. Ого, а что вы здесь делаете? В компьютере шаритесь? Круть. А откуда такой аппарат? Это Андрей Витальевич принес. Ты прогу обновляешь? Ага. А как ты вот это сделал? Да вот, двумя клавишами. Оп. А, круто. Не знал, что ты такой умный. Просто я много читаю про всякие технические штуки. Ребят, наверное, будем закругляться на сегодня. Вам про... проветриться. А я хотел еще игры закачать. Интеллектуальные. В следующий раз. Ну ок. Может, прошнемся по деревне? Нет, у меня дела. Ты иди. Ну ладно, пока. Пока. Надюх, чего нас повесило? Ничего. Ну ладно. Может, хочешь, сходим к речке, прогуляемся? Если хочешь, можешь остаться. Может, что-нибудь придумаем. Нет, я лучше с Шуркой пойду. До свидания. До свидания. Алло, Игорь. Добрый день, это Василий. Кто? А? Я понял. Ну, вы как себя чувствуете? Нормально. Это хорошо. Да, чудом обошлось. Послушайте, у меня к вам дело. Мне нужны деньги в долг. Ну, вернее, в счет нашей будущей сделки. Я все укомплектую и технику подгоню. Это уже практически вопрос решенный. Ну, хорошо, Василий Буякин. Дай мне тебе денег. Но под залог. Давай мы это с тобой обсудим при встрече. Меня сегодня выписывают. Ты с Котамахиным там не затягивай. Надо вопрос решать оперативно. Водищев, реанимации. Вообще непонятно, чем все это закончится. Ну, год уволите, а может, не выживет. Поэтому мне нужно вырвать у него подпись любой ценой, пока он не... В общем, ты меня понял. Все. Будь на связи. Простите, что я так без предупреждения. Нет, что? Тебе всегда здесь рады? Просто мне не по себе. Не знаю, куда себя деть. Ага. А пойдем я тебя супчиком курином угощу. Я сам варил. Знаешь, какой у меня суп? Ну, всю хворь снимает. Даже душевную. Ты со мной как с маленькой. Это плохо? Нет, просто непривычно. Держи. А здесь когда-то шалаш был. Откуда ты знаешь? Я тут разный хлам находил. В том числе большой такой ржавый гвоздь. Им обычно брезент прибивают. А кто тут жил? Не знаю. Может, цыгане. Может, какие-нибудь путешественники. Или призрак. Рыбак с русалкой. Или так. А давай тут построим свой шалаш. В памяти о тех людях, которые тут жили. Ну, тебе и фантазия. Давай. Я ему, я ему кричу, Сережа, Сережа, ты куда ж ты без штанов? Он маленький такой, шустрый. Ой, я про штаны так и не вспомню. Не до того было. Мам, ну, ты сейчас все подноготно расскажи. Ничего, мне очень интересно. Ой, Господи, Боже мой. День добрый. Смотрю, пир у вас. По какому поводу? Ой, да нам повода не нужно для веселья. Андрей, чай будешь? Не, спасибо, Мария Степановна, я так. На минутку зашел. Казать, что женщина, которая в аварии пострадала, так ее в обычную палату перевели. Так что там более-менее. Вересову вообще должны сегодня выписать. Там с Радищевым ситуация нехорошая. В реанимацию. И прогнозы неутешительные. Андрей, подожди. Ты о чем говоришь-то? Какая авария-то? Что случилось? А что, Сергей не сказал? Сегодня ночью авария была. Так ваш сын прям герой. Четверых спас. В том числе Ваську Боякина. Вася молодец, его и спасать не надо было. Да почему мне-то ничего не сказал? Там рассказывать нечего. Ну, может быть, тебя в новостях покажут? Может, и показали бы, но, слава богу, журналистов не было. Да. Такая вот ситуация. Можно сказать, с выдающимся человеком рядом живем. Ань, я тебе звонил несколько раз, а ты трубку не берешь. Не слышала, наверное. У меня ребята были. Я пойду. Спасибо за гостеприимство. Ань, а что это ты вдруг-то? Посидела бы еще. Не-не-не, мне пора. Андрей, а ты? Спасибо, Марья Степановна. Я тоже побегу. Волка ноги кормят. Ань, послушай, не нужен тебе этот доктор. Не нужен. Откуда тебе знать, что мне нужно? Я людей чувствую, работа такая. Одиночка он. По матросе-то бросит. Он же здесь только ради матери. А в случае, что с Марией, умчится только его и видели. Я сама разберусь. Андрей. Ань, да послушай ты меня, мне со стороны виднее, не любит он тебя. Он никого не любит. А я для тебя все. Все, что хочешь. Хоть звезду с неба, хоть что-то. Ну, скажи, да. Пусти ты меня. Давай, сынок, откроем баночку клубничного варенья. Очень я его люблю. Я чай не допила. Зачем ребенок? Ну, во-первых, не ребенок, а мужик. Парень же должен знать, как ружье устроено. Нет. Тихо, тихо. Я все контролирую. Нет. Нет. Тихо, 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 тихо. Продолжение следует... 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 Я боюсь возвращаться домой. Мне страшно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Но мое мнение, лучше это сделать сейчас, чем родить больного ребенка. Ну вы же понимаете, химия, тяжелые препараты. Скажите, я могу выносить родители и потом начать лечение? Не уверен. Скорее нет. Я все-таки попробую. Анна. Это мое решение. Ты отчаянная. Это безумный проступ. Может быть, это меня и спасло. Ярисов отказался помогать. О ребенке он и слышать не хотел. Я была уничтожена. Если бы не малыш, которого я носила, тогда, мне кажется, я бы покончила с собой. Подожди. Ребенок все-таки родился? Я обо всем рассказала Ксении. Они же с Колей всегда хотели иметь детей, но у них не получалось. Ты хочешь сказать, что... Да, мы посоветовались и решили, что я поеду в город, якобы на стажировку. А Ксения в деревне будет изображать беременность. Живот подкладывала? Ну да. Потом я рожу, они заберут малыша, и все будут думать, что это их с Колей ребенок. Ксения долго сопротивлялась, но в моей жизни случился еще один удар, и это ее подтолкнуло. Мама была самым близким для меня человеком. Я думала, оставлю ей внука. А тут... Сделаем, как предлагала Анна. Ты сейчас серьезно, Коль? Какие уж тут шутки. Так мы поступили. Я уехала в город, Ксения имитировала беременность. Потом Коля якобы повез ее рожать в райцентр. И уже оттуда они вернулись с Наденькой. А справки, документы? В провинции с этим легче. Но на этом история не закончилась. И Вересов узнал, что у него родился ребенок и захотел ее вернуть. Отцовские чувства проснулись? Ты слишком хорошо о нем думаешь. У него же бизнес. Все это нужно кому-то потом передать со временем. У них с женой детей не получилось завести. И она хотела взять ребенка из детдома, но он был категорически против. Вересов знает, что Надя и его дочь? Нет. Он только знает, что я родила девочку. И он не пытался ее найти? Пытался. Всеми силами пытался выяснить, где она. Но я ему ничего не сказала. Мне было не до этого. После родовой депрессии, химия. И я вообще ходила, как призрак, несколько лес. Ждала, что вот-вот умру. Впрочем, большие молодцы, что спасли тебе жизнь. Это Наденька. Субтитры создавал DimaTorzok И она меня вытащила. Каждый день я думала о ней и говорила себе «Живи». Мне так хотелось увидеть ее первый шаг, услышать ее первое слово. Спасибо Ксении и Коле, что они разрешают мне с ней общаться. Хотя для них это очень непросто. Дочь, лишница холодная. Ты все сидишь. Скоро можно будет ею гвозди заколачивать. Остынет. Надь. А что такое-то? В молчанку играешь с нами? Или бойкот решил объявить? Ты хоть намекни нам, что не так. А потом мы с мамой... Не знаем, как себя вести. Это долго продолжаться будет? Мы для тебя с отцом тут что, шапито бесплатное? Должны на задних лапках прыгать? Ксюнь... Что? Что, Ксюнь? Я бы уговаривать ее должна, что ли, или что? Надюш, давай как родные люди. Я же тебе всегда все рассказываю, делюсь своими проблемами. А себе держать это только души травить. Ну, скажи, что не так. Надюш. Я слушала вашу разговор, я знаю все, ясно? Это что такое, Горыныч? Ты куда собрался? Нет, с пташком обещал свиней их привить. А то по радио сказали, свиной мор какой-то начался. Ты себя сначала вылечи, а потом о свиньях будешь беспокоиться. Галина, ты сейчас не права. В корне не права. Я кто? Я хомо саппенс. Человек разумный. А свинья, она зависима. Если человек ей не поможет, она сама себя не прибьет. Ты, Горыныч, хомо болтунус. Очень любишь поболтать, пофилософствовать, меня этим не возьмешь. Раздевайся и их постельки. Быстро. Галина, ты на меня не дави. Если я что решил, то я сделаю. И Асташков меня уже ждет. Вот, я уже, я уже, я уже здоров. Посмотри, посмотри, я уже горы могу свернуть. Ну, вот, вот. Я вот Иванову сейчас все расскажу. Будешь знать. Иванову? Так. Я думал, жена, она замужем. Все-таки. А ты решила чужому человеку на меня пожаловаться, да? Все-таки я тебе родной, а не он. М? Я тебе, Андрюша. Ну, слушай. Ой. Грех я совершила, Андрюша. Ну, то есть, это как это, эти противозаконные действия, вот. Так. Ну, я, знаешь, это не по злому умыслу. Я из благих намерений хотела. Валь, давай уж ближе к делу, а то от твоих признаний инфаркт схватить можно. Вот. Письма Евдокии. Я их скрыла. Зачем? Заподозрила ее в плохом. А так и вышло оно. Доносно строчила она на доктора нашего, на Сережку Иванова. И тебя там недобрым словом поминают. И меня? Ага. И почитай. Осуществляет незаконную эти участковые зацепы, покрыва. Вот. Ну, что, права была я? Что скажет-то, а? Или в тюрьму меня посадишь? Да что вы все о тюрьме-то мечтаете, а? Вон, каждый второй с повинной ко мне идет и в тюрьму просится. Ну, и в такие. Ну, змея. Ну, змея. Змея. Знаешь, мы иногда с мамой ругаемся. Хотя и любим друг друга. Просто у каждого своя правда. И один не всегда может понять другого. Я думаю, проблема в том, что мы мало говорим. Вот так. Сидя рядом, как родные люди. А иногда нужно делиться своей болью. Чтобы другой понял тебя и поддержал. Тогда будет меньше ссор, обид. Понимаешь, о чем я? Эй, Надюша. Расскажи мне все. Я пойму, обещаю. Папа, я не хочу никуда уезжать. Мне здесь хорошо. У меня тут друзья. Там все чужое. Давай оставься здесь, пожалуйста. Прошу тебя. Вот что. Ну, пап, почему нам надо уезжать? Там больше возможностей. Я смогу найти себе новую работу. Мама тоже. Ты пойдешь в хорошую школу. Кружки там всякие. Развлечения. Новые друзья. Ну, разве это не здорово, Надюх? Нет. Не нужны мне никакие новые друзья. Каких, как здесь, у меня уж никогда не будет. Папуль, ну, пожалуйста. Давай здесь остаемся. Надо подумать. Самого посоветоваться. Пойдем. Ты ведь не ела ничего. Я не хочу, пап. Ты иди пока один. Мне надо здесь посидеть и подумать. Пойду. Ты иди пока один. Ты иди пока один. Пойду. Иди иди иди. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ань. Думаешь, Вересов приехал, потому что узнала Надю? Не знаю, Сереж. Дела можно чего угодно ожидать. Выкредит его везет, концов не найдем. Я тебе обещаю, мы ее никому не отдадим. Что ты сможешь сделать? Ну, в обиду вас точно не дам. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Ух ты, Суворович! Ты хотя бы знаешь, сколько ей лет! Чтобы духу твоего здесь больше никогда не было! Папа! Папа! Забыл чего? Тихо. Тихо, Александр Михайлович. Я же не просто так. Я по делу. Нет у меня с тобой никаких дел и быть не может. А вот это не факт. Предложение мне к вам. Заманчивое. Это ты что, по поводу земли, что ли? Мысли читайте. Даже не мечтай. Не обломится вам с Вересовым моя земля. Давай, Василий, иди отсюда, пока я тебя не пристрелил. Зачем так сразу, Александр Михайлович? Затем, что я твою паскудную породу знаю. И Вересова тоже знаю. И придет время, он и тебе обует, помяни мое слово. Давай, давай. Мамас, можно я тоже с тобой белье развешивать буду? Так, это не смять. Ну, конечно, смять, я скажу. Даже близко сюда, чтоб ты не подходил. Понял? Не, аначе пристрелю. Ты меня знаешь, я скажу. Это мой сын. Легко! Не, дай! Ааа, дурак, драк! Вот, это… Не, покажи! Да убери ты руку! Марияша, принеси что-нибудь. Жгут, что угодно, давай, сядь, я дурак-то старый! Ты дурак ты, старый. Шайдур, шайдур. Хорошайдур. Сейчас, сейчас. Эдовиды! 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 Это ж крутон перетянуть, понимаешь? Перетянуть надо. Держи, на вот держи. Могли. А я сейчас, у меня, Иванов нужно срочно. Там зашивать надо. Он увы рёт от потери крови. Давай бегом. Найдёшь дорогу? Давай. Хватенька, давай терпи. Терпи, я лучше. Быстрей. Приветствую. Молодая семья. Ну чё? А? Как жизнь? Как пацан? Выспаться даёт? По-разному бывает. Да. Это непростой. Твоё дело. Воспитать-то ребезёнка. Вырастить. Ага. Ну ничего. Вы ещё молодые. Силы есть. Ай, да и бабка с дедом на подхвате, да? О! Это я б сейчас не исправился, если б Галка моя родила. Чего смеёшься, а? Думаешь, старые, да? А? Ай, я тоже в твоё время думал. Сорок лет, старик, нет. А сейчас мне он 50-летний молодыми кажется. Возраст не главное. Главное, что внутри. О! Правильно мыслишь, Тимофей, да? Ох, ты малыш! Тимофей, слёденький, прививочку сделай на тебе! Я его не пугаю. Его нового покажите. Он вам скажет, когда такую прививку делать. И это направление даст в райцентр. Ой! Ты чё? О! Чё-то резко нехорошо стало. А ну-ка пойдём к нам. Ой! Мам, Марьяна? Что? Что случилось? Что? Д-д-д-доктор! 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 Д-д-д-д-доктор! Что? Что? Подожди, успокойся, успокойся! Тебе доктор нужен? Серёжа? Он у Ани. Ты знаешь, где она живёт? Да. Да. Эх ты. Принесла тебя нелёгкая. Совсем жить надоело. Под пулей лезешь. И кто вас стрелять-то просел? Я ж по-хорошему хотел. А ну, пулить дальше ли, ну, всё! К хорошему терпи теперь его, давай, по-хорошему. Ну, понимаешь, кровь не останавливается. А это, Васенька, может плохо кончится, понимаешь? А? А? Ничего. Мы ещё поживём. Так, мелкий, ну-ка иди в свою комнату. Развесил тут. Уши терпи. Всё, всё, всё. Терпи. Ага. Нехорошо это всё, нехорошо. Если Марьяна Иванова не приведёт, боюсь, побрёшь ты здесь, Васеньк. Не дождётесь. Ой, ой. Терпи. Марьяна, ты? Так, успокойся, что случилось? Ва… Ва… Вася… Василий, что с ним? Она… Нога… У… Умрёт! Где он? У нас… Лес… Умрёт! Эй, что это будешь? Васька… А ну, очнись! Не теряй сознание, Вась! Нельзя терять сознание! Очнись! Слышишь? Она тебя пацан смотрит. Какой ты пример подаёшь? Ну, Вася, очнись, говорю тебе! Нельзя терять сознание! Слышишь меня? Заходи. Ну, так что? Собрали деньги или как? А… Рассрочку дашь нам? А я не банк. Мне сейчас деньги нужны, вся сумма. Или вы что хотите? Чтоб баня без крыши осталась и без стен? Нет. Нет, конечно. Вот. Тут у меня есть… Две цепочки… Серёжки, колечко. Возьмёшь? Тут даже на стены не хватит. Когда остальное? Скоро? Надо просто немножко подождать. Да сколько ж можно душу-то из нас вынимать? Ну, сказали. Нет сейчас денег. Ксюня тебе все свои украшения отдала. Что ещё? Штаны с тебя снять! Твои штаны даром никому не нужны. А грубость твою запомню. Уходи. Чтобы ноги твоей здесь больше не было. Коль! 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 Ну, всё! Хватит! Сядь! Сядь! Всё! Успокойся! Ну, что ты! Ты прости его. Просто нервничать. Деньги будут, я сразу принесу. А ты поторопись. Хорошо. Николай! А это я запомню! Всё! Ты с ума сошёл? Всё, надоело перед ней расстеваться. Что сколько можно? Нам нельзя сейчас с ней ругаться. А ты? Ты где собралась деньги-то брать, а? Ты же сказал, у Асташкова достанешь. Отказал он мне. И в долг не даст, и на работу не возьмёт. А что Анна? Она же обещала. Ну, что участковый всё там уладит. Угу? Видимо, не уладит. Вот так вот. Потерпи. Сейчас ноги онемеют, потеряю чувствительность, тогда не так больно будет. Серёж, ты уверен? Всё-таки она с томоз шунтирования. Да и холодно у нас. Я ж тебе тут настоящую реанимацию не обеспечу. Я вас не узнаю, не вы ли вселяли меня всегда уверенность, что сейчас случилось? Согласен. Сдал позиции, был не прав. Угу. Это правильный ответ. Угу. Значит, будешь вырезать вену из здоровой ноги? Иначе кровоток меня не восстановить. Короче, я на подхвате. Говори, что делать. Не чувствуешь? Не чувствуешь? Анют! А? Куда смешишь? Подвезти? Слушай, не знаю, куда бежать. Там с Василием что-то случилось, внука Тамахина. Откуда информация? Марьяна прибегала, Иванова рассказала, они в лес побежали. А тебе-то кто рассказал? Да я сама видела, она прибежала, дыхание не могла привезти. А чего Марьяна Иванова тебя искала? Потому что он был здесь. С утра? Андрей. Или с вечера остановился? Пристань. Ну, а ты как, живой? Вроде да. Это хорошо. Однако, Василий, Сережа тебе жизнь спас. Ага. Которую вы мне чуть не отняли. Ну, это сам и нарвался. Сейчас, сейчас. Еще чуть-чуть. Сделаю укульчик. Будем. Городич, что с тобой плохо? Миленький мой. Ну, говорила же тебе, не ходи никуда. Господи, что мне делать с тобой? Господи. Можно мне остаться с Марьяной? Наедине. Мне… Мне очень нужно поговорить. Пожалуйста. Может, другого случая не будет. Марьяша. Прости меня. Сыня. Я не знал о сыне. Вообще не знал, что ты жива. Повел себя тогда, как… Как последний дурак. Отца твоего испугался. Прости. Пожалуйста, позволь мне заботиться о ребенке. Я тебя прошу. Может, это хоть как-то искупит мою вину. Ну… Как его зовут? Никита. Никита. Какое прекрасное имя. Никита. Иди в дом. А может, вы мне все-таки объясните, что происходит? Ты про что? Ну, что здесь делал Василий? Почему вы оставили его наедине с Марьяной? И… Кто этот мальчик? Слишком много вопросов. Я просто не люблю чувствовать себя идиотом. Многие знания… Многие печали, как говорится. Многие печали, как говорили,目 – это… Народинственный. А может, вы что не забыли, что происходит? Что? Что случилось? Да, огнестрел. И кто в кого пальнул? А? Чего молчите? Ладно, разберемся. Не надо разбираться. Сам виноват. На ружье налетел. Показания не дам. Никаких! Сыночек, родники мои, да как же это? А? Господи, что ж ты себя так гробишь, что и меня с собой? Помощь нужна? За что мне все это? Сам справлюсь. Держись, держись, держись. Держись. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Папа, ты сговоришь! Папа! Пусти! 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 Спасибо. И тебе. Андрей, нужна срочно машина. Ты далеко уехал? Нет, я у Анны. Сейчас буду. Ты где? У дома Буякинах. Возможно, гаранчу потребуется госпитализация. Галь, ну я же просил… Ты сам сказал температуру взбить. Ладно. Леб. Печень увеличена. Селезенка. Ребята. Ребята, скорее. Зорька телится. На круг давите ей сильнее. Теленок вниз копытами пошел. Игорек, миленький. Миленький, ты с нами. Ты здесь. Ты меня слышишь, Игорек? Не слышит. Он бредит. А… Тихо, тихо. А… Серега… Где мы? А? Оклемался? В больницу тебя везем? Меня? А зачем? Ой… Сейчас просу Олечку. Машка гудит. Не брал ее. Видно, вчера. Плачь, перзад. Ну уж нет, не дождешься. Ты нас и так до смерти напугал. Серега… Чего он такое несет? Поехали домой, говорю. В какую еще больничку? В инфекционную. А… Да вы что, с ума сошли оба? Тормози! Да ты что, дурел, Горыныч? Ну все. Приехали. Итак, дорога дрянь, ты еще по дорогу лезешь. Сиди тихо и даже не дергайся, иначе я все Галине расскажу и пожалуюсь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну что, давай, доктор, покажи, что можешь. Да. Давай, милая, давай! Нам больницу очень надо, давай, милая! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай! Прыгай! Холлин! Кто там? Это я, Надя. Наденька, проходи скорей. Проходи. Что случилось? Ничего. Можно я у вас пожелаю? А ты говоришь, ничего не случилось. Ну, вы же сами еще и знаете. Мама с папой в полице жить собрались. А я решила, что у вас пожелаю пока они на заработках будут. Так. Ну, во-первых, такие вопросы нужно всеми вместе решать. Давай я сейчас позвоню твоей маме, скажу, что ты у меня переночуешь, хорошо? А ты проходи в комнату, есть будешь? Угу. У меня есть сырники. Давай. Аня! Надя не у тебя? А то она ушла, ничего мне не сказала. Да, привет. Слушай, Надя пришла ко мне, хочет у меня остаться на ночь. Ты не против? Дай ей трубочку, пожалуйста. Она сейчас просто руки моет. Давай мы поужинаем и тебе перезвоним, хорошо? А? Хорошо. А? 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 Ты ж инвалидом остаться не хочешь? Вот и правильно. Лабораторную диагностику пройдешь и отпустят. А чему вперед ногами везем? А? 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 Согласен? А? Эй, эй, я припомню тебе это, Иванов. И тебе зацепа тоже. Вы еще им обоим спасибо скажете. Бог сего. Передайте моей любезной супруге, что у нас произошла небольшая оказия. Я полагаю, это ненадолго суток на трое, не более. Ежен мне вовсе не судьба будет ее повидать. Пусть знает, что я был, есть и буду всей душой преданной ей навсегда. Единственной точкой всей. Галине, позвонишь? Ага. Ласточка, что ж с тобой сегодня такое, а? Может, нечто какая-то дорогу перебежала? Ты про Евдокию? Нет, это я пошутил. Угу. Зря. Она, между прочим, на нас с тобой доносы пишет. Что, серьезная, что ли? Серьезней некуда. В Минздрав, в прокуратуру. О том, что ты занимаешься незаконной медицинской деятельностью. А я тебя покрываю. Слава Богу, у меня везде свои люди есть. Мы с тобой прямо об Анна, да? Да, факт остается фактом. Мы теперь с тобой в одной лодке. Не враги, или не друзья. Если ты про Анну, то я отступать не собираюсь. Ты смотри, это я с виду такой добрый и ласковый. Ты сейчас мне вгрожаешь, да? Да нет, конечно. Довожу до сведения, уважаемый Сергей Сергеевич, что Анна Михайловна для меня очень сильно значима. И я ее люблю. И тоже отступать не намерен. Хирурги в первую очередь действуют умом и глазами. И только потом скальпелем. Домой пешком пойдешь, хирург. Что это ты там с таким аппетитом поедаешь? Ну-ка, может, мне кусочек завесишь? Здрасьте. Ну-ка, баба Катя. Нет, вам такого не надо. Вот. Вот. Лучше сыр возьмите. Как он же с плесенью? Блин, посмотри. Он же совсем испорченный. Да, я думал, так и надо. Не тот калинкор. Сейчас. Хлебушку-то хоть свежего завезли? Нет. Ой, гляжу. У Светки-то все в упадок пришло. Ой, как при Горбачеве. Ну, какой упадок-то, баба Катя? Вы при Горбачеве у меня полки пустые грызли. Так. Теперь с тобой. Ну, и что ты здесь устроил? Ну, это ж не упадок, это ж бардак. Полный квардак. Ну, а где товар вот? Куда Василий-то смотрел? Ну, вот Василий не заезжал и… Да-да-да-да. Так, тряпки, швабры взяли оба. И шустро мне тут. Устроили тут. Пойдем, Шур. Так. О, Василий. Эти швабры… Ну, ничего ж тебе доверить-то нельзя, а? Мои Господи. Ну… Солнышко мое… Где ж тебя по ночам носит? Ты чаем запивай. А мы шурки шалаш сейчас строим. Большой такой у реки. Интересно. Угу. На этом хотим утеплить. Вот у нас такое свое убежище. Что? Мы тоже когда-то шалаш строили у реки. Да? Ты мне ничего не говорила? Что? Да. Что такое? Что такое? Так, давай. Посмотри наверх ее. Давай, давай. Сейчас. Легче. Смогла дышать? Дышу. Слава Богу. Ой, обошлась. Аккуратней. Это что? Баба Шур дала. От Ефимовича покойного осталось. А ты куда это собрался? На работу. Сын, ну тебе же еще нельзя. Можно. Доктор Иванов сказал, что… Я знаю, что Сергей сказал. Я на машине. А ты куда собрался? В центр? Мам, нет. Ну, тут по поселку. Ну, возьми палку. Я с палкой точно за руль не сяду. Васенька. Спасибо. Теперь точно будет, как старый дед. А что? Твой дед Семен, между прочим, с тростью ходил. А знаешь, какая у него трость была? Знаю. Со скрытым клинком внутри. На. Сто раз это слышал. Как он всех хулиганов по кругу гонял. Ну… Кстати… Надо будет и на чердаке поискать. Ага. О! Вася! Ну-ка. Ну-ка. В этом и заключается разница, дорогие товарищи. Землю вашу я беру не во владение, а в пользование. То есть доход я буду класть не к себе в карман, а мы будем его распределять в равных долях между акционерами. То есть между вами. М? Мутный он. Дай мне бумаги посмотреть. Как-никак я в этом понимаю больше, чем ты. Столько лет в колхозе работала, бухгалтерию вела. Да вы сами подумайте. Ну сколько наша земля-матушка будет еще бурьяном зарастать? Я просто уверен, что в глубине души вы, так же, как и я, хотите, чтобы она, как в былые времена, давала нам урожай. Давала пользу. Доход. И вот именно поэтому я создал фонд, организовал единое централизованное фермерское эко-движение, чтобы нам всем не только хотелось, но и моглось. Понятно? Есть у вас какие-то еще вопросы ко мне, нет? Хотелось бы еще раз ознакомиться со всеми документами. Хорошо. Тогда сделаем небольшой перерыв. Устала. Я тебе стиральную машину куплю, чтобы ты никогда больше ничего своими руками не стирала, тем более мои вещи. Договорились? Стиралку и посудомойку. Чудо-то мое. Женщина тебе нужна, а не посудомойка. Мам. И... Мам. Боль слабый, ритмичный, сердце бьется с перебоями. Это плохой признак. Что поделать? Возраст. Нет, это не возраст, это твое нежелание лечиться. Дмитрий Каренович? Иванов, ты что ли? Да, я. Здравствуй, дорогой. Спасибо, что узнал. Мне Шувалов передал, что тебе нужна квота на замену клапана. Анамнез мне мамы свои пришли? Нет у меня анамнеза. Так получилось долго объяснять. Понял. Привози на обследование тогда. Мы ее положим, а там посмотрим. Когда? Завтра. У меня в отделении есть место свободное. Хорошо. Завтра будем. Спасибо тебе, дорогой. Мама, завтра мы идем в Москву, пройдем обследование. И? Если показания здоровья позволяют, надо воспользоваться этим шансом. Что, трудные времена настали? С Котомахиным пообщался. Молодца. Договорился? Нет. Ладно, не переживай. Я тут узнал, что у него документов на землю нет. Так что будет выпендриваться, останется без земли. Я думал, у нас так дела не ведутся. У нас вот так дела ведутся. Да? Как договаривались. И вот еще. Распространял за общее дело. Свои своих не кидают. Но будешь много думать, я в твоих услугах перестану нуждаться. Понял? Я вижу, не понял. Тогда так. Если деньги вовремя не отдашь, твоя техника станет моей собственностью. Плюс процент. Условия кредитования поменялись. Понял? Да. Да. Свободен. Ну что, ребятушки. Перерыв окончен? Давай. Где ты? не сразу частями но я дам ты че такой случилось какой такой чужой какой то больше не рад меня видеть рад что тогда ты за денег давай я верну нет не надо возвращать спрячу правда пойду что с ногой да так еруна мелочи жизни это из-за меня это из-за денег нет не из-за тебя ты в историю в какую то время из-за этих чертовых денег вася ну скажи мне не жалеть только пожалуйста все нормально васяка так все не просто между нами что ты усложняешь я скучаю по тебе мне тебя не хватает я думал кавардак а я сделала тебе мне ничего не могу я больше не буду вмешиваться в вашу семью прости вася что это значит василий василий ну ладно так значит так ладно так значит так что бросил тебе твой хохоли Денег дал. И… И что? Я что, должен теперь молиться на него? Ой, привет. Привет. Уделишь пять минут? Спасибо. Андрей, ты в своем уме? Абсолютно. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты стала моей женой. Прошу принять и подумать над моим предложением. Только сейчас, пожалуйста, ничего не отвечай. Ой, вы что, женитесь? Нет. Мы… Репетируем. Надь, подожди меня. Я сейчас приду. Прости, я не знал, что ты не одна. Смешно получилось. Ты бы видел свое лицо. Ты свое. Ты свое. Я не знал, что ты не знал. Ты не знал. Я не знал. Я не знал. Ты не знал. Есть твое слово «пока». Я подожду. Чего? Финального прогона? Ну, может быть, эпилога? Они жили долго и счастливо. Ну, конфеты хоть оставь. Хорошо. Ань, прошу, не лишай меня надежды. Я… Я только этим живу. Я не хочу давать тебе надежду, Андрей. Знаешь что, я всегда буду рядом. Ты можешь на меня рассчитывать. Надь, я же просила. Здорово, у вас свои секреты, да? На, держи, сладкоежка. Мой любимый. Я тоже хочу, чтобы за мной так кто-нибудь ухаживал. Будут еще не так. Здравия желаю. День добрый. С чумой обязан. Да я тут так по своим делам мотаюсь, думаю, заеду к вам, узнаю, как вы, как ваш доктор поживает. Извините, не знаю, как фамилия. Моя? Ну, доктора вашего. Ваш-то мне известна фамилия. Иванов его фамилия. Сергей Иванов. Ну, хорошо. Буду знать, кого благодарить за оказанную помощь. Какой смелый доктор. Да, он еще тот у нас. Слушайте, я бы хотел обсудить случившееся ДТП. Пойдемте в мой кабинет, обсудим. С удовольствием. А то на улице как-то зябко. Если с замгубернатора что-нибудь случится, мне же срок грозит. Условно, конечно. С моими-то связями. Да и следователь у меня вот здесь. Просто не хотелось бы вокруг этого дела шумихи. Поэтому предлагаю решить вопрос взаимовыгодно. Мы же с вами понимаем... ...что доктор Иванов, да, самовольно произвел хирургическую операцию Радищева. Тем самым поставив его жизнь под угрозу. А это уголовная ответственность. Сроком от пяти лет, да? Это взятка? Да что? Ну какая взятка? Это просто первый благотворительный взнос от нашего фонда на восстановление вашего сельского клуба. И вообще, мне бы хотелось, чтобы все вот эти вот бумажки, в том числе экспертиза, подтверждающая, что я был за рулем в состоянии алкогольного опьянения, чтобы исчезли. А вот эти... ...появились. А вы меня не за того принимаете? Да вы что? Угу. А мне казалось всегда, что я людей насквозь вижу. Ну вы меня извините. Исправлюсь. Заберите. Это мое извинение. За то, что я в вас как ошибся. И вообще, мне бы хотелось много в этом поселке изменить, если общее дело пойдет. Так что это только аванс. Поэтому предлагаю вам более серьезно отнестись к оформлению документов. Кстати, вы не могли бы подсказать, где дом Крутовых находится? А вам зачем? Да на чай пригласили. Угу. Не хотели бы со мной прогуляться? Нет, спасибо. У меня на вечер другие планы. Ладно. До свидания. Поехали. Угу. 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 Спасибо. ЗВОНОК ТЕЛЕФОН Ты? Ты? Ты что, охренел, что ты на кого руку поднял? Я тебя, скотина, за дочь собственной руками задушил. Ты не на того нарвался, в пьянь женщины. Только отошел от него! Выход видишь? Проваливай. Ты что, деточка? Ты в тюрьму, что ли, захотела? А? ВЫСТРЕЛ Что-то не понял? Понял. Все понял. Семейки идиотов. Вы у меня еще попляшете. Вы пришли? Чего-то нас никто не встречает. Мам! Пап! Пап, что случилось? Вас напали? Да, Надюша. Так это ты стрелял? Моги зашли, выстрелили, слышали. Это мама. Она у нас такая храбрая. Всех грабителей. Распугала. Что? У нас. Понятно. Мам, я дома. А так стараешься для них, стараешься. Стараешься. А? А тебе? Тебе хоть одна тварь подумала? Хоть разок подумала, тварь, тварь! Ну, что вы? Что вы там смотрите? Вы же учили, что за все надо бороться. А? За счастье. За друзей, за любовь. Вот про любовь у меня особенный вопрос. Есть ли у меня хоть один шанс? Ну, хоть маленький? Ну, что вы молчите? Анна Михайловна? У тебя было не заперто. А я тебе так скажу. Мне в этой деревне бояться некого. Я тогда лучше потом зайду. Да не-не, проходи. Не стесняйся. Проходи, проходи, садись. Проходи, проходи, садись. Андрей, ты должен взять под защиту семью Крутого. Да? С чего это? Потому что Надя моя дочь, которую я родила от Вересова. Мам, договорил со Сташком, завтра машина будет. Мам. Мама. Мам. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, и соболезновать. Я понимаю, сейчас не очень подходящее время. Но дело серьезное. Радищев умер. По факту смерти возгождено уголовное дело. Разбирательство начнется, сам понимаешь. Зам. губернатора. Сегодня-завтра проверку жди. Меня дергать начнут, про тебя спрашивают. В общем, уехать тебе надо. Слышишь? Андрей, сейчас не самое подходящее время для разговоров. Думаешь, я не понимаю? Да. Я ж как лучше хотел. Для людей, для тебя, для всех старался. Чтобы собственный доктор был. втянул тебя в это дело. А сейчас говорю, уезжай. И чем быстрее, тем лучше. Ты ради чего операцию делал. Этот факт рано или поздно всплывет. Тебе новый срок впаяют. Все вопросы мы сами здесь решим. Ты меня слышишь? Ты что, я тут перед тобой воспаляюсь, взрослый мальчик. Сам решай. Наверное, Андрей прав тебе. Сейчас лучше уехать, хотя бы ненадолго. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК АПЛОДИСМЕНТЫ Папа, ты себя хорошо чувствуешь? Голова не болит? Не болит. Все в порядке. Все нормально. Ты гулять хочешь? Угу. Мам, можно? Нет. Ну, мам, мы ненадолго. Нет. Мы под арестом? Это все из того мужика-ограбителя? Нет. Вот кашель твой пройдет, пожалуйста, иди гуляй на все четыре стороны. Мне кажется, мой кашель тут ни при чем. Вы боитесь, поэтому мы едем в город. Вы же все решили, да? Ксюша, мы же на кладбище не ходили. Надо сходить упомянуть Степановну. Тебе лишь попомянуть. Обещаешь, петь не будешь? Сходим. Конечно, сходим. Конечно, сходим. Че, я сухая что ли, как? Конечно, надо детьмаш помянуть. Поехали. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сережа? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Не хотела беспокоиться, да. Тут письмо вот из Москвы. Печать московского городского суда. Я подумала, может, что-то важное. Спасибо. Ну, чего спасибо-то? Открыть надо. А то положишь куда-то, да забудешь. Или потеряется. Знаешь, у меня как было так. Сейчас дай-ка я открою, а ты почитаешь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну-ка, читай. Давай-давай. Что пишут-то? Суд принял к рассмотрению мое заявление о пересмотре приговора в отношении запрета на медицинскую деятельность. Назначено слушание. Ой, радость-то какая, Сережа. Это ж ведь как начало большого дела какого, а? Только тебе надо хорошенько подготовиться. Я верю в тебя, Сережа. Ты суд выиграешь. Вернешь я к нам и будешь доктором нашим официальным. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Не буду ничего обещать тете Валя. Подумаю. Ну, конечно же. Не все от тебя зависит. Сереж, мне ты нам очень нужен. Если тебе что надо, ты к нам обращайся. На кого-то. Не потерей. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вы ведь знали о запрете на медицинскую деятельность Иванова? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да, знал. Знали. Сделали его фельдшером. Вызвали его на наказание помощи потерпевшим при ДТП. Доверили ему жизни людей. ИВАНОВ СПЕЦИАЛИСТ. У нас таких нет. Значит, теперь у вас доктор, осужденный за ошибку, врачебную повлекшую смерть пациента, людей лечит? Ключевое слово лечит, Владимир Николаевич. За пределами вашего участка, Андрей Витальевич, ключевое слово противозаконно. А он занимался медицинской деятельностью с вашего ведома. Иванов у меня по делу смерти Радищева проходит. Вам это известно? Жду от вас все материалы по ДТП и по Иванову. Нет, спасибо, мне не туда. Мне, наверное, следует к вам напрямую обратиться. Вы по делу в Иваново приехали? Да. У нас в поселке такой беспредел творится, я очень рада, что власти наконец-то должным образом отреагировали на мое заявление. На какое заявление? Какая преступная деятельность и группа лиц? Давайте отойдем отсюда в сторонку. Я вам сейчас все расскажу. Мне про всех все известно. Я за ними давно наблюдаю. Вот за это и поплатилась. Мам! Мамой! Мам! Мамой! Мам! Мамой! Мам! 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты, я вижу, оклемался. Вашими молитвами. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот приехал. С Марьяной поговорить. И сыном повидаться. Тебя не ждали и не звали. Уезжай, Василий. Уезжай. Я тебя в дом не пущу. Да, сразу иди. Бери свое ружье и стреляй. Я никуда не уеду. С подарочками приехал, папаша. Думаешь, подарками все решить? Нет, не подарками. Хочу принять участие в воспитании своего сына. И да, в том числе финансово, помогать своей семье. Даже если ты против. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА О, как ты заговорил. А я ведь тебя насквозь вижу. Ты плевать хотел на них, на их чувства. Ты даже их не знаешь. А зато я вижу, в каких условиях они живут. Забрал у них все, отдать ничего не можешь. Ну, мы люди не гордые. Зато я Никиту как человека воспитываю. Я не знаю, кем ты себя возомнил, но жизни для ребенка в твоем захолустье нет. Отойди. По-хорошему прошу. Ничего плохого я ни Марьяне, ни мальчику не скажу. И уж тем более никакого вреда не причиню. Клянусь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я говорил тебе в мозги не лезть. Все пройки слетели из пиратской винды. А в свойствах программ посмотреть слабо было, а? Слабо? Да ты все время рядом стоял, а теперь умничаешь. Ладно, не дрейфь. Сейчас новую закачаем. С нашей скоростью интернета. Установочный диск нужен. Погодите, мне какой-то диск на дне коробки попадался. Всем привет. Анна, можно вас на минуточку? А, оно? Да он тут не один. Дай посмотреть. Ну что, скажи, что я молодец, шут. И для начала проверить надо, но ты все равно молодец. Я уезжаю. По моему делу назначили слушание. Я пересматриваю решение суда. Пока я бесправный и нелегальный, к сожалению, ничем не могу тебе помочь. Ты можешь поехать со мной. Куда? В Москву. Хотя бы на время. Надю возьмем с собой. Это нереально. Надя не поедет. А значит, и я. Я могу поговорить с Николаем и Ксенией. Надо хотя бы попробовать. Нет, не надо. Ты только все усложнишь. Ты вернешься. А ты хочешь, чтобы я вернулся? Честно, я не знаю. У тебя все будет хорошо. Ладно, я пойду. У меня скоро занятие начнется. Теперь тебя дети учат, а не ты их. Да, как-то так. О, стоп! У нас авария. Но пассажиры не пострадали. Значит, все хорошо. Один ранен, а деда будет его лечить. Ага. А ты? Я водитель паровоза. Значит, ты машинист. Ты тоже машинист? Нет. Я водитель машины. Я тогда тоже водителем буду. А, хорошо, это можно. Я тебя научу. Мам, можно? Ну, вообще, на машине-то хоть раз ездил? Ну, значит, прокатим? Здесь, недалеко, по округе. Можно? Ну, запускай. Давай, вот здесь. Вот эта вот, нет, вот она. Ага. Где-то. Где-то. Единственное место. Где-то. ВДА. 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 Я просто как думал, если у человека призвание от Бога лечить и спасать людей, он просто обязан этим заниматься. Возможно, я излишне в него поверил. Радищев умер не из-за операции, которую ему делал Иванов. У Радищева действительно был врожденный порог сердца. И умер он от ишемического инсульта. А я просто делаю свою работу. Много чего интересного нашел на вашего доктора Иванова. Но сейчас прежде всего меня интересует ДТП. Уехал? Привет. Дай, думаю, загляну и тебя проведаю. Как ты тут? Отлично выглядишь. Там, на мосту не разглядел. Совсем не изменилось. Только замученное немного. Но это можно поправить. Можем мы с тобой поговорить, как взрослые люди. Решимся взаймовыгодно по-любому. Ну, чего ты от меня бегаешь? Посмотри, совсем не страшно. Даже наоборот. Что тебе от меня нужно? Так уже лучше. Умница. А нужно мне от тебя с собой малость. Чтобы ты не препятствовал лучшей жизни для нашей дочери. Где ты раньше был, благотворитель? Так, я тебе напомню. Ты от нее отказался. Да, знаю. Прошу прощения и каюсь, и сам не могу себя простить. Но дай мне жану все исправить. Я тебя прошу. Поздно. У нас с тобой больше нет нашей дочери. У нее другие родители, которые ее любят. И которых любит она. Понял? Это не аргумент. Она же лучше жизни не знает. Но мы-то видим, в каких условиях она растет. Что с ней будет дальше с таким приемным отцом, алкашом-самогонщиком? Справки уже навел, да? Анют, ну какие справки? Там же просто по лицу видно, что он алкаш-алкашом. Не смей о нем так говорить. Боже. Какие мы нежные. А что будет с тобой в этой деревне? Только я могу вам помочь. И тебе, и ей. Подумай. Подкупить меня хочешь? Можно и так сказать. Дорого, щедро. Раскошелюсь, не пожалею. И ты не пожалеешь. Хочешь, чтобы я продала тебе ночь, а совсем рехнулся? Какие мы горды. А что ты с этой своей гордостью будешь потом делать в этой дыре? Будешь смотреть и видеть, как твоя дочь становится полной неудачницей? Такой же, как и ты смотреть и спиваться? Пошел ты. Пошел ты. Подумай хорошенько. Посмотри правде в глаза. Какая дура. Надюшка, может, ты дома останешься, а? Нет. Нет, нет, нормально все. Иди, я с ней посижу. Нет, я же говорю, нормально все. Все, прошу, я с вами. Все, надоело уже дома сидеть. Пойдем. Ладно. Хорошо, сходим. Если вдруг ты почувствуешь себя плохо, ты сразу говоришь. И мы возвращаемся домой. Уговор? Хорошо. Хорошо бы, конечно, чтобы доктор Ивануха ее посмотрел. Да. Степановна, это место любила. И хоть погода не располагает, а все же решили собраться тут. А ты переживал, что никого не будет. Посмотри, сколько народу пришло. Да я не за это переживал. Сереги нет. Да придет он, вот увидишь. Галь, а что это за личность такая? Где? Ну, он рядом с участковым стоит. Да тихо ты не смотри, да он прям на нас смотрит. Это следователь из центра. По делу Иванову приехал. По какому делу? Ты что мелишь-то такое? Кстати, а где Иванов-то? Я ему звонил, звонил. Мне отвечает. Ань! Он в Москву уехал. Как в Москву? Ты что, даже со мной не попрощался? У него суд. По пересмотру запретанную медицинскую деятельность. Вот так вот взял и уехал, ничего не сказав. Я не верю в это, ну. Он то, что тут делает, а? Ну что? Сбежал ваш доктор от ответственности, да? Послушайте. Я не знаю, откуда вы такой деловой у нас тут появились. Но у нас так дела не делаются. Прошу прощения, давайте все проясним. Я же слов на ветер тоже не бросаю. Вот познакомьтесь. Это Владимир Николаевич Артюхин, следователь. Приехал специально по делу Иванову. Ведет расследование. Да, Владимир Николаевич? А все дело в том, что Сергей Иванов незаконно занимался врачебной практикой. И за это он, как честный гражданин, должен ответить перед судом. И вот суд уже решит, что с ним делать. И возможно, что именно из-за Иванова умер человек, и не просто человек, а замгубернатора области. Что ты говоришь такое? Что ты говоришь такое? Так, успокойтесь, тихо. Не для этого мы сегодня собрались. Правильно, Петр, говоришь. Да. Мы здесь не для этого сегодня собрались. Да. Сережа. Доброго всем вечера. Доброго. Серега, а сказали, что ты уехал. Сережа. Это мне. Зашел попрощаться с вами. Спасибо за доверие и за мать. Что собрались помянуть. Я б не смог. Давай, Сережа, мы все понимаем. А еще сказали, что ты сбежал. Я никуда не сбежал и готов за все держать ответ. Простите нас, пожалуйста, мы, наверное, пойдем. Надя, все не очень хорошо себя чувствует. Опять. Налейте кто-нибудь. Наши соболезнования. Тихо-тихо-тихо. Ой, елки-палки. Надя. Ой, елки-палки. Нужно срочно в версерский пункт. Подожди, я скорую вызову. Что такое? Подожди. Алло, скорая, примите срочный вызов. Крутого Надежда Николаевна. Сергей, подожди! Не, ну с этим беспределом надо кончать. Вы сами видите. Ясно, все понятно. Пошли, Галка, в фельдшерский пункт. Надо девочку спасать, пока они тут будут с вами заниматься. Где мои инструменты? К тому надо зайти. Проводите меня в фельдшерский пункт. Да, сейчас, одну минуту. Я не так хорошо знал Марию Степановну, как вы, все здесь присутствующие. Ну, одно знаю точно. Она была хороший человек, женщина. Давайте помянем. Шел бы ты отсюда. А, тогда разрешите откланяться. Они нашего доктора хотят посадить. А мы что, так и будем сидеть? Ну, все, хватит. Встречаемся у фельдшерского пункта. Петр, захвати документы. Правильно. Пойдем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сейчас, Серега. Сейчас помогу. Подожди. Что, опять заклинило? Серега, сейчас, подожди. Серега, давай! Давай! Что делать? Помогай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Дверь закройте. Владик, доченька, солнышко вы. Что с ней, Сереж? Так, тихо, успокойтесь. Табуретку дай. Понимаешь? Да. Тихо. 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 Тихо дыхание афорическое. Тихо. Не прослушиваются днижние дыхательные пути. Она у нас простела. Все симптомы за последние три дня. Она подкашливала, но не сильно. Температуры не было, насморка не было. Потом вот эта вот «отдышка» появилась, и сегодня утром такой же приступ был. Тихо. Но не откашливается, верно? Нет. Инородный предмет в верхних дыхательных путях. О, Боже. Она лишнего косточкой подавилась, когда у меня была. Что ж ты не сказала ты ничего раньше, Ань? Тихо! Э, а ты чего? Ну, сейчас вытащим косточку. Ань, успеет. Нужно делать операцию срочно. Малонзак из азота. Нет. Эфир, марля, полотенце, спирт, физраствор, кафо. Под столом черный чемодан, тамбур от хоскопа. Промыть физраствором. Так. Давайте. Давайте ее посадим. Свет. Девочка. Смотри. А? Ты моя хорошая. Ты моя хорошая. Давай. Ну, ничего не бойся. Смотри на меня. Все хорошо. Сейчас сделаешь два глубоких вдоха носиком. Ладно так? Давай. И... А? Давай. Откройте. Не вынуждайте меня дверь ломать. Я разберусь. Нет. Ты нужен мне здесь. Спирт, полотенце. Чего? Давай. Держи ее, держи. Подожди. Иванов, не усугубляй ты ситуацию. Рискуешь жизнью ребенка. Зацепа, я знаю, что вы там. Давай, давай, давай. Все. Держи крепко. Голову, руки. Все. Фиксируем. Что бы она не дернулась. Давай. Не дай бог она вернется. Я вам за что деньги плачу? Может, поможете, товарищ капитан? Ну-ка, держи. Ну-ка, отойди. Отойди. Тихо, 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 мужики, тихо. Ну что, Игорь Иванович, помощь нужна? Не помешает, Петр Петрович. Ордер есть. Или постановление суда. Петр Петрович Осташков, глава поселка. Что у нас за ЧП здесь? Пожар, наводнение, а? У вас тут незаконное оказание медицинской помощи. Тем более ребенку, маленькой девочке. Петр Петрович, вы же здравомыслящий человек. Вы не понимаете, что это подсудное дело. Опомнитесь. Владимир Николаевич, я вообще не знаю, она жива там или нет. Скорая будет через сорок минут. Пока она едет, Иванов сделает все возможное. Не даст ребенку умереть. Что значит не даст умереть? Вы уверены в адекватности этого своего доктора? Отсидевшие, травмированные, мать сегодня похамела. В общем-то, если он сейчас добровольно не откроет, я буду ломать дверь. Конечно, да. Что? Я сломаю. Успокойтесь. Операция прошла успешно. Надя жива, в себя приходит. Все, я сговорился нормально. Куда ты? Родные мои. Надюша. У меня руки до сих пор трясутся. Спасибо тебе. Даже не знаю, что еще сказать. Я тоже не знаю. Надя молодец. Справилась. На. На память от меня. Сделаешь потом Наде босинки или браслетик. Вы ее из горла достали? Из легких. Ого. Угу. Что дальше? Не знаю. Пойдем. Можно побыть одним. Сергей, погоди. Ты... Ты наш ангел-хранитель. Который раз спасаешь. Знай. Я для тебя все, что ты хочешь, сделаю. Сеня это главное. Береги ее. Я свое дело сделал. Теперь готов ответить по закону. Погоди. Владимир Николаевич, здесь все материалы по ДТП. Возможно, это не совсем то, что вы ожидали увидеть и... и совсем не то, чего ждет господин Вересов. Здесь заключение экспертизы, которая доказывает, что Вересов во время ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Ага. А также факты, подтверждающие, что он не справился с управлением, и его машина вылетела на встречную полосу. И заключение у врача. И еще. Здесь находится флешка с видеозаписью из моего кабинета, на которой Игорь Иванович предлагает мне взятку за фальсификацию и скрытие материалов этого дела. Купюры с его отпечатками прилагаются. Кстати, во время разговора он сказал, что следователь, то есть Тюля, у него в кармане. У меня все. Я думала, что вы компетентный человек. Игорь Иванович, вот протокол общего собрания жителей нашего поселка. Какой еще протокол, Петр Петрович? Не будет у нас с тобой никакого акционерного общества. Договор расторгнут. Вы не имеете права. Имеем. Я проверила уставные документы и договоры. Мы не подписывались отдавать вам свою землю в полную собственность, да еще с правом перепродажи. Вот. Вы что думаете, я хочу вашу землю продать? Конечно. А я еще добавлю. Вересов занимался мошеннической деятельностью. Я тоже собрал информацию. И свидетели есть. И факты. Какие факты, какие свидетели. А какие? Это блеф и провокация. Вы не на того нарвались. Да жулик ты! А с вами мы еще поговорим. Вот если ты еще раз к нам сунешься, тебя, может быть, уже и не найдут никогда. Ну, будем считать, что последних слов я не слышал. Гражданин следователь, я думаю, что у вас там есть чем заняться в вашем центре, а мы со своим доктором сами разберемся. Да мы своего доктора не отдадим! Не отдадим! Правильно говорю? Вот так вот! Сереженька! Тоже мне! Всего доброго! Как еще дорога? Пойдемте помянем, Мария Степановна. Да, пожалуйста. Пусть не черчают на нас. Правильно дай. Пойдемте. Да, вот это правильно. Пойдемте. Я с тобой. Мы справимся. Ура. Он с тобой. Ура. 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 Эхzekельного жилья Киркл Субтитры создавал DimaTorzok